Митчелл Сканлон Сошествие Ангелов Введение Все начиналось на колебании. Начало было положено задолго до появления Императора на нашей планете, задолго до того, как возникли первые разговоры об ангелах. Тогда колебан был совсем другим. Мы ничего не знали ни об Империуме, ни о Великом Крестовом Походе. Терра казалась нам мифом. Нет, даже не так. Терра была воспоминанием о мифическом призраке, оставленном нашими давно умершими праотцами. Она превратилась в эфемерное и полузабытое понятие, не имеющее к нашей жизни никакого отношения. То было время древней ночи. Бури в Варпе лишили людей возможности путешествовать между звездами, и каждому населенному человеческой расой миру приходилось выживать в одиночку. Мы провели пять тысяч лет в изоляции от остального человечества. Пять тысяч лет. Только представьте себе, какой это долгий срок. За это время у обитателей колебана появились своя культура и свои жизненные устои, берущие начало в далеком прошлом, но все же отличающиеся от мировоззрения предков. Наше общество, лишенное влияния Терры, развивалось в соответствии с условиями нашего мира. Да, у нас появились собственные убеждения и обычаи, даже наши собственные религии. Конечно, сейчас от всего этого осталось ничтожно мало. Все было сметено появлением императора. Как ни удивительно, но многие наши дети, рожденные на колебания, ничего не слышали о хранителях, никогда не садились на боевых коней. Они не знают, что значит охотиться на великого зверя. Обо всем этом остается лишь сожалеть. Старые пути со временем забываются. Те, кто пришел вместе с императором, безусловно утверждают, что перемены ведут к лучшей жизни. Мы строим новый мир, лучший мир, мир будущего. Мы строим лучший мир. Так всегда говорили все завоеватели. Никто из них не утверждал, что они намерены уничтожить наши традиции. Они не упоминали о пренебрежении к мудрости наших предков, о том, что мир переворачивается с ног на голову, о подмене нашей веры их собственным странным кредо. Никто не желает добровольно признаваться в том, что они подрывают устои нашего общества и убивают наши мечты. Нет, они только толкуют о спасении нас от нашего невежества. Наверное, они считают, что это звучит милосерднее. Но суть происходящего остается неизменной, независимо от слов. Однако я забегаю вперед, поскольку в тот период истории Калибана все это было нам еще неведомо. Нам еще только предстояло пережить пришествие с неба императора и его ангелов и последующее изменение нашего мира. Мы не подозревали о просторах галактики. Все наши знания ограничивались пределами Калибана, и мы оставались в совершенном неведении о надвигающихся на нас силах и о том, насколько сильно они изменят наши жизни. В те дни всю поверхность Калибана покрывали густые леса. Вся планета, за исключением немногих участков, расчищенных под поля и постройки, была занята тенистыми и таинственными чащами. Лес ограничивал нашу жизнь. И люди могли провести всю свою жизнь, ни разу не увидев открытого горизонта, если только они не выбирали для своих домов горные вершины или побережье морей. И еще наша планета была пристанищем монстров. Леса кишели хищниками, не говоря уже о многих других опасностях. Тогда мы еще не знали такого понятия, как мир смерти, позаимствованного позднее из лексикона имперских картографов. Нигде не существовало столько явлений, способных тем или иным способом умертвить человека. Платоядные животные, ядовитые цветы, смертоносные насекомые, существа этого мира знали только один закон – убей или погибнешь сам. И отдельную опасность для рода человеческого представляли существа, выделенные в отдельный от остальных класс. Они были наиболее грозными и жестокими из всех известных животных. Я говорю о чудовищах, которых мы называли великими зверями. Каждый из великих зверей Калибана отличался от своих сородичей, как меч отличается от копья. Каждое из этих существ было в своем роде единственным и неповторимым. Их разнообразие не поддавалось никакому описанию. Великий зверь мог показаться похожим на рептилию или на млекопитающее, или на насекомое, или обладать характерными чертами каждого из них, хаотично объединенными в одном единственном создании. Один зверь при нападении мог пустить в ход зубы и когти, другой – использовать рога и копыта, третий – брызгал ядовитой слюной или в его жилах вместо крови текла едкая кислота. Если у них и было что-то общее, так только то, что каждого из зверей можно было считать порождением кошмарного сна. В довершение ко всему, все они обладали значительными размерами, чудовищной силой и хитростью, что делало великих зверей постоянным источником опасности для любого охотника человека, каким бы ловким и искусным он ни был. Без всякого преувеличения можно сказать, что великие звери правили лесами, а потому их присутствию народы Калибана обязаны возникновением многих обычаев и традиций. Для того, чтобы просто выжить, мы были вынуждены научиться держать этих чудовищ на расстоянии. Со временем среди представителей знати для защиты от самых опасных хищников этого мира были образованы ордены рыцарей, где воспитывались самые искусные и сильные воины, имевшие самое совершенное оружие. Этой же цели способствовали многие традиции по изготовлению доспехов и оружия. За время изоляции мы утратили большую часть технологий, привезенных нашими предками Стерры, но навыки по ремонту и изготовлению пистолетов, разрывных снарядов, мечей с моторизированными лезвиями и доспехов, предназначенных для усиления физической мощи воинов, все же остались. Конечно, по сравнению с теми моделями, что попали на планету с воинами Империума, они были довольно примитивными и менее надежными, но все же обладали достаточной эффективностью. У нас не было никаких механических транспортных средств, и потому рыцари Калибана отправлялись на войну на боевых конях. Рослых и мощных лошадях, выведенных за тысячу лет от потомства скакунов, привезенных Стерры еще первыми поселенцами. С течением времени рыцарские ордены стали строить крепости-монастыри, которые до сих пор служат центрами поселений современного Калибана. Всякий раз, когда великий зверь начинал нападать на какое-нибудь селение, предводитель местной знати объявлял на него охоту. По его призыву, многие рыцари и претенденты на это звание съезжались в указанный район, чтобы испытать свою силу и убить чудовище. Так протекала жизнь на Калибане в течение многих поколений людей. Мы не ожидали никаких перемен. Мы считали, что будем и дальше идти по проторенному предками пути, как шли по нему наши отцы и деды. Конечно, мы ошибались. У Вселенной на этот счет имелись другие планы. Император еще только направлялся в нашу сторону, а в обществе уже появились первые признаки перемен. Задолго до прибытия на Калибан имперских сил было основано новое рыцарское сообщество, которое называло себя просто Ордень, и его члены открыто высказывали удивительное утверждение о равенстве всех людей. До сих пор в ряды рыцарей по традиции могли вступить только представители знати, но Орден разрушил этот обычай и стал набирать рекрутов из всех слоев обитателей планеты. Любой, кто своей силой и поступками мог доказать, что достоин звания рыцаря, принимался на обучение, и Орден не интересовало, был он благородного происхождения или простолюдин. Сейчас это может показаться незначительным событием, но в то время оно породило в обществе немало противоречий и беспокойства. Приверженцы традиции из наиболее прославленных рыцарских братств утверждали, что Орден своим поступком значительно ослабил общественные устои, что в конечном счете может привести культуру Калибана к полному краху и сделать людей легкой добычей великих зверей. В какой-то момент возникшие противоречия даже привели к открытому военному противостоянию. Группа, называющая себя рыцарями Багряного кубка, напала на горную крепость Ордена, расположенную в Алдорухе, и осадила ее. Тогда рыцарь Ордена, не дожидаясь, пока враги окончательно сомкнут кольцо, решилась на контратаку, и впоследствии этот шаг был признан как определяющий момент доимперской истории Калибана. Тогда и произошло решающее сражение. Рыцари Багряного кубка были окружены, а потом истреблены до последнего война. После такой победы никто не мог сомневаться в дальнейшем процветании Ордена. Претенденты на звание рыцаря стекались к ним со всех сторон и всех сословий, и в течение всего нескольких десятков лет Орден стал самым могущественным и влиятельным рыцарским сообществом Калибана. Но это было всего лишь начало. Какие бы изменения не сулили эти нарушения традиции и возвышения Ордена, они по своему значению не могли сравниться с появлением на Калибане Льва. Теперь, оглядываясь в прошлое, мы знаем, что Лев Эль Джонсон был одним из примархов, возвращенных самим Императором в генетической лаборатории для командования легионами его ангелов. Но и в то время он казался нам существом совершенно необычным. Наше общество нельзя было назвать ни невежественным, ни непросвещенным. Но вообразите, что произошло после того, как по планете распространился слух о найденном в лесной глуши человеке, который, словно зверь, обитал в северной чаще и под слоем засохшей на теле грязи оказался весьма привлекательным юношей. Никто не знал, кто он такой, и сам он не понимал ни слова на языке людей. Этот юноша, ногой и безоружный, прожил много лет в лесах самого опасного региона, где даже рыцари в полной броне и приоружии не решались отправляться в путь по одному, а собирались группами. Но на этом удивительные чудеса не закончились. Учитывая обстоятельства его появления, дикаря стали называть Леон Эль Джонсон, что на древнем наречии Калибана означало «Лев, сын леса». Оказавшись в обществе людей, Джонсон проявил удивительные способности к обучению. Он быстро приспособился к новым условиям и в течение нескольких дней усвоил человеческие обычаи и язык. С этого момента он развивался все быстрее. Всего через несколько месяцев его интеллект уже не уступал мудрости многих ученых. Спустя еще месяц он превзошел их во всех областях науки и оставил далеко позади. Он никогда не рассказывал о своей жизни в лесу, не мог объяснить, как и откуда туда попал, но, по всей видимости, проведенные в дикой глуши годы никак не повлияли на его умственные способности и рассудок. Его интеллектуальное развитие могло сравниться разве что с его физической мощью. Никто не мог выстоять против него в тренировочных боях и рукопашных схватках, и вскоре он познал все тонкости рыцарского искусства и был принят в Орден. Как и следовало ожидать, при таких исключительных способностях Джонсон быстро продвигался по иерархической лестнице Ордена. Его невероятные успехи в сочетании с врожденным талантом заражать своим рвением остальных привели к небывалому наплыву новых рекрутов. Численность рыцарей Ордена настолько возросла, что для их размещения пришлось построить новые крепости, а затем Джонсон и его последователи стали призывать к общему крестовому походу против великих зверей. Они провозгласили объединенную кампанию по систематическому очищению от чудовищ всей планеты, регион за регионом, пока Калибан полностью не освободится от этого бедствия. Подобное предложение, конечно, не могло не вызвать возражений. К тому времени Орден стал главной силой Калибана, но в глазах других рыцарских сообществ он все еще оставался только равным среди многих. Масштаб затеянного Джонсоном предприятия требовал участия каждого из рыцарских орденов, а успех зависел от всеобщего подчинения единому плану действий. Объединение разрозненных орденов было нелегкой задачей, поскольку все рыцари время от времени ссорились и враждовали между собой. Кроме всего прочего, этот план нуждался в поддержке знати и широких кругов остального населения. А сказать по правде, мы, жители Калибана, не слишком охотно отзываемся на призывы лидеров. Каждый из нас имеет слишком высокое мнение о собственных способностях. Существовали и другие проблемы. Молодушные люди утверждали, что полностью очистить Калибан от чудовищ невозможно. Они обвиняли Джонсона в высокомерии и заносчивости. Кое-кто смотрел на великих зверей со сверхъестественным ужасом и верил, что любые действия против них могут пробудить апокалиптические силы и объединить чудовищ против всего человечества. Сомнения не покидали даже тех, кто поддерживал план Джонсона, и кое-кто советовал набраться терпения. Джонсон считал, что полной победы можно достичь за шесть лет с начала военных действий против великих зверей, но даже самые преданные из его последователей не верили, что план будет воплощен за столь короткий период. Они опасались, что Джонсон не учел человеческий фактор. Он мог забыть, что его замыслы предстояло проводить в жизнь людям, не обладавшим столь выдающимися умственными и физическими способностями. Джонсон был сверхчеловеком, но на колебания он был единственным в своем роде. Он ставил задачи не перед сверхлюдьми. Всю тяжелую и опасную работу должны были выполнить обычные смертные. В конце концов, Джонсон добился своего. Его приверженцы убеждали колебанцев, что те слишком долго прятались за стенами крепостей и жили в страхе перед великими зверями. Они напоминали, что человек создан господствовать над диким миром, а не наоборот. Пора привести мир в равновесие, положить конец власти чудовищ и сделать людей хозяевами лесов. «Это наш мир», — говорил Джонсон. «Он не может принадлежать зверям. Человечеству пора заявить о своих правах». Итак, решение было принято, и Джонсон развернул свою компанию. Зверей одного за другим выслеживали и убивали. Их выгоняли из лесов, преследовали до самого логова и уничтожали. Хотя в одном противники этого предприятия оказались правы. Для выполнения грандиозных планов шести лет оказалось недостаточно. Потребовалось десять лет постоянной войны, десять лет тяжелого труда, десять лет, в течение которых многие воины погибли или стали калеками, но конечный результат того стоил. Цель справедливой войны была достигнута, и через десять лет не осталось ни одного из великих зверей. Как мне кажется, я не слишком последовательно веду свой рассказ, поскольку даже не упомянул об одном человеке, который мог бы со всей осведомленностью продолжить мои рассуждения с любого места. Я рассказал о Колебане, о Леоне Эль Джонсоне и его кампании по истреблению великих зверей, но забыл о самом важном персонаже нашей истории. Я не рассказал о Лютере. Это ведь он нашел Джонсона в лесной чаще и дал ему имя. Он привел его к цивилизации и обучил основам человеческой культуры. Это он стоял плечом к плечу с Джонсоном, пока тот совершал подвиги и героические деяния, и он почти ни в чем ему не уступал. Хотя Лютер не обладал такими обширными познаниями в военном деле и стратегии, как Джонсон. В конце концов, он был рожден человеком, и не более того. И все же, когда деятельность Джонсона начала изменять лицо Колебана, Лютер не отставал от бывшего дикаря и добивался значительных успехов во всех начинаниях. Деятели Империума слишком часто представляют Лютера сущим демоном. Некоторые утверждают, что он испытывал ревность по отношению к Эль Джонсону, поскольку, хоть они и шагали плечом к плечу, именно Джонсону всегда доставалась большая часть славы. Другие говорят, что Лютеру надоело все время оставаться в тени Джонсона. Они уверены, что именно тогда в его душе взошел росток гнева, со временем превратившийся в неискоренимую ненависть. Но подобные слухи повторяют только лжецы. Лютер всегда любил Джонсона как родного брата. Я хорошо знаю Лютера, и, будьте уверены, могу рассказать обо всех его секретах. Лютер и есть ключ к пониманию нынешнего состояния нашего мира, но нам сейчас не стоит слишком много говорить о Лютере. Это нанесло бы ущерб всему моему повествованию. Если в самом начале рассказа раскрыть слишком много секретов, не получится ничего хорошего. Всегда лучше, если к ним подходить постепенно. Бедный, бедный Лютер. Но не сомневайтесь, в свое время мы доберемся и до него. В свое время. Я обо всем поведаю в свое время. А сейчас мы обрисовали сцену для моей истории. Пошел десятый год с начала кампании Джонсона по уничтожению великих зверей. Почти все чудовища уже убиты, и лишь несколько особей все еще бродят по самым негостеприимным и наименее заселенным регионам планеты. Как только будет убит последний из великих зверей, каждый из нас сможет начать новую жизнь. Мы сможем основать новые поселения. Мы сможем рубить деревья на дрова или строить из них дома. Сможем засеять новые поля. Впервые мы сами будем распоряжаться своими жизнями. Наш народ вступает в Золотой Век. Император и его ангелы еще не высадились на нашей планете, но старые обычаи уже умирают. Мир нашего детства не станет миром нашего будущего. Не все рады такой перспективе, но никто и не подозревает, что завтрашний мир изменится вопреки всем нашим ожиданиям. Перемены могут разбудить в наших сердцах все лучшее и все самое худшее, или то и другое одновременно. Некоторые люди смотрят на горизонт со страхом перед будущим, тогда как другие взирают на него с радостью. Идет десятый год компании Джонсона, и мир под нашими ногами меняется. Сами того не ведая, мы стоим на пороге новой эпохи прогресса. Нам предстоит узнать императора и империум. Нам предстоит стать ангелами, хотя мы еще ничего о них не знаем. Калибан еще пребывает в невежестве, но грозовые тучи уже клубятся. Говорят, что человек должен опасаться плачущих ангелов, поскольку где бы ни упала их слеза, там тонут люди. Так протекает наша жизнь. Наступили дни, которые решат нашу судьбу, заложат основу конфликтов и определят будущее. Впоследствии об этом времени много будет написано, но мало понято. Истории, изложенные теми, кто придет после нас, будут искажены ложными свидетельствами и сфабрикованными фактами. Они не поймут, почему мы отвернулись от льва. Они ничего не узнают о наших мотивах, но вы сможете о них узнать. Вы сможете узнать обо всем. Слушайте внимательно, и вы услышите все мои секреты. Слушайте, и мы поговорим о Лютере и Леоне Эль Джонсоне. Мы поговорим о Расколе и Гражданской войне. Мы услышим голоса павших. Слушайте мои секреты. Давайте поговорим о темных ангелах и начале их падения. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КОЛЕБАН ГЛАВА ПЕРВАЯ Было еще совсем темно. Захариэль открыл глаза за мгновение до того, как за ним пришли люди лорда-символа. Он окончательно проснулся, ощутив, как чья-то рука зажала ему рот. Его стащили с кровати, накинули на голову капюшон, а руки связали за спиной. Так, вслепую, его протащили по нескольким коридорам. Когда похитители остановились, Захариэль услышал, что один из них трижды постучал. Открылась дверь, и его втолкнули внутрь. «КОГО ВЫ НАМ ПРИВЕЛИ?» – донесся из темноты голос. «Странника», – произнес рядом с ним лорд-символ. «Его привели связанным и с закрытыми глазами. Он ищет вход». «Подведите его ближе», – приказал первый голос. На плечи Захариэля опустились руки проводников, грубо толкнули вперед и заставили опуститься на колени. От прикосновения к холодному каменному полу по телу пробежала дрожь, но он постарался подавить ее, не желая давать повод подозревать его в испуге. «Как твое имя?» – снова услышал он первый голос, звучавший теперь немного громче. Глубокий, раскатистый баритон явно принадлежал человеку, привыкшему повелевать. «Из какой ты семьи?» «Я Захариэль Эльзуриас», – ответил он по старинному обычаю, назвав свое полное имя, и тут же подумав, что произносит его в последний раз. «Я единственный оставшийся в живых сын Зуриаса Эль-Калиала, кто в свою очередь приходится сыном Калиалу Эль-Гибраэлю. Наш род происходит по прямой линии от Софиэля». «Аристократ», – раздался третий голос. Каким-то образом он странно отличался от всех остальных. Его властность и притягательность превосходили голос первого из говоривших. «Он считает, что место в наших рядах обеспечено заслугами его отца. Я против. Он не достоин такой чести. Надо бы сбросить его с башни и покончить с этим. Посмотрим», – произнес первый голос. Захариэль безошибочно узнал шорох вынимаемого из ножен оружия, «а потом неприятное ощущение приставленного к горлу холодного металлического лезвия». «Сначала мы его испытаем», – послышался в темноте голос. «Ты чувствуешь клинок на своем горле?» «Да, чувствую», – ответил Захариэль. «Так знай, любая ложь считается нарушением наших обетов. Мы приемлем только истину. Если ты солжешь, я непременно об этом узнаю. А если почувствую обман, немедленно перережу тебе глотку. Ты принимаешь такие условия?» «Да, я их принимаю». «В самом деле, пойми, я требую с тебя клятву. Даже после того, как я уберу от твоей шеи кинжал, даже когда я умру, а этот кинжал превратится в ржавую пыль, клятва, принесенная на этом лезвии, останется все такой же крепкой. Ты готов принести такую клятву?» «Я готов», – подтвердил Захариэль. «Я дам такую клятву». «Но сначала скажи мне, по какому праву ты сюда пришел? Кто ты такой, чтобы осмелиться прийти на наше собрание? По какому праву ты считаешь себя достойным состоять в наших рядах?» «Я завершил первую ступень обучения, и мой наставник считает меня достойным такой чести», – ответил Захариэль. «Это всего лишь начало. Требуется немного больше, чтобы вступить в наше общество. Тебе еще предстоит пройти испытание». Захариэль знал, что за ним придут. Как раз об этом говорил ему накануне мастер Рамиэль, хотя слова старого наставника, как обычно, содержали в себе больше загадок, чем ответов. «Как ты понимаешь, я не могу рассказать тебе обо всем», – сказал мастер Рамиэль. «О таких вещах не принято много говорить. Обряд посвящения – очень древний ритуал. Он на тысячи лет старше самого ордена. Кое-кто утверждает, что этот обычай был привезен нашими предками еще с Терры». «Я понимаю», – откликнулся Захариэль. «Действительно понимаешь?» – спросил мастер. Он повернулся и взглянул из-под нависших бровей в лицо Захариэля своими быстрыми глазами. В прошлом Захариэль счел бы необходимым отвести взгляд, но сейчас решительно встретил взор наставника. «Да, я думаю, ты понимаешь», – после недолгой паузы произнес мастер Рамиэль, и его морщинистое лицо осветилось улыбкой. «Ты отличаешься от остальных, Захариэль. Я это понял сразу, как только ты пришел, чтобы вступить в орден». Они сидели в одном из многих тренировочных залов в крепости Алдарух, где рыцари и кандидаты проводили целые дни, оттачивая мастерство, необходимое, чтобы выжить на колебаниях. В этот ранний час тренировочный зал был пуст, даже претенденты на звание рыцаря еще спали. Обычно Захариэль в это время еще лежал в постели, но послание мастера Рамиэля привело его сюда еще до рассвета. «Следующей ночью тебе предстоит пройти обряд посвящения в рыцаре ордена», – сказал ему Рамиэль. «Во время церемонии ты принесешь клятвы верности и вступишь на путь рыцаря». «Ты хочешь провести меня через этот обряд?» – спросил Захариэль. «Чтобы я знал, чего ожидать?» Рамиэль покачал головой, и Захариэль понял, что старик думает совсем не об этом. Что бы ни говорили завистники, орден не совсем избавился от груза старинных обычаев. Мы понимаем, какую важную роль играют они в нашей жизни. Человеческие существа нуждаются в традициях, они придают смысл повседневности нашего бытия и весомости нашим деяниям. Более того, традиции могут помочь нам найти свое место в этом мире. Конечно, мы не согласны с теми, кто рассматривает традиции с религиозной точки зрения. Мы не ищем ничего сверхъестественного в древних обрядах, как в наших, так и в чьих бы то ни было. Мы считаем, что цель ритуалов не в привлечении потусторонних сил, а в совершенствовании этого мира и достижении стабильности разума. Если традиции и преследуют какие-то внешние цели, так только стремление к сплоченности общества. Их можно рассматривать как некий клей, который не дает обществу распадаться. Старик снова помолчал. «Ты так странно смотришь на меня, Захариэль. Ты не согласен?» «Нет», — ответил Захариэль. «Просто я немного устал. В такой ранний час я не ожидал лекции о традициях». «Ты прав, это справедливо. И я позвал тебя сюда не для того, чтобы обсуждать социальную значимость обрядов. Я хотел поговорить о символизме некоторых ритуалов Ордена. Прежде чем за тобой придут, я хочу удостовериться, что ты понимаешь их важность». Мастер Рамиэль встал и прошел к центру зала. По традиции Ордена, из одного конца зала в другой, по всему полу тянулась мозаичная спираль. «Захариэль, тебе известно, почему она здесь? Это спираль». «Да, мастер», — сказал Захариэль. Он тоже встал и подошел к наставнику. «Спираль символизирует искусство владения мечом и является важнейшей частью доктрины физического совершенства, так же, как изречение есть краеугольный камень нашей духовной дисциплины». «Верно, Захариэль, но это еще не все. С самого первого дня тебя заставляли проходить по спирали тренировочного зала и выполнять установленные для каждой стадии обучения приемы нападения и обороны. Ты знаешь, почему?» Захариэль ненадолго задумался. «Я предполагал, что таков древний ритуал боя на мечах, относящийся к временам Терры. Разве это не так?» «Возможно», — согласился Рамиэль. «Но тщательное прохождение спиральной дорожки, бесконечные и за дня в день годами повторяющиеся упражнения сделают эти движения твоей второй натурой, и тогда ты обретешь непобедимую систему самозащиты». Мастер Рамиэль сделал несколько шагов по спирали, и его посох в точности повторил все движения меча в сложном танце учебного боя. «Рыцари ордена регулярно одерживают победы над всеми претендентами из других сообществ на каждом показательном турнире и во всех единоличных поединках. Спираль в тренировочных залах и есть причина нашего мастерства». Наконец, Рамиэль дошел до самого центра и широким взмахом посоха показал на расходящиеся от него линии. «Взгляни на лежащий перед нами рисунок. Эта комната не изменялась с момента постройки первого монастыря Алдаруха. Посмотри, как сгладились края линий, как они истерлись под ногами тысяч воинов, проходивших по спирали с момента основания тренировочного зала. «Но скажи мне, Захариэль, что ты видишь перед собой?» «Я вижу атаку и защиту», — ответил Захариэль. «Это путь к превосходству и победе над врагами». «Атака и защита?» Мастер Рамиэль, повторив его слова, медленно кивнул, словно раздумывая над их смыслом. «Хороший ответ, достойный отличного воина, но рыцарь должен быть не только воином. Мы должны стать лидерами для своего народа. Мы должны защищать людей от всех врагов, не только от других существ человеческого рода или зверей. Недостаточно сражаться только с предателями, бандитами или хищниками. Путь совершенства тяжелее и сложнее, чем это может показаться. Нет, мы должны попытаться оградить население Калибана от любой нависшей над ними угрозы. Мы должны защитить его от голода и нищеты, от болезней и жажды, от страданий и невзгод. Могу тебя заверить, в конечном счете это невыполнимая задача. Страдания никогда не исчезнут, так же, как и невзгоды, но пока существует Орден, мы должны стремиться победить это зло. И мерой нашего успеха на этом пути будет не выигранное сражение, а наше желание снова и снова вступать в борьбу. «Ты понимаешь?» «Думаю, что понимаю, наставник», — ответил Захариэль. «Но я не вижу, какое отношение это имеет к спирали». «Спираль — очень древний символ», — продолжил мастер Ромеэль. «Говорят, похожие резные изображения находили в древнейших захоронениях человечества. Спираль символизирует наш жизненный путь. Ты еще молод, Захариэль, и твой опыт в подобных вопросах ограничен, но я раскрою тебе тайну жизни, какой она открывается человеку старшего возраста». Наши жизни повторяются. С течением времени мы сталкиваемся с одними и теми же конфликтами. Мы предпринимаем одни и те же действия, мы совершаем одни и те же ошибки. Наши жизни как будто движутся по бесконечной кривой вокруг одной фиксированной точки и от рождения до смерти повторяют один и тот же рисунок. Некоторые называют это вечным возвращением. Но то, что относится к отдельной личности, можно отнести и к человечеству в целом. Стоит только внимательнее присмотреться к истории, и мы увидим, что повторение ошибок свойственно не только отдельным индивидуумам. Целые культуры и нации делают то же самое. Мы должны бы предвидеть свои ошибки, но этого никогда не происходит. «Если это правда, если спираль олицетворяет нашу жизнь, то куда она ведет?» Спросил Захариэль, не отрывая взгляда от рисунка на полу. «Спираль никогда не заканчивается. Каждый раз, когда линия должна бы оборваться, она разворачивается и повторяет все тот же рисунок». «И что это тебе напоминает?» Спросил Ромеэль. Захариэль задумчиво склонил голову на бок. «Похоже на змею, кусающую свой хвост». «Да, это древний символ», — кивнул Ромеэль. «Один из самых старых». «А что он означает?» «Это символ возрождения и обновления», — ответил наставник. «Символ бессмертия и новых начинаний». Захариэль кивнул, хотя большая часть смысла слов Ромеэля от него ускользнула. «Если, как ты говоришь, наши жизни постоянно повторяют одна другую, разве это не совпадает с учениями религиозных фанатиков? Они утверждают, что наши души после смерти возрождаются в новых телах. Они тоже говорят о бесконечной спирали. По их словам, спираль существует в преисподней, и, проходя по ней, мы выбираем путь своего возрождения. «Это правда?» «Я не знаю», — сказал мастер Ромеэль. При виде выражения лица своего подопечного, он опять улыбнулся. «Захариэль, не стоит так изумляться. Я понимаю, что воспитанники обычно смотрят на учителей как накладезь премудрости и знаний, но даже моим предположениям существует предел. Я могу комментировать только те пути, которые мы проходим при жизни. А кто может сказать, что происходит после смерти? Смерть по своей природе есть величайшая из тайн. Насколько мне известно, еще никто не возвращался из ее пределов. Так как же можно утверждать, что кто-то раскрыл эту тайну? Может, мы представляем собой только совокупность физиологических процессов, которые начинаются при рождении и заканчиваются со смертью? А может, есть нечто большее? Покажи мне человека, который бы утверждал, что знает ответ на этот вопрос, и я укажу тебе на лжеца». Не дожидаясь, пока Захариэль что-нибудь скажет, мастер Рамиэль продолжал. «Однако мы отвлеклись. Я позвал тебя, потому что хочу подчеркнуть символизм, лежащий в основе некоторых наших традиций. Как я говорил раньше, я не могу полностью рассказать тебе о предстоящем обряде посвящения. Мне не подобает этого делать. Будет лучше, если ты пройдешь обряд без каких-либо предрассудков. Я только хотел убедиться, что ты понимаешь, что отдельные обстоятельства церемонии, весь ритуал и его детали имеют значение не только в физическом смысле. Все эти действия глубоко символичны. Запомни, что это не просто обряд посвящения, а твое перерождение из одного состояния в другое. Ты превратишься из претендента в рыцаря, из юноши в мужчину. Завтра прежний Захариэль умрет», — сказал напоследок мастер Рамиэль. «Я желаю всего самого лучшего новому Захариэлю. Пусть ему предстоит долгая и достойная жизнь». Испытание было больше похоже на допрос. Захариэль все так же стоял коленями на каменном полу, с наброшенным на голову капюшоном, связанными руками и с прижатым к шее кинжалом. Его невидимые экзаменаторы один за другим буквально обстреливали его градом вопросов. Сначала они долго спрашивали его о содержании изречений и требовали, чтобы Захариэль на память цитировал целые главы учения. А потом спрашивали о смысле прочитанного отрывка. Затем перешли к теории боя на мечах. Спросили, как лучше отвечать на двуручный выпад сверху вниз, уклоняться от удара или парировать его. «Каким образом парировать?» — спросил первый голос сразу, как только Захариэль ответил. «Твой противник правша, и его удар направлен по крутой диагонали. Ты будешь отклоняться вправо или влево? Будешь сопровождать удар ответным выпадом, контратакой или ударом свободной руки? А почему у тебя одна рука свободна? Где твой пистолет? Отвечай быстрее!» Так продолжалось очень долго. Они задавали вопросы о боевых конях, об охоте на хищников, о пистолетах, мечах, копьях, о стратегии и способах выживания. Они спрашивали его об опасности цветов осморизы, о самых безопасных местах, где можно укрыться в случае внезапно налетевшей бури, о различии между следами обычных и хищных птиц. Требовали объяснить все предосторожности при устройстве засады, спрашивали о мерах предосторожности, которые должен предпринять командир при приближении к линии обороны противника, и как лучше атаковать врага, имеющего преимущество в высоте и укрепленной позиции. «Каковы общепринятые основания для вызова на дуэль рыцаря другого ордена?» Спросил его второй голос, принадлежавший, как догадался Захариэль, лорду-символу. «Какую форму вызова ты предпочтешь? Как будешь выбирать секундантов? А какое оружие? Где будет проводиться дуэль? Какие могут быть причины поединка? Только оскорбление чести или что-то еще? Отвечай быстрее!» Он был уверен, что в комнате присутствуют и другие люди, но вопросы задавали только эти трое. Они проводили испытания очень слаженно и гладко, словно каждый давно привык к подобной ситуации. И вопросы без всяких перерывов следовали один за другим. Иногда, словно нарочно, чтобы его запугать, двое одновременно задавали разные вопросы, а порой говорили все трое сразу. Захариэль не поддавался попыткам сбить его с толку и лишить уверенности обескураживающим разнообразием тем. Неважно, что он ничего не видит и его руки связаны. Неважно, что к горлу по-прежнему прижат кинжал. Он не провалит испытания. Он зашел слишком далеко. Он преодолеет это последнее препятствие. «Все это пустая трата времени», – произнес третий голос. «Вы слышите меня? Мы зря теряем время. Этот щенок никогда не станет рыцарем. И неважно, что говорят мастера. У него нет необходимых качеств. У меня на таких отличное чутье. Я за то, чтобы немедленно перерезать ему горло и покончить с этим. Мы всегда можем найти более достойного кандидата на звание рыцаря». Человек, обладающий этим голосом, все время задавал самые трудные вопросы. Но чаще всего он просто бронил Захариэля, словно пытаясь унизить в глазах остальных. Если два других экзаменатора никак не реагировали, когда юноша отвечал не совсем правильно, третий всегда отзывался едкими насмешками и саркастическими замечаниями. Не раз он называл Захариэля книжником, не способным на активное действие. Он ставил ему в вину недостаток силы духа и стойкости. Он говорил, что у Захариэля нет внутренней убежденности, необходимой для настоящего рыцаря. Он снова и снова пытался убедить своих товарищей в том, что Захариэль им не подходит. «Он опозорит наш орден», — сказал третий экзаменатор во время очередного горячего обсуждения. «Он станет для нас обузой, он бесполезен, а в этих вопросах мы должны проявлять твердость. Одного слабого камня достаточно, чтобы привести к обрушению всего сооружения. Лучше убить его здесь и сейчас, чем рисковать крепостью всей организации. Его надо было задушить еще при рождении, как неполноценного». «Это уж слишком», — сказал первый голос. Голос того человека, который держал клинок у горла Захариэля. «Ты прекрасно играешь свою роль, брат, но это чересчур. Присутствующий здесь юноша не совершил ничего такого, чтобы заслужить подобное презрение. Ты слишком жесток с ним. Он достоин продолжать обучение в наших рядах». «Он достоин», — согласился с ним лорд-символ. «Он выдержал испытание. Я голосую в его пользу». «И я тоже», — сказал первый голос. «А ты, брат, он убедил тебя? Ты заодно с нами?» «Да», — сказал третий голос после паузы, показавшийся Захариэлю вечностью. «Я сыграл свою роль, но я не сомневался в нем с самого начала. Он достоин. Я голосую в его пользу». «Решено», — объявил лорд-символ. «Мы примем клятву, но сначала надо вернуть его к свету. Он слишком долго оставался в темноте». «Закрой глаза», — сказал первый голос, и кинжал отодвинулся от его шеи. Захариэль почувствовал, как с него стягивают капюшон. «Не торопись открывать глаза», — сказали ему. «После долгого пребывания в темноте свет может показаться ослепительным». Наконец его голова была освобождена от капюшона, и он смог посмотреть на своих экзаменаторов. Поначалу яркий свет в комнате больно резанул по глазам, и Захариэль мог различить только смазанные силуэты и размытые пятна лиц. Но постепенно зрение восстановилось. Пятна обрели резкость и превратились в очертания фигур и людские лица. Захариэля окружали воины в плащах с капюшонами, у многих в руках горели факелы. Как только веревки на его руках были разрезаны, Захариэль поднял голову и посмотрел на участников испытания. Как он и ожидал, одним из них оказался лорд-символ, пожилой человек, по мнению всех претендентов, давно миновавший пору своего рассвета. Лорд-символ часто моргал и искосо посматривал на него глазами почти полностью скрытыми развивающейся катарактой. Два других лица принадлежали к гораздо более впечатляющим личностям. С одной стороны от Захариэля стоял сар Лютер, воин с массивной и крепкой фигурой, который дружески улыбнулся ему, словно стараясь ободрить новичка и убедить не придавать слишком большого значения торжественности церемонии. А с другой стороны стоял человек, уже ставший легендой, и, по слухам, именно он должен был стать следующим гроссмейстером Ордена – Леон Эль Джонсон. За все годы, проведенные в Ордене, Захариэль впервые так близко видел Джонсона, и ему показалось, что присутствие невероятно могущественного воина лишило его всех мыслей и чувств. Тот величественно возвышался над Захариэлем, и юный претендент поймал себя на мысли, что взирает на этот образец физического совершенства с благоговейным восторгом. «Осторожнее, мальчик!» – со смехом произнес Лютер. «Ты рискуешь совсем потерять свою челюсть!» Захариэль захлопнул рот и постарался освободиться от Чар Джонсона, но у него мало что получилось. Леон Эль Джонсон большую часть времени проводил в лесах, где возглавлял борьбу против великих зверей, и лишь изредка возвращался в крепость Олдорух на более или менее продолжительное время. Захариэлю была оказана великая честь. Он оказался удостоен внимания такой значительной личности. Более того, легендарный герой сам принял участие в обряде инициации претендента в Орден. «Пора заканчивать эту церемонию», – сказал сар Лютер. «Я уверен, нашему юному другу не терпится поскорее встать с коленей». Звучный голос Лютера опять поразил Захариэля и напомнил, что в его власти увлечь людей за собой даже в преисподнюю. Юноша был настолько поражен видом стоящего рядом Леона Эль Джонсона, что совершенно проигнорировал присутствие Лютера. Лишь с запозданием он понял, что был удостоен двойной чести. Обряд его посвящения проводили два величайших человека его времени – Джонсон и Лютер. Последний, безусловно, не мог сравниться с Джонсоном в физической мощи, но он был не менее героической фигурой и заслуживал преклонения. Каждый из этих двух людей казался Захариэлю настоящим гигантом. «Тебе не стоит говорить таким тоном», – заметил лорд-символ, задержав взгляд на половину ослепших глаз на Лютере. «Обряд посвящения нового члена Ордена не повод для веселья. Это слишком серьезная церемония. Кое-кто даже называет его священным обрядом». «Прошу извинить моего брата, лорд-символ», – вмешался Джонсон, примирительно обнимая старика за плечи огромной рукой. «Он не хотел никого обидеть, просто он ни на секунду не забывает, что нашего внимания требует множество дел». «Нет ничего важнее, чем посвящение нового члена Ордена», – возразил лорд-символ. «Стоящий перед нами молодой человек все еще находится на пороге. Он вернулся к свету, но еще не принес обеты, а без этого он не может стать одним из нас». Старик протянул руку к кинжалу Джонсона, тому самому, что был приставлен к горлу Захариэля. Получив оружие, лорд-символ провел по лезвию большим пальцем, чтобы проверить его остроту. «Настало время пролить кровь». Повернувшись к Захариэлю, он поднес кинжал к его левой ладони. Разрез рассек кожу по диагонали и вызвал мгновенную боль, но рана была неглубокой, и выступившая кровь предназначалась только для проведения обряда. Кровопролитие оказалось символическим, как и говорил мастер Рамиэль. Кульминацией церемонии было произнесение обетов. «Клянешься ли ты, Захариэль, пролитой кровью, что будешь защищать людей Калибана?» «Я клянусь», — ответил он. «Клянешься ли ты следовать всем правилам и обычаям ордена и никогда не открывать его секретов?» «Клянусь, отныне ты станешь братом всем рыцарям ордена и никогда не посмеешь поднять на них руку, если того не потребует приговор суда или обстоятельства чести. Поклянись в этом перенесенной болью и своей будущей смертью». «Клянусь смертью», — произнес Захариэль. Наступил самый важный момент приношения обетов, и лорд-символ поднес лезвие к глазам Захариэля, чтобы тот мог увидеть отражение своего лица, окаймленное красной полосой крови. «Ты принес кровавую клятву», — сказал лорд-символ. «Ты уже взял на себя обязательства, но теперь тебе предстоит пойти еще дальше». Лорд-символ повернул кинжал так, что он встал на его выпрямленной ладони лезвием вверх. «Поднеси свою руку к лезвию и прими самый важный и кровавый обед. Этот кинжал уже взял твою кровь, он рассек твою ладонь, пусть он станет хранителем твоих клятв. Если какой-нибудь из твоих будущих поступков докажет, что произнесенные здесь и сейчас слова были лживыми, пусть лезвие, ранившее твою ладонь, вернется и рассечет твое горло. Поклянись в этом». «Я клянусь», — произнес Захариэль после того, как протянул руку над кинжалом. «Если мои слова, произнесенные здесь и сейчас, окажутся ложью, пусть кинжал вернется и перережет мне горло». «Дело сделано», — удовлетворенно кивнул лорд-символ. «Твоя прежняя жизнь закончилась. Теперь ты уже не мальчик по имени Захариэль Эль-Зуриас, сын Зуриаса Эль-Калиала. С этого дня ты больше не будешь говорить о наследии и заслугах своих предков. Ты не аристократ и не простолюдин. Все это осталось в прошлом. С этого момента ты рыцарь ордена. Ты возрожден к новой жизни. Ты понимаешь это, Захариэль?» «Поднимаю», — ответил тот, чувствуя, как сердце переполняется гордостью. «Тогда поднимись», — сказал лорд-символ. «Больше нет необходимости преклонять колени. Все мы здесь, твои братья. Встань, Захариэль, рыцарь ордена». Глава вторая Рана на его руке не оставит после себя даже шрама. Со временем она затянется, и через несколько месяцев на руке не будет никаких физических признаков того, что ладонь была рассечена. Но, как ни странно, Захариэль все время ощущал порез. Он не причинял боли, не вызывал слабости, и впоследствии, когда он взял в руку пистолет, его хватка осталась крепкой, как и прежде. Несмотря на это, Захариэль чувствовал рану даже после того, как она совсем затянулась. Он слышал, что иногда люди при потере конечности ощущают в ней боль, испытывая загадочное нарушение нервной системы, которое апотекарии не в силах объяснить. Примерно то же самое происходило с Захариэлем. В его руке оставалось едва уловимое ощущение, словно какая-то часть мозга постоянно напоминала о данных клятвах. Это ощущение было с ним всегда, словно линия на ладони, невидимая глазу, но все же существующая, была высечена в его душе. Если бы он попытался дать название этому явлению, он назвал бы его «совесть». Что бы это ни было, фантомная рана на ладони останется с ним до конца жизни. Со временем он к ней почти привыкнет. Захариэль и Немиэль выросли вместе. Их возраст различался всего на несколько недель, и кроме того, они состояли в кровном родстве. Хотя они были дальними родственниками и принадлежали к различным ветвям обширного аристократического семейства, их можно было принять за родных братьев. От предков оба унаследовали худощавые лица и орлиные профили, но связь между ними была гораздо глубже, чем случайное внешнее сходство. По монастырской традиции, все члены сообщества считались братьями между собой, но связывающие Захариэля и Немиэля узы были гораздо крепче обычного родства рыцарей. Они считали друг друга братьями задолго до того, как вступили в ряды претендентов на звание членов Ордена. С тех пор связь между ними не раз подвергалась испытаниям, но стала только крепче. В тысячах случаев они полагались на поддержку друг друга, несмотря на то, что дружеское соперничество заставляло каждого стремиться к новым высотам. В их отношениях всегда присутствовал элемент естественного братского соревнования. С самого раннего детства они пытались превзойти друг друга всеми возможными способами. В любом деле каждый хотел стать победителем, самым быстрым бегуном, самым сильным пловцом, самым точным стрелком, лучшим наездником и лучшим бойцом на мечах. Область соревнования совершенно не играла роли, коль скоро один из них мог превзойти другого. Мастера Ордена сразу заметили их склонность к соперничеству и всячески его поощряли. По отдельности они были бы средними претендентами на звание рыцаря, зато вместе, движимые взаимным соперничеством, могли достичь внушительных успехов. Их наставники говорили об этом словно бы между прочим, поскольку на Калибане не было принято расточать похвалы. Однако от Захариэля и Немиэля ожидали отличных результатов и быстрого продвижения в Ордене. Старшему по возрасту Немиэлю, хотя разница составляла всего пару недель, постоянное соревнование давалось труднее, чем Захариэлю. Временами их соперничество представлялось ему гонкой, которую он не мог выиграть. Каждый раз, когда Немиэль считал, что одержал верх, Захариэль неизменно опровергал его предположения, сравнивая и даже улучшая результаты. Захариэль смутно понимал важную роль брата в достижении любых успехов. Без Немиэля, без желания испытать себя и превзойти брата, он мог и не попасть в Братство Ордена. Он мог никогда не стать рыцарем, соответственно, он никогда не завидовал достижениям Немиэля. Что бы ни случилось, он радовался успехам брата так же искренне, как и своим собственным. Но для Немиэля все обстояло по-другому. Время от времени, отчаявшись обогнать брата, он начинал испытывать тайное раздражение по поводу его успехов. Несмотря на то, что он изо всех сил старался контролировать свои мысли, Немиэль нередко замечал, что в глубине души испытывает страстное желание ограничить достижения Захариэля. Нельзя сказать, что он желал брату зла или неудачи, просто ему хотелось, чтобы триумфы Захариэля не превосходили его собственные успехи. Возможно, это было ребячеством, но соревнование так определяло их жизнь, что Немиэлю было трудно перерасти это чувство. В конечном счете, в его отношении к Захариэлю соперничество имело такое же значение, как и братские узы. Такова была природа их жизни. В будущем эти чувства решат их судьбы. — Если это все, на что ты способен, — насмехался Немиэль, уклоняясь от выпада Захариэля в поединке на мечах, — то тебе лучше сразу сдаться. Захариэль, держа оружие близко к туловищу, ринулся вперед и толкнул брата плечом в грудь. Немиэль ожидал этого приема, но Захариэль был сильнее, и оба мальчика свалились на каменный пол тренировочного зала. Немиэль вскрикнул от удара, перекатился и поднял меч, а Захариэль только ткнул своим клинком в то место, где только что лежал его противник. — Это далеко не все, что я могу, — ответил Захариэль, запыхтев от напряжения. — Пока я только играл с тобой. Схватка длилась уже почти пятнадцать минут. Пятнадцать полновесных минут прыжков вперед и назад, финтов и выпадов, блоков и уверток, парирования и контратак. Оба мальчика истекали потом. Мускулы горели, а руки и ноги налились свинцом. Вокруг них стояли их товарищи-кандидаты, и каждый криками поддерживал своего любимца, а мастер Рамиэль наблюдал за поединком с отеческой гордостью и некоторым раздражением. — Ради любви к Калибану, заканчивайте, наконец, бой! — крикнул Рамиэль. — У нас сегодня есть еще и другие уроки. Заканчивайте, или я объявлю ничью. Слова наставника придали Захариэлю сил и решимости, но он видел, что такое же действие они произвели и на Намиэля, как и рассчитывал Рамиэль. Ни один из братьев не хотел ничейного результата, каждого устраивала только победа. Захариэль увидел, как у Намиэля перед атакой напряглись мышцы, и сам устремился вперед. Меч был нацелен в живот Намиэля. Учебный клинок был тупым и с закругленным концом, но все же изготовлен из прочного металла, и в руках Захариэля мог причинить немалый ущерб его противнику. Намиэль ударом вниз отвел удар, отбросив клинок в сторону, но Захариэль и не рассчитывал на этот выпад. Оружие Намиэля все еще оставалось сбоку, а Захариэль, используя инерцию прыжка, нанес брату удар кулаком по голове. Маневр получился не слишком точным, но он произвел ожидаемый эффект. Намиэль вскрикнул, выронил меч и закрыл руками лицо. Именно этого и ожидал Захариэль. Он закончил бой ударом коленом в живот Намиэля, отчего тот согнулся пополам и оглушенный звоном в ушах покатился по полу. Захариэль отступил на шаг и оглянулся на наставника. Мастер кивнул. «Победил Захариэль!» — объявил он. Тот судорожно выдохнул и уронил меч. Клинок со звоном ударился о каменный пол, а Захариэль повернулся к еще не оправившемуся от боли Намиэлю. Рамиэль уже развернулся от недавних противников и решительным шагом двинулся к выходу, увлекая за собой воспитанников на следующий утомительный урок. Захариэль протянул брату руку. «Как ты?» — спросил он. Намиэль все еще держался за голову и плотно сжимал губы, стараясь не показать, насколько ему плохо. На одно мгновение Захариэль ощутил раскаяние за то, что так сильно ударил брата, но быстро прогнал эти мысли. Его долг — побеждать в каждой схватке и стараться изо всех сил, как диктовало учение Ордена. Прошло два года с тех пор, как он был принят в Орден, и меньше месяца назад ему исполнилось девять лет. Особого повода отмечать эту дату у него не было, но рыцари-наставники Ордена тщательно следили за датами, вели точные записи и отмечали достижения каждого из членов в соответствующий отрезок времени. Намиэль отметил девятый день рождения немного раньше, и хотя их возраст был почти одинаковым, а внешне мальчики все так же походили друг на друга, характеры представляли собой полную противоположность. Захариэль заметил, что Намиэль позабыл о результате поединка сразу, как только понял причину своего поражения. — Все в порядке, брат, — ответил Намиэль. — Не так уж и плохо. Я видел, как ты это сделал, и ты больше не поймаешь меня на эту уловку. И Захариэль знал, что брат прав. Каждый раз, когда он пытался повторно применить успешный прием, схватка бывала проигранной. Победить Намиэля можно, но невозможно победить его дважды одним и тем же способом. — Надеюсь, ты не очень разочарован, — сказал Захариэль. — Может, я и выиграл, но победа далась мне нелегко. — Кого волнует, насколько легко это было? — огрызнулся Намиэль. — Ты ведь одержал победу, не так ли? Захариэль все еще держал руку, и Намиэль в конце концов принял предложенную помощь и поднялся на ноги. — А, не обращай внимания, — сказал он, отряхивая пыль. — Я просто переживаю свое поражение, да еще на глазах у Намиэля. Наверное, надо чаще вспоминать обо всех тех случаях, когда я укладывал тебя на обе лопатки. — Ты прав, — согласился Захариэль. — Я думаю, в человеческой натуре есть нечто такое, что заставляет нас порой вспоминать только о своих неудачах, а мы должны помнить о том, как мы были счастливы. — Счастливы? О чем это ты? — воскликнул Намиэль, направляясь вместе с братом вслед за остальными воспитанниками к выходу из тренировочного зала. — Ты только что ударил меня по голове, и мы живем в мире, населенном зверями-убийцами. О каком счастье ты говоришь? Захариэль взглянул на брата, опасаясь насмешки. — Подумай сам. Из всех времен истории Калибана нам повезло родиться в один период с такими людьми, как Леон и Лютер. — Мы успеем принять участие в кампании против великих зверей? — Ну да, конечно. Это великое счастье — отправляться в леса и встретиться там лицом к лицу с чудовищами, которые либо проглотят нас целиком, либо разорвут на части. Теперь Захариэль был уверен, что брат его поддразнивает. Ведь Немиэль всегда был склонен похваляться, какого смертельно опасного монстра он убьет, как только ему позволят ответить на вызов и проявить свою отвагу в бою против великого зверя. Он не стал отвечать на насмешку и с пылом продолжал. — Но мы здесь! Мы претенденты Ордена! И когда-нибудь станем рыцарями! Захариэль широким жестом обвел зал. Высокие стены, ряды оружейных стендов, спираль на полу и гигантскую мозаику с символом Ордена, повернутым клинком вниз мечом. Посмотри вокруг! Мы учимся, чтобы стать рыцарями и избавить наш мир от угрозы нападения зверей. День, когда будет убита последняя из чудовищ, войдет в историю Ордена и всего Калибана, и его не забудут и за тысячу лет. «История творится на наших глазах, и если нам повезет, мы будем присутствовать при этих событиях». — Все это верно, братец, — согласился Немиэль. — Люди будут говорить, что мы жили во времена перемен, правда? — Времена перемен? — Ты должен помнить, об этом нам говорил мастер Ремиэль, когда мы были еще новичками и оставались в темноте за дверями Ордена, прося нас принять. — Я помню, — сказал Захариэль, хотя от той ночи, что они провели у дверей крепости монастыря Ордена, у него в памяти почти ничего не осталось, кроме ужаса перед тьмой ночи и скрывающимися в ней хищниками. Он говорил, что эта фраза пришла к нам с древней Терры, — продолжал Немиэль. Когда люди переживали периоды великих изменений, какие-то повороты истории, они называли их временами перемен. Существовало даже такое выражение «пусть тебе доведется жить во времена перемен». Так они и говорили. — Пусть тебе доведется жить во времена перемен, — повторил Захариэль. — Мне нравится. Само выражение звучит отлично. Я понимаю, что рыцарям не подобает верить в такие вещи, но эти слова звучат как молитва. Они и были молитвой, только в плохом смысле. Такие слова они говорили своим врагам. Это было скорее проклятие. Проклятие? Я не понимаю. Мне кажется, они предпочитали спокойную жизнь. Они не хотели ни кровопролитий, ни потрясений. Они не стремились к переменам. Наверное, они были счастливы. Хотели прожить долгую жизнь и умереть в своих постелях. Я думаю, они считали свою жизнь превосходной. И меньше всего хотели, чтобы какой-нибудь поворот истории все разрушил. Такое трудно даже представить, — заметил Захариэль, укладывая поднятый из пола меч на оружейную стойку. — Как можно вообразить, что кто-то полностью удовлетворен своим жребием и ничего не хочет изменить? Может, все дело в том, что мы живем на Калибане? Жизнь здесь тяжелая, и все привыкли к кровопролитным сражениям и потрясениям. — Наверное, на Терре все по-другому, — высказал предположение Немиэль. — Наверное. Просто мы принимаем как должное, что вся наша жизнь проходит в борьбе. По сравнению с Калибаном, Терра, вероятно, могла бы показаться настоящим раем. — Если только она существует, — заметил Немиэль. — Есть люди, которые утверждают, что это миф, придуманный нашими предками. Наше общество зародилось на Калибане, и на Калибане оно умрет. Нет никаких звездных кораблей и потерянных братьев на других планетах. Все это обман, придуманный из лучших побуждений, чтобы успокоить нас в особенно тяжелые периоды. Но все же обман. — Ты в самом деле так думаешь? — спросил Захариэль. — Ты считаешь Терру выдумкой? — Да, может быть. Не знаю, — признался Немиэль, пожимая плечами. — Мы можем сколько угодно смотреть на звезды в небе, но трудно поверить, чтобы там кто-то жил. Так же трудно, как и вообразить совершенный мир, в котором не хочется ничего изменить. Ты прав, брат. Наши жизни посвящены борьбе. Это все, чего мы можем ожидать, по крайней мере, на Калибане. На этом их дискуссия была прервана гулким голосом Ремиэля, донесшимся из-под входной арки в дальнем конце зала. — Эй, вы, двое, пошевеливайтесь! — кричал наставник. — Вам сегодня вечером вне очереди заступать в дозор на сторожевых башнях. Или вы хотите, чтобы брат Амадис вас ждал? Мальчики взволнованно переглянулись, но Немиэль опомнился первым. — Брат Амадис вернулся? — Да, — кивнул Ремиэль. — Мне следовало бы послать вас на кухню за такую проволочку, но если вы пропустите его рассказ, это не пойдет на пользу вам обоим. Захариэль вместе с Немиэлем стремглав кинулся к арочному выходу, ощущая радостное волнение и прилив новых сил. — Брат Амадис, герой Мапониса, его герой. Мальчики проскочили под входной аркой, и Захариэль опять подумал, что круглому залу крепости Алдарух очень подходит его название. Пылающие факелы по обе стороны от входа наполняли огромное помещение запахами ароматических смол. Зал был уже почти полон, и сотни новичков, претендентов и рыцарей заняли каменные скамьи, ступенями расходившиеся от центрального мраморного возвышения. Высокие колонны, стоящие по кругу через равные промежутки, вверху изгибались, образуя величественные арки под высоким куполом крыши. С золотисто-зеленого потолка свисала огромная люстра, мерцавшая сотнями свечей. Стены зала почти целиком состояли из витражей, каждый из которых запечатлел какое-либо деяние рыцарей Ордена. Большая часть этих панелей славы изображала подвиги Льва и Лютера, но были картины, созданные еще до их появления, а несколько сюжетов посвящалось герою Мапониса, брату Амадису. Один из старейших рыцарей Ордена, откликнувшийся на призыв Льва освободить Калибан от великих зверей, брат Амадис был известен всему миру как отважный и могучий воин, воплощавший в себе все черты настоящего рыцаря, не только Ордена, но и всего Калибана. Его исполненные героизма и благородство подвиги восхвалялись в эпических сказаниях, и почти все дети Калибана, подрастая, слышали о них из уст своих отцов. Амадис лично уничтожил великого зверя из Калкаса и возглавил воинов в борьбе против хищных кровавых рыцарей из подземелий Эндриаго. До появления Джонсона многие считали, что именно брат Амадис со временем станет очередным гроссмейстером Ордена. Но этому не суждено было случиться. Хотя теперь все были уверены, что после удачной охоты этот пост достанется Джонсону, Амадис не держал зла и вернулся в леса, чтобы разить великих зверей и повсюду распространять славу Ордена. Все возрастающее число мальчишек, приходящих к массивным воротам крепости Алдарух, были привлечены сюда не только славой льва, но и популярностью Амадиса. Захариэль и сейчас вспоминал, как в ненастные вечера слушал у очага славные истории о борьбе против кровавых рыцарей. Его отец всегда выбирал самые темные колдовские ночи и рассказывал об этом словно ткал ковер, запечатлевающий ужасы и разнузданные празднества, чтобы посильнее напугать сыновей, прежде чем завершить повествование описанием героической победы Амадиса над предводителем кровавых рыцарей в честном бою. «Похоже, здесь собрались все обитатели крепости», — заметил Намиэль, «пока они толкались на самом верхнем ярусе, отыскивая себе места. Они без стеснения отпихивали локтями недавно принятых новичков и претендентов, которые провели в Ордене меньше времени, и ни один не осмеливался возразить мальчикам, пришедшим в крепость раньше. В Ордене действовала негласная, но четкая иерархия, и никто никогда не нарушал ее положений. Наконец, братья нашли подходящее местечко впереди недавно принятых претендентов, среди тех, кто был одного ранга с ними. Хотя до центрального возвышения было довольно далеко, зато в отношении отличного обзора с верхним ярусом не могло сравниться ни одно другое место. На центральной площадке было еще пусто, лишь в самой середине стояло похожее на трон кресло. «Кажется, мы пришли вовремя», — сказал Захариэль, и Немиэль согласно кивнул. С потолка круглого зала свисали знамена, и, глядя на них, Захариэль ощутил знакомое волнение, читая по ним историю Ордена, полную благородных подвигов и бесстрашных сражений. Золотое шитье сверкало на зеленых и голубых церемониальных штандартах, но больше всего было боевых стягов, отороченных красными полосами. Флаги покрывали весь потолок, словно кто-то растянул над залом гигантское лоскутное одеяло, а потом разрезал его на свисающие полоски. По какому-то таинственному сигналу шум среди новичков, претендентов и рыцарей прекратился, и Захариэль услышал скрип открывающейся деревянной двери, а потом металлический звон доспехов и четкие шаги по мраморному полу. Он вытянул шею и, наконец, увидел человека, благодаря которому решил стать рыцарем. В центр зала вышел одинокий воин в черненых доспехах Ордена. Захариэль старался подавить возникшее разочарование. Ожидая встречи с легендарным гигантом из героического эпоса, равным Леону Эль Джонсону, он увидел, что брат Амадис – обычный человек. Он понимал, что глупо было ожидать чего-то другого, но убедиться, что воин его героической мечты – всего лишь простой человек из плоти и крови, совсем не похожий на могучего Левиафана из преданий, было немного грустно. И все же, пока он старался примириться с реальным обликом своего героя, Захариэль заметил в его наружности нечто необъяснимое. Амадис прошел к центральному возвышению так, словно весь монастырь принадлежал ему, и уверенность окутывала его фигуру, будто плащ. Он явно не сомневался, что все слушатели собрались только ради него, и его право и священный долг выступить перед ними. Но за уверенностью, которую многие могли бы расценить как чудовищное высокомерие, Захариэль мог видеть на лице Амадиса и легкое смущение, словно воин предвидел такое собрание, но находил всю эту ситуацию слегка абсурдной. Чем дольше Захариэль смотрел на человека в центре зала, тем яснее видел в каждом его движении безоговорочную убежденность, ясность цели и спокойную отвагу. Амадис, как истинный воин, на ходу крепко сжимал эфес меча, и Захариэль ощутил, как с каждой секундой в его душе растет восхищение этим легендарным героем. В окружении столь могучих и отважных рыцарей, что даже просто находиться с ними в одном помещении могло считаться огромной честью, Захариэль думал, что эти воины не знают страха. Но сейчас, глядя на привлекательное обветренное лицо брата Амадиса, он понял, насколько необоснованно его предположение. Мальчишкой он не раз испытывал страх в лесах Калибана, но думал, что, став рыцарем, навсегда расстанется с этим неприятным чувством. Брат Амадис сталкивался с чудовищными врагами и одолел их вопреки страху. Испытать страх, настоящий ужас и добиться победы, несмотря ни на что, казалось ему более значительным достижением, чем триумф, полученный без испуга. Брат Амадиса кинул взглядом аудиторию и молча кивнул, словно испытывая удовлетворение от состава своих слушателей. «Если вы пришли, чтобы послушать долгую и воодушевляющую речь, боюсь, я вас разочарую». Голос Амадиса легко достигал самых дальних пределов круглого зала, и каждое слово рыцаря пробуждало в душе Захариэля дрожь волнения. Такими звучными и мощными голосами обладали еще только Лютер и Лев. «Я простой человек», — продолжал Амадис. «Я воин и рыцарь. Я не привык произносить речи и участвовать в представлениях, но Лев попросил меня сегодня поговорить с вами, хотя я вовсе и не оратор. Я вернулся в крепость Алдорух, и некоторое время буду работать с рыцарями-наставниками, так что в последующие недели и месяцы, пока снова не уйду в леса, я надеюсь встретиться с каждым из вас». При мысли о возможности учиться у такого прославленного воина, как Амадис, у Захариэля сильнее забилось сердце, а в душе поднялась волна неудержимого восторга. «Как я уже говорил, я чужд всяким театральным эффектам, но не могу не признать, насколько они важны и для вас, и для меня», — сказал Амадис. «Мое выступление вызовет у вас желание стать самыми лучшими рыцарями, потому что я способен показать, к чему надо стремиться, и даст повод для самосовершенствования. Глядя на ваши лица, я вспоминаю, откуда я пришел и каким был когда-то. Обо мне рассказывают множество историй, и некоторые из них даже правдивы». В зале раздались вежливые аплодисменты, а потом брат Амадис продолжил. «Так уж вышло, что почти все они правдивы, но дело не в этом. Суть в том, что когда человек слышит часто повторяемые вещи, он начинает им верить. Говорите ребенку постоянно, что он никуда не годен и является только обузой, и он поверит этому отвратительному утверждению. Говорите человеку, что он герой, и он постепенно начнет в это верить и считать себя выше всех остальных. Если на кого-то обрушится шквал, похвал и лести, он может решить, что достоин всяческого преклонения, а остальные должны уступать его воле. Сегодняшнее собрание – это веское напоминание, что я не такой человек. Я тоже когда-то был новичком и холодной ночью стоял перед воротами монастыря. Я тоже ходил по спирали под розгами рыцарей-наставников и тоже отправился на поиски зверя, чтобы доказать ордену свою отвагу. Вы сейчас находитесь там, где когда-то был я, а я там, где может оказаться любой из вас. Захариэлю казалось, что слова Амадиса обращены прямо к нему, и он понимал, что сохранит воспоминания об этом дне до конца своей жизни. Он запомнит каждое слово рыцаря и будет жить, согласуя с ними свои поступки. Речь отважного воина была не просто внимательно выслушана присутствующими, его слова проникали в душу каждого. Оглядевшись, Захариэль понял, что каждый новичок, каждый претендент и рыцарь чувствует, что слова Амадиса обращены лично к нему. В круглом зале раздались оглушительные аплодисменты и одобрительные крики, все дружно вскочили с мест. Такое выражение чувств для Алдаруха было делом неслыханным, и энтузиазм собратьев захватил Захариэля. Он повернулся к брату. Немиэль тоже разделял общую гордость. Сила и убежденность речи Амадиса так подействовали на Захариэля, что он тотчас поклялся себе стать величайшим рыцарем ордена, самым отважным воином из тех, кто отправлялся на битву с врагами Калибана из мемориальных врат Алдаруха. Несмотря на гордость и некоторое высокомерие этих клятв, он пообещал себе никогда не забывать, что значит быть рыцарем, не забывать о смирении, сопутствующем всем великим деяниям, и об удовлетворении при мысли, что вера в истинность своей цели и есть истинная причина для ее достижения. Наконец аплодисменты стали стихать, и Амадис взмахом руки оборвал выкрики и шум. «Хватит, братья, хватит!» С улыбкой сказал он. «Я не для этого пришел сюда. Несмотря на свои заверения, я, кажется, произнес довольно длинную речь, но, надеюсь, она не была слишком скучной, не так ли?» Глава третья. Кошмар всегда начинался одинаково. Это было два года назад, и он с семилетним мальчишкой пришел к крепости-монастырю Алдарух вместе с двумя сотнями таких же желающих стать претендентами на звание рыцаря Ордена. Какие бы приятные мысли не бродили в его голове, темнота каждый раз возвращала в первый день знакомство с Орденом. Набор новичков в Орден проводился только раз в году, в середине зимы, и десятки мальчишек приходили к его воротам, отчаянно надеясь попасть в горстку счастливцев и вступить на путь, ведущий к рыцарству. Процедура отбора была одинаковой для всех. Стражники, охранявшие ворота, объявляли, что существует лишь один способ быть принятым в претенденты и начать обучение. Они должны провести всего одну ночь за воротами крепости до самого рассвета. В течение этого времени они должны оставаться каждый на своем месте. Они не имели права есть, спать, садиться на землю или отдыхать как-то иначе. Более того, было приказано сдать теплую одежду и обувь. В тот день, когда Захариэль проходил это испытание, было пасмурно, и снег, лежавший на стенах и ветвях деревьев вокруг крепости широкой бахромой, придавал окрестностям странно праздничный вид. Немиэль тоже был с ним. Они оба решили стать рыцарями и надеялись, что выдержат испытания и их примут как претендентов в члены Ордена. К тому времени, когда началась проверка, снег уже покрывал землю и продолжал идти целый день, пока высота слоя не достигла их коленей. Край леса отстоял от крепости на несколько сотен метров, но им казалось, что темнота, словно живое существо, тянется к ним из-за деревьев и заключает в мягкие, но совсем недружеские объятия. Захариэль заворочился во сне, но призрачный холод пробирал до костей и вызывал дрожь во всем теле. Он уже узнал постоянно преследующий его кошмар, но даже это не помогло вырваться из его цепких объятий. Конечности они имели до такой степени, что он опасался из-за обморожения лишиться пальцев рук и ног. Он знал, что утром, освободившись от темноты, будет проверять их, желая убедиться, что ночной кошмар не превратился в реальность. В течение всего дня стражники изо всех сил старались сделать их испытания еще более тяжкими. Они расхаживали по рядам несчастных босых мальчишек и жестокостью или посулами старались сломить их решимость. Один из стражников назвал Немиэля безмозглым простаком, который осмелился надеяться стать достойным приема в орден. Другой попытался соблазнить Захариэля одеялом и горячей едой, если только тот откажется от своих амбиций и прекратит испытания. Захариэль снова видел над собой смеющееся лицо стражника и слышал его слова. «Иди внутрь, мальчик! Тебе нет смысла стоять здесь и мерзнуть! Тебе все равно не удастся вступить в орден! Всем известно, что мы не получаем того, чего хотим! Ты и сам это знаешь! Я вижу тебя насквозь! Иди внутрь! Тебе же не хочется оставаться снаружи всю ночь! После захода солнца под стенами крепости бродят всякие хищники. И львы, и медведи, и много других зверей. Они очень обрадуются, увидев в чистом поле мальчишек. Ты для них окажешься великолепной закуской!» До этого места кошмар разворачивался по одному и тому же сценарию, следуя воспоминаниям. Но в какой-то момент, никогда не повторяясь, он превращался в совершенное безумие. И начинались события, не имевшие к памяти никакого отношения. От этих вещей Захариэль очень хотел бы избавиться, но в отличие от приятных сновидений, они не желали пропадать. На этот раз Захариэль стоял рядом со светловолосым мальчиком, которого до сих пор не встречал ни в жизни, ни в кошмаре. Этот парень был очень привлекателен и явно гордился собой. Он стоял, расправив плечи, и всем своим видом показывал, что со временем станет могущественным воином. К нему подошел стражник с грубым лицом и жестокими желтыми глазами. «Тебе незачем заканчивать испытание», — сказал стражник. «Твоя гордость и выдержка в таких тяжелых условиях привлекла внимание самого гроссмейстера ордена. Твоя судьба решена. Каждый, у кого есть глаза, понимает, что ты добьешься своего и станешь одним из избранников». Захариэль хотел закричать и предостеречь мальчика, чтобы тот не верил лживым посулам, но тот услышал то, что хотел услышать. Слова стражника обещали ему все, чего он хотел. Лицо мальчика при известии о его избрании вспыхнуло от восторга, глаза загорелись неудержимой радостью. Решив, что испытание для него закончилось, он в изнеможении упал на колени, наклонился вперед и поцеловал снег, укутавший землю. Злобный хохот стражников заставил его изумленно поднять голову, и Захариэль увидел, что удручающее сознание собственной глупости затянуло его взгляд мутной пеленой. «Глупый мальчишка!» — закричал стражник. «Ты веришь всякому, кто говорит, что ты лучше других? Мы так и думали, что ты просто самодовольный болван!» Мальчик испустил душераздирающий вопль полной тоски, и Захариэль постарался смотреть прямо перед собой. Несчастного мальчишку с покрасневшими глазами и белым от ужаса лицом поволокли к кромке леса. Густая сеть сплетенных корней и ползучих растений стала затягивать свою жертву все дальше в удушающую чащу, и крики мальчика начали затихать. Голос становился все слабее и слабее, но даже после того, как неудачник скрылся в темноте, Захариэль еще долго слышал его мучительные вопли. Захариэль с трудом прогнал мысли об исчезнувшем соседе. Мороз усиливался, и число кандидатов у дверей Алдаруха стало уменьшаться. Многие мальчики предпочли смириться с клеймом неудачника и прекратить ужасное испытание. Кое-кто подходил к стражникам и умолял приютить их в крепости до утра или хотя бы вернуть теплую одежду и обувь. Другие, измученные холодом и голодом, просто падали в снег и их уносили неведомо куда. К закату осталось примерно две трети мальчишек. Затем стало темно, и стражники вернулись в свои будки внутри крепости, оставив мальчиков наедине с долгой ночной тьмой. Ночные часы оказались самыми тяжелыми. Захариэль метался в кровати, а во сне он дрожал и так сильно стучал зубами, что опасался их раскрошить. Крики из леса окончательно стихли, прекратились издевательства и насмешки стражников. Наступила полная тишина. С приходом ночи темнота и разыгравшееся воображение гораздо успешнее, чем стражники, вселяли в души испытуемых настоящий ужас. Разговоры о приходивших под стены крепости хищниках посеяли семена страха, которые в темной тиши пустили корни и оплели разум. Захариэлю казалось, что ночь растянулась на целую вечность. Она была всегда и никогда не закончится. Ничтожные попытки людей принести в галактику свет оказались тщетными и обреченными на провал. Он вяло постигал странность возникшей в сознании концепции, перебирая идеи и слова, о которых никогда не знал, но был уверен в их истинности. Но больше всего Захариэля пугали звуки. Обычные звуки ночного леса, которые в прошлом он слышал тысячи раз, теперь казались гораздо более громкими и угрожающими. Временами он мог поклясться, что различает голоса хищных птиц, медведей и даже внушающего ужас колебанского льва. Любой треск сухой ветки, шорох листьев, любой крик или взвиск — все это отдавалось гулам в голове и таило в себе угрозу. Смерть скрывалась за его спиной или у самого локтя, и он хотел бежать, хотел отказаться от испытания, хотел вернуться в свое родное селение, к друзьям и семье, к успокаивающему голосу матери и теплому местечку у очага. Он хотел отказаться от ордена и от желания стать рыцарем. Ему было всего семь лет, и он хотел домой. Какими бы ни были страшными и таинственными ночные шорохи, самым худшим испытанием стали голоса, составлявшие наиболее тягостную часть каждого кошмара. Кроме треска деревьев и шороха шагов, из леса доносились миллионы шепчущих голосов, словно там готовился жуткий заговор. Захариэль не знал, слышит ли их кто-нибудь еще, но больше никто не реагировал на звуки, заполнявшие его голову обещаниями власти, наслаждений и бессмертия. Все это могло достаться ему, стоило только шагнуть с покрытой снегом площадки перед крепостью и уйти в лес. В отсутствие стражников Захариэль осмелился повернуть голову и бросить взгляд на беспорядочное сплетение ветвей на краю чащи. Большую часть Калибана занимали леса, и вся жизнь Захариэля проходила среди высоких стволов под густыми кронами, но такого леса он еще никогда не видел. Стволы деревьев сгнили и позеленели, пораженная заразой кора отслоилась и повисла лохмотьями. Тьма, чернее самой темной ночи, притаилась меж ветвей, и хотя голоса звали его туда, обещая, что все будет хорошо, он сознавал, что в мрачных сплетениях чаще скрываются невиданные ужасы и невообразимые кошмары. Как ни странно, но Захариэль знал, что лес из его кошмара не имеет ничего общего с естественными явлениями. Этот лес был настолько необычным, что мог существовать лишь вне пределов миросмертных. Он был сформирован его кошмарным сном, порожден его собственными желаниями и страхами. Скрытые в глубинах леса силы были вне пределов страха и разума, их необузданный стихийный поток бурлил и ревел в гармонии с приливами и отливами человеческих жизней. Во всей этой тьме, в устрашающей мощи, было что-то притягательное. Ведь силу, каков бы ни был ее источник, можно покорить, не так ли? И тот, у кого достаточно воли, чтобы справиться с трудностями, может укротить поток стихийной энергии и заставить ее служить своим желаниям. С такими силами возможно достичь безграничных высот. Можно выследить и истребить всех великих зверей, а другие рыцарские сообщества подчинить своей воле. Весь Калибан станет владением ордена, и все жители станут подчиняться его законам или умрут под мечами ужасных черных ангелов смерти. Эти мысли вызвали у него улыбку и предвкушение славы, которую он завоюет на полях сражений. Он мысленно рисовал себе сцены кровопролитной резни и последующих за ними оргий, представлял пирующих на трупах стервятников и пожирающих тела червей, и пляски безумцев, веселящихся на развалинах мира. Захариэль закричал, и видения в его мозгу рассеялись. Тогда он услышал истинную сущность голосов. Шепот во мраке, двусмысленные обещания, злобный хохот и шипение змей, проникавших в могилы, банальные слова его эпитафии. Но даже после осознания соблазнов, темное царство леса не оставляло его в покое. Обольщение преследовали Захариэля всю ночь, пока почти не заставили бежать навстречу искушениям тьмы. В конце концов, как и всегда, его удержал Немеэль, и даже не словом или каким-то движением, а одним своим присутствием. Немеэль стоял плечом к плечу с ним все время, пока Захариэля мучил кошмар, как оставался рядом и в ту холодную и страшную ночь. Его лучший друг, непреклонный и несгибаемый, стоял, не поддаваясь страхам и сомнениям. Пример брата вселил в сердце Захариэля решимость, и он понял, что без поддержки братских уст Немеэля проиграл бы эту внутреннюю битву. Присутствие брата придавало новые силы, и он не поддался своим страхам. Он пережил эту ночь благодаря поддержке Немеэля. Как только безжалостные видения кошмара уступили место воспоминаниям, над вершинами деревьев показалось солнце, и ужасные голоса отступили. Только дюжина мальчиков оставались еще перед воротами Алдаруха, и Захариэль расслабился в постели, погрузившись в знакомые образы реального мира. В течение ночи многие отчаявшиеся кандидаты устремились к воротам, умоляя стражников впустить их. Слышал ли кто-нибудь таинственные голоса, как слышал он? Ушел ли кто-то из мальчиков в лес? Захариэль никогда не узнал. А когда первые лучи солнца коснулись их замерзших тел, он увидел, как из крепости вышел массивный крепкий человек и направился к ним. Поверх отполированных доспехов на рыцаря развивался широкий белый стихарь с капюшоном, а в руке он держал узловатый деревянный посох. «Я мастер Ромеэль», — сказал он, останавливаясь перед мальчиками. Он сбросил капюшон, и все увидели обветренное лицо человека, которому уже давно минуло пятьдесят лет. «Мне выпала честь стать одним из рыцарей наставников ордена». Он поднял посох и широким взмахом обвел дрожавших от холода претендентов. «Вы станете моими воспитанниками. Вы справились с поставленным заданием, и это очень хорошо. Но вы должны знать, что это было не только испытанием, но и первым уроком. Через минуту вы войдете в крепость Алдарух, согреетесь и получите горячую пищу и сухую одежду. Но раньше я хотел бы обратить кое на что ваше внимание. Вы простояли в снегу под стенами крепости больше двадцати часов. Вы перенесли холод, голод, усталость, не говоря уже об остальных трудностях. И все же вы здесь. Я задам вам один простой вопрос. Почему? Здесь было около двух сотен мальчиков. Почему только вы, а не другие, справились с испытанием?» Мастер Рамиэль переводил взгляд с одного лица на другое, ожидая, что кто-нибудь ответит на его вопрос. Наконец, убедившись, что никто не заговорит, он ответил на него сам. «Потому что ваша воля оказалась сильнее», – сказал им мастер Рамиэль. «Человека можно научить убивать, он может прекрасно пользоваться кинжалом и любым другим оружием, но все это ничего не значит, если он лишен силы духа. Для охоты на великих зверей человек должен обладать немалой силой воли. Сила воли помогает терпеть холод и голод, переносить страх и не сгибаться перед лишениями. Запомните навсегда, разум и воля рыцаря представляют для него такое же оружие, как броня, меч или пистолет. Я научу вас, как развить в себе эти черты, но только от вас зависит, пойдет ли учение вам на пользу. В конечном счете вопрос ваших побед и поражений будет решаться в глубинах ваших сердец. Чтобы стать настоящим рыцарем, требуются моральные силы и великая сила духа. Ну вот, вы прослушали ваш первый урок», – сурово произнес мастер Рамиэль и пристально посмотрел на каждого из своих питомцев, словно желая заглянуть в их души. «А теперь идемте завтракать». После команды наставника мысли Захариэля стали подниматься из глубин подсознания к пробуждению, и тут он услышал отдаленный звон колокола и почувствовал, как чьи-то жесткие руки трясут его за плечи, окончательно вырывая из сна. Все еще ошеломленный кошмаром, он открыл глаза. Зрение сфокусировалось не сразу, и только через несколько секунд он узнал склонившееся над ним лицо брата, который всю ночь поддерживал его в кошмарном сне. «Немиэль», – охрипшим с просонья голосом произнес он, – «а кто же еще это может быть?» «Что ты делаешь, и который теперь час?» «Еще рано», – ответил «Немиэль». «Вставай и поторопись». «Зачем?» – воскликнул Захариэль. «Что происходит?» Немиэль вздохнул, а Захариэль, окинув взглядом их аскетическую спальню, увидел, что все мальчики торопливо натягивают одежду, и на их лицах сверкают взволнованные усмешки, лишенные и тени страха. «Что происходит?» – повторил Немиэль. «Мы отправляемся на охоту, вот что происходит!» «На охоту?» «Да!» – воскликнул Немиэль. «Брат Амадис берет наш отряд на охоту!» Захариэль ехал между деревьями тенистого леса на вороном коне и испытывал привычную смесь возбуждения и страха. Обрывки ночного кошмара всплывали в его памяти и вызывали дрожь, и Захариэль прислушивался, пытаясь уловить пронзительный шепот, который преследовал его в последнее мгновение сна. Но ничего не было, хотя оживленная болтовня его товарищей все равно заглушила бы все звуки, кроме самых громких криков птиц. Рядом с Захариэлем скакал на коне Немиэль, его простодушное лицо и темные волосы почти полностью скрывал шлем, но явное оживление оказалось заразительным. Захариэля выбрали предводителем одной из групп, и позади него, на таких же вороных калибанских конях, ехали девятеро его товарищей. Верховые лошади всех остальных мастей давным-давно вымерли, и в конюшнях ордена разводили только вороных скакунов. Кони, как и их всадники, были еще совсем молодыми, и им тоже предстояло многому научиться, чтобы стать частью знаменитой кавалерии Вороного Крыла. Рыцари Вороного Крыла могли сравниться с бесстрашными героями древних преданий и славились своим искусством молниеносных сражений и партизанских рейдов. Они были настоящими повелителями дикого леса. Они могли долгие месяцы выживать в одиночку в самых опасных чащах калибанских лесов, а крылатые шлемы всегда скрывали их воинов. Быть рыцарем Вороного Крыла означало вести одинокую, но полную опасностей и славы жизнь. В охоте участвовало еще пять групп по десять всадников, и они передвигались по лесу с троем, напоминавшим перевернутую букву Ви, а брат Амадис, как наблюдатель и наставник, постоянно перемещался от одной команды к другой. Охотники уже на много километров удалились от крепости Монастыря Ордена, и возбуждение от скачки почти растопило холодный комок ужаса, оставшийся в груди Захариэля после ночного кошмара. — Как ты думаешь, мы и вправду найдем зверя? — спросил Аттиас, ехавший справа от Захариэля. — Мне кажется, эта часть леса уже очищена от них, не так ли? — Мы никого не найдем, если ты не перестанешь болтать! — бросил Немиэль. — Могу поклясться, тебя слышно даже в алдорухе! От резких слов Немиэля Аттиас вздрогнул, и Захариэль бросил на брата короткий взгляд. Немиэль раздраженно пожал плечами и продолжал путь. — Не обращай на него внимания, Аттиас, — сказал Захариэль. — Он просто скучает по теплой постельке, только и всего. Аттиас кивнул и улыбнулся. Его природный оптимизм помогал легко переносить подобные неприятности. Мальчик был моложе Захариэля, и тот знал его с тех пор, как Аттиас в семь лет присоединился к ордену. Захариэль и сам не понимал, почему взял Аттиаса под свое покровительство, но продолжал помогать ему приспосабливаться к суровой дисциплине, требуемой от кандидатов в рыцари. Возможно, потому, что видел в нем себя самого. Ранние годы жизни в крепости ордена были особенно трудными, и если бы не покровительство Захариэля, Аттиас, несомненно, сломался бы в первые же недели и был бы с позором отослан домой. Как бы то ни было, мальчик справился и теперь стал весьма многообещающим претендентом. Немиэль, напротив, никогда не привечал Аттиаса и сделал его предметом насмешек и зачастую жестоких розыгрышей. Более того, Аттиас стал поводом для непримиримых разногласий между братьями, поскольку Немиэль настаивал на том, что каждый претендент должен самостоятельно справляться с трудностями, а не надеяться на чью-либо помощь. Захариэль же был убежден, что помогать братьям долг каждого из них. «Брат Амадис оказал нам великую честь, возглавив охоту, правда?» «Да, Аттиас, это действительно так», — ответил Захариэль. «Нечасто доводится учиться у такого прославленного рыцаря. Если он будет что-то рассказывать, ты должен ловить каждое его слово». «Я так и сделаю», — пообещал Аттиас. Еще один ехавший поблизости мальчик поднял забрало шлема, чтобы было можно поговорить. Претенденты пользовались поддержанными шлемами, хранившимися в ордене, а коммуникационные системы имелись только у командиров групп. Шлем Захариэля позволял ему общаться с другими лидерами отрядов и с братом Амадисом, а остальным для разговора приходилось открывать лицо. С другой стороны, к Захариэлю подъехал друг Намиэля и его напарник по розыгрышам — Элиот. Он был выше и шире в плечах, чем любой другой претендент, и его массивное тело едва помещалось в доспехах. Несмотря на то, что фигура юноши еще не до конца оформилась, Элиот обладал необыкновенной силой и удивительной выносливостью. Хотя, выигрывая в физической силе, он проигрывал остальным в скорости. Взгляды Элиота и Захариэля никогда не совпадали, и парень в отношениях с другими претендентами обычно брал пример с Намиэля. «Аттиас, а ты взял с собой свой блокнот?» — спросил Элиот. «Да», — ответил Аттиас. «Он в моем рюкзаке, а что?» «Ну, если мы обнаружим великого зверя, тебе надо будет описать, как я его уничтожу. Записи тебе пригодятся, если вдруг столкнешься с чудовищем в наше отсутствие». Неудовольствие мальчика было заметно только по его напрягшемуся подбородку, но Захариэль не мог не признать, что эта насмешка была в некотором роде заслуженной. Аттиас всегда носил с собой блокнот и записывал каждое слово старших рыцарей и остальных претендентов, независимо от того, кому они предназначались. В рундуке у его кровати хранились десятки таких тетрадей, исписанных убористым почерком, и каждый вечер перед тушением огней он заучивал на память целые страницы импровизированных комментариев, словно это были отрывки из изречений. «А может, мне придется написать для тебя эпитафию», – парировал Аттиас. «Если мы столкнемся со зверем, он без сомнения в первую очередь выберет самого упитанного из нас». «Я не толстый», – возмутился Элиот. «У меня широкая кость. Перестаньте, вы оба!» – скомандовал Захариэль, хотя и порадовался за Аттиаса, сумевшего дать достойный ответ Элиоту. «Мы должны научиться охотиться, а я не думаю, что брат Амадис считает подразнивание необходимой частью урока». «Правильно, Захариэль», – раздался в его шлеме уверенный голос. «Но небольшое соперничество в группе никогда не помешает». Никто из остальных претендентов не слышал этих слов, и Захариэль радостно улыбнулся сказанному братом Амадисом, понимая, что тот слышал всю перепалку от начала до конца. «Здоровое соперничество побуждает нас совершенствоваться во всех отношениях, но его нельзя выпускать из-под контроля», – продолжал Амадис. «В этом случае ты хорошо справился, Захариэль. Пусть в отношениях присутствует элемент соревнования, только нельзя, чтобы он перерастал в разрушительную силу». «Спасибо, брат», – поблагодарил его Захариэль по внутренней связи. «Никакой благодарности не требуется. Теперь возьми руководство на себя и принимайтесь за разведку». Захариэль снова улыбнулся. Похвала из уст его героя обволокла его неожиданной теплотой. То, что такой воин, как Амадис, знал его имя, уже было великой честью. Он пришпорил своего коня и заново ощутил возложенную на него ответственность. «Сомкнуть ряды», – скомандовал Захариэль, обгоняя своих товарищей и занимая место на острие В-образного строя. «Отсюда будем двигаться на стороже. Считайте, что началась вражеская территория». Похвала старшего рыцаря придала его голосу особую решительность и силу, так что спутники без всякого ропота выполнили приказ. Намиэль занял место сзади и слева, а другой претендент, по имени Паллиан, выехал точно в такое же положение, но с противоположной стороны. Следом пристроились Элиот и Аттиас, и Захариэль повернулся в седле, чтобы проверить, весь ли отряд сохраняет строй. Убедившись, что все идет как надо, он сосредоточился на окрестностях, на толстых стволах деревьев и густом шатре листвы, пропускавшем отдельные копья солнечных лучей. Землю покрывала опавшая листва, гниющая в сумрачном подлеске, и в воздухе стоял приторный запах, напоминавший о несвежем мясе. Этот район леса оказался каменистым, но кони вороного крыла легко находили ровный путь между валунами и упавшими деревьями. Среди деревьев раздавались загадочные шорохи, однако Захариэль вырос в лесах и легко разбирался в общем шуме, разделяя голоса обитателей колебанской чащи на те, что представляют опасность, и на все прочее. В результате грандиозного похода льва почти всех великих зверей уничтожили, но было известно, что несколько особей еще сохранились, хотя и считалось, что они обитают вдали от этих мест. Менее опасные хищники, невидимые и неслышные, еще таились во всех районах леса, но эти животные редко осмеливались нападать на группы рыцарей и предпочитали выслеживать одиноких путников, покидавших безопасные пределы обнесенных стенами городов и селений. Кроме уханья и карканья хищных птиц, Захариэль различал трески-щелчки самого леса, шелест ветра высоко в верхушках крон и стук лошадиных копыт. Никто, исключая вороного крыло, не мог пробираться в лес совершенно бесшумно, но Захариэлю все же хотелось, чтобы его отряд производил поменьше шума. Даже при условии, что великих зверей здесь нет, всему его отряду вряд ли удастся справиться с остальными хищниками Калибана. Так они ехали, как показалось, несколько часов, не видя солнца над головами и с трудом определяя время. Только изменившийся наклон проникавших сквозь кроны лучей давал слабое представление о том, что их путешествие продолжалось достаточно долго. Захариэлю хотелось поговорить с другими командирами групп, но он опасался выдать свое беспокойство и неуверенность в выбранном пути. Эта поездка должна была подготовить их к тому дню, когда придется отправляться на охоту одним, и ему вовсе не хотелось создавать впечатление, что он не знает, где находится. После бесчисленных тренировочных экспедиций в лесах появилось множество отчетливых троп, слишком много, чтобы определить, какая из них ведет к месту назначения. Захариэль и Немиэль перед выездом ознакомились с картами, и в стенах крепости монастыря маршрут показался им совсем несложным. Однако в лесу все казалось другим. Захариэль был почти уверен, что знает, где они находятся и куда выведет эта тропа, но проверить правильность догадки можно было только по прибытии на место. Оставалось надеяться, что брат Амадис где-то поблизости и следит за тем, как он ведет своих товарищей. Размышления Захариэля были прерваны, когда они въехали под низкие ветви особенно темной поляны, и шорох листьев по шлему показался ему в наступившей тишине оглушительно громким. Осознание того, что лес замолчал, поразило его, но было уже поздно. С деревьев на них упало что-то темное и крылатое с чешуйчатым телом рептилии. В воздухе сверкнули похожие на кривые мечи когти, и один член их группы погиб, разорванный вместе с конем. Брызги крови окропили поляну, воздух наполнился испуганными криками. Захариэль выхватил пистолет, но зверь уже нанес следующий удар. Погиб еще один претендент, его доспехи в одно мгновение были рассечены, а из вспоротого живота вывалились внутренности. Лошади, обезумевшие от запаха крови, завизжали и забили копытами, и мальчики изо всех сил старались справиться со своими скакунами. Крики ужаса и ярости не утихали, но от них не было никакой пользы. Захариэль повернул коня навстречу зверю. Огромное туловище монстра размером с лошадь двигалось волнообразно, словно под блестящей шкурой скрывались миллионы змей. Усеянная шипами голова вертелась на длинной гибкой шее, длинные узкие челюсти сверкали треугольными клыками, словно зубья пилы дровосека. Тонкие прозрачные крылья держались на костяном каркасе и заканчивались длинными острыми когтями. Захариэль никогда не видел ничего подобного, и охвативший его при виде чудовищной наружности ужас едва не стоил ему жизни. Зверь захлопал крыльями, собираясь снова взлететь, а уже через мгновение один из загнутых когтей оставил на нагруднике Захариэля глубокую царапину и сбросил свизжащей от страха лошади. Захариэль больно ударился о землю и тотчас услышал еще один пронзительный вопль. Неловко поворачиваясь в тяжелых доспехах, он попытался подняться на ноги. Едва он потянулся за выпавшим пистолетом, как все вокруг накрыла огромная тень. Повернув голову, он увидел над собой птицу-рептилию, разинувшую зубастую пасть и готовую разорвать его пополам. Глава четвертая Захариэль едва увернулся от зубастого клюва устремившегося к нему чудовища. Перекатившись на спину, он наставил на рептилию пистолет. Три выстрела в потоке пламени прогремели подряд, на мгновение ослепив Захариэля яркой вспышкой. Шлем лишь отчасти поглощал звуки, и грохот стрельбы показался оглушительным. Захариэль, не поднимаясь, сразу постарался откатиться от зверя, ожидая, что каждый миг может стать для него последним. На поляне прогремели еще выстрелы. Зрение постепенно прояснилось после стрельбы, и оказалось, что Немиэль притаился за деревом и тоже палит по зверю, пока тот раздирает в клочья останки лошади Захариэля. Из трех ран в груди чудовища расплавленным воском сочилась кровь, но если повреждения и причиняли твари беспокойство, на ней это никак не отразилось. Великий зверь продолжал оглашать поляну ревом и нападал так же яростно, как и в самом начале. Монстр взмахнул крылом, так что дерево, за которым прятался Немиэль, раскололось, а конец крыла задел грудь мальчика. Немиэль упал на землю, его доспехи треснули, но не развалились, поскольку толстый ствол принял на себя большую часть силы удара. Захариэль наконец-то поднялся на ноги. Его товарищи разбежались по сторонам, ударившись в панику при виде великого зверя. Лошадь Элиота упала с распоротым боком и придавила своего всадника, а Аттиас в оцепенении застыл на краю поляны. Его конь, плотно прижав уши, стоял как вкопанный. Скакун уставился обезумевшими глазами на монстра и не мог сделать ни шагу. Великий зверь повернулся к Аттиасу и испустил раскатистый вопль, потом напрягся и распахнул крылья, явно готовясь к очередной атаке. — Эй! — закричал Захариэль. Он шагнул из-под деревьев и замахал руками над головой. — Иди сюда! Голова чудовища повернулась на длинной змеиной шее, в раскрытой пасти блеснули окровавленные зубы, и черные, бездушные глаза остановились на Захариэле. Он обнажил меч и наставил на жестокого врага пистолет. — Эй, урод! — снова крикнул Захариэль. — Если хочешь его заполучить, сначала придется разделаться со мной! Он не имел ни малейшего понятия, понимает ли монстр человеческую речь, но хотя бы на примитивном животном уровне зверь явно осознал его вызывающее поведение. Захариэль не стал дожидаться реакции монстра и открыл огонь. Пистолет неудержимо дергался в его руке, но пули, выбивали из груди чудовища фонтаны крови. Зверь закричал и кинулся в его сторону, вытянув вперед шею, точно это было зубастое копье. Захариэль прыгнул в сторону, и страшная пасть пролетела мимо всего в ладони от его бока, но затем голова зверя с немыслимой быстротой дернулась в сторону и нанесла скользящий удар, пришедшийся чуть пониже бедра. Он взлетел в воздух и ударился о дерево, да так сильно, что воздух вышибло из легких, а оружие выпало из рук и отлетело в сторону. Вокруг Захариэля раздались крики ужаса, а он лишь встряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Испуганные вопли его товарищей не прекращались, и Захариэль сплюнул кровь и оперся о пахнущую гнилью землю, чтобы приподнять голову. В глазах все еще расплывалось, но Захариэль смог разобрать, что Элиот все-таки выбрался из-под своей лошади, а Намиэль оправился от падения и перебрался за другой ствол. Аттиас наконец очнулся от шока и пытается заставить свою лошадь уйти под деревья, а великий зверь, прихрамывая, направляется в его сторону, явно рассчитывая закусить сразу конем и всадником. Захариэль ухватился за ближайшее дерево и поднялся с земли, едва не вскрикнув от боли в вывихнутой при падении ноге. Он осмотрелся в поисках потерянного оружия, заметил блеск солнечного света на лезвии меча и поднял его. Искать пистолет было уже некогда. Он морщился от боли, но упрямо ковылял к центру поляны. Великий зверь уже бросился в атаку и одним ударом перекусил лошадь Аттиаса пополам. Сам мальчик в последний момент успел выпрыгнуть из седла, упал на ствол поваленного дерева, перекатился через него и замер на земле бесформенной грудой. При движении доспехи Захариэля начали посвистывать из-за пробоин, нарушивших структуру, а защитный механизм стал скрипеть и лязгать. Вес брони внезапно показался Захариэлю непомерно большим, а погнувшиеся пластины задевали за бедро и усиливали боль. — Рассредоточиться! — крикнул он товарищем. — Уходите под деревья и разойдитесь! Не высовываться! Снова послышалась стрельба, и Захариэль увидел, как Паллиан, выбежав к краю поляны, оттащил Аттиаса глубже в лес. Зверь мгновенно бросил павшую лошадь, страшная пасть щелкнула, зубы вцепились мальчику в плечо и рванули вверх. Паллиан оторвался от земли и пронзительно закричал, но тотчас затих, когда зверь откусил ему руку и большую часть плеча. Из страшной раны хлынула кровь. Несчастный упал, а зверь чудовищным волнообразным движением шеи отправил его руку в пищевод. Боль победила шок, и вопли Паллиана снова огласили поляну. Монстр повернул голову в его сторону, пару раз двинул ужасными когтистыми крыльями, и крики прекратились. При виде кошмарного зрелища Захариэль тоже не удержался от крика. Его глаза наполнились слезами боли и ярости, но он опять ступил на поляну, подняв меч, нетвердыми шагами пошел навстречу чудовищу, зная, что зверь обязательно его убьет. Мысль билась в голове с холодной определенностью, но он не мог смотреть, как страдают и гибнут его товарищи, и не попытаться их спасти. «Отвяжись от них, ублюдок!» – зарычал он. «Это мои друзья, и они не для таких, как ты!» Зверь поднял голову, и хотя в его глазах не было ничего, кроме холодной тьмы, Захариэль ощутил его чудовищную жажду убийства. Не для того, чтобы насытиться и выжить, это животное намеренно причиняло боль и получало какое-то примитивное удовольствие от самого процесса умерщвления. Он продолжал ковылять вперед, и зверь, увидев нацеленный в собственное сердце меч, бросил тело Паллиана и издал ужасный рев. По крыльям монстра пробежала легкая дрожь, и Захариэль понял, что должно произойти. Едва правое крыло зверя рванулось в его сторону, он резко взмахнул мечом. Качнувшись в бок, он описал клинком широкую дугу, и лезвие вонзилось в крыло в том месте, где начинались когти. Брызнула молочно-белая кровь, когти оторвались, но в этот момент нога Захариэля окончательно отказала, и он упал на одно колено. Зверь взвыл от боли и отдернул поврежденное крыло, а потом открыл пасть, намереваясь покончить со своим обидчиком. Огромная тень надвинулась на Захариэля, но он видел перед собой только тысячи торчащих зубов. Захариэль уже ощущал зловоние из страшной глотки и различал обрывки плоти, застрявшие на клыках, но в этот момент над его головой сверкнула серебристая сталь, раздался тяжелый стук копыт и громкий боевой клич, и рядом с ним появился могучий рыцарь. Длинный тяжелый меч попал сбоку в пасть зверя, а инерция движения всадника и чудовища загнала клинок через челюсть в самый центр черепа. Всадник на ходу выдернул меч, опытной рукой направив коня мимо пораженного зверя, и монстр покачнулся, а затем его тело рухнуло на землю рядом с Захариэлем. Рыцарь подъехал к голове чудовища. Он вытащил огромный многоствольный пистолет и приставил его к точке между глазами великого зверя. Захариэль видел, как двигается курок, как боек ударяет по запалу, а потом в голове монстра с глухим стуком взорвался мощный заряд. Череп лопнул, разбрызгивая какую-то клейкую жидкость, и только тогда в черных глазах наконец погас хищный огонь. Последнее омерзительное дыхание вылетело из пасти, заставив Захариэля содрогнуться от удушающего смрада. Когда он поднял голову, рыцарь уже убрал пистолет в кабуру. Поверх темных доспехов на нем развивался широкий белый стихарь ордена с вышитым на груди направленным вниз мечом. — Тебе очень повезло, что ты остался в живых, мой мальчик! — произнес рыцарь, и Захариэль мгновенно узнал уверенно звучавший голос. — Брат Амадис, — откликнулся он. — Спасибо, ты спас мне жизнь! — Верно, — кивнул Амадис. — А ты, как я погляжу, спас жизни своих товарищей, Захариэль. — Я защищал свой отряд, — пролепетал тот, чувствуя, как после окончания схватки его оставляют последние силы. Амадис соскочил с седла и не дал ему упасть. — Отдохни, Захариэль, — сказал он. — Нет, — прошептал мальчик, — я должен отвезти их домой. Позволь, я это сделаю вместо тебя, парень. Ты сегодня уже достаточно потрудился. — Тебе повезло, — говорил ему позже Намиэль. — Но на везение нельзя полагаться. Удача имеет свои пределы. Однажды она может тебе изменить. И в последующие годы, когда бы Захариэль не рассказывал о своей встрече с крылатой бестией, его брат всегда повторял одно и то же. Он говорил об этом потихоньку, на ухо братьям, в оружейном зале или под сводами тренировочных камер, словно бы не желая принижать заслуги Захариэля перед товарищами, но никогда не мог оставить его рассказ без комментариев. Этот случай казалось вечной и с занозой впился под кожу Намиэля, словно исход битвы стал для него постоянным источником скрытой досады, даже раздражения. Он никогда не выражал своих чувств открыто, но временами начинал вроде бы попрекать Захариэля, как будто исподволь намекал, что все последующие успехи брата, все его достижения основывались на обмане. Захариэль находил его поведение странным, но никогда не выяснял с братом отношений. Он поступал так, как не мог поступить Намиэль, старался не обращать на это внимание. И никогда не оспаривал слов Намиэля. Он спокойно слушал, игнорировал скрытую горечь и принимал их за доброе намерение. Поступить иначе означало бы для него поставить под удар их многолетнюю дружбу. «Тебе повезло», — говорил Намиэль. «Если бы не удача и подоспевший брат Амадис, зверь перебил бы всех нас». Захариэль не мог с этим спорить. Спустя неделю приятели-претенденты, собравшись у тренировочных камер, попросили Захариэля поведать о сражении. Каждый раз, когда он рассказывал, как стоял перед чудовищем, повествование становилось еще более волнующим, чем это было на самом деле. Его слушателям могло показаться, что он говорит о высоких идеалах и грандиозном приключении. Нельзя сказать, чтобы он лгал, хотя бы в деталях, просто понял, что повторение размывает границы его собственных переживаний. С каждым разом его рассказ все больше походил на волшебную сказку или миф. В отчаянной и безумной горячке сражения все сводилось к битве между жизнью и смертью, а победа достигалась кровью, потом и слезами. Борьба была неравной, и Захариэль до самого конца считал, что чудовище их всех уничтожит. Тогда он был уверен, что ужасная пасть монстра, разинутая, словно готовая поглотить его бездна, последнее, что он видит в жизни. Если бы от него что-то и осталось в качестве надгробного камня, то только комок непереваренных обломков доспехов, оказавшихся несъедобными для хищника и выплюнутых спустя некоторое время. Захариэль ожидал именно такого конца. Великий зверь казался ему слишком сильным, слишком грозным и слишком древним, чтобы его, возможно, было убить. Если бы не брат Амадис, все так бы и случилось. Но, повторяя свой рассказ, он не говорил братьям о своих мыслях. Его часто просили повторить историю сражения, но Захариэль быстро понял, что никто не хочет выслушивать его личные переживания. Все жаждали услышать нечто волнующее, историю о героических подвигах и рыцарской отваге, приведшей к неминуемому торжеству добра над злом. Наверное, такова человеческая натура. Его слушатели хотели видеть в нем героя. Они жаждали от него уверенности, мудрости, учтивости, хладнокровия, стремительности, привлекательности, обаяния и даже вдохновения. Но истина заключалась в том, что Захариэль в тот момент искренне верил в скорую гибель. Он не позволил этой мысли поколебать свою решимость, но она все равно была. Никто не хотел выслушивать эту истину. Никто не хотел знать, что у героя глиняные ноги. Впоследствии, в редкие моменты спокойной жизни, он будет удивляться недальновидности человеческих суждений. Захариэль считал, что его победа имеет еще большую ценность из-за того, что он испытывал страх. Однако другие кандидаты в рыцаря считали неподобающим говорить о своих чувствах. Казалось, они считают страх постыдным грехом для человеческого сердца, а потому его слушатели хотели быть уверены, что их герои не испытывают таких эмоций. Как будто это могло помочь им самим когда-нибудь освободиться от собственных страхов. Захариэлю это казалось неправильным. Преодолеть страх можно лишь одним способом – противостоять ему. А если притворяться, что страха не существует, или он может однажды испариться, будет еще хуже. Часть вторая. Зверь. Глава пятая. Шли годы, и репутация Захариэля в Ордене значительно упрочилась. Сражение с крылатым монстром едва не стоило ему жизни, но в конечном счете пошло на пользу. Его имя стало известно старшим мастерам, и хотя чудовище было убито братом Амадисом, рыцарь добился того, что каждый член Ордена узнал о храбрости Захариэля в этой схватке. Погибших мальчиков похоронили с почестями, и жизнь пошла своим чередом. Претенденты по-прежнему тренировались и жили в стенах крепости монастыря, постепенно продвигаясь по нелегкому пути к рыцарскому званию. Захариэль не жалел сил на упражнения с пистолетом и мечом, и твердо решил, что при следующей встрече с великим зверем ему не придется полагаться на чью-либо помощь. Он хотел быть готовым убить любое чудовище Калибана без малейшего промедления. По окончании последнего урока мастер Рамиэль напутствовал своих воспитанников. «Всегда помните, что вы не просто убийцы. Любой глупец может взять кинжал и попытаться всадить его в тело противника. Он может попробовать провести выпад, финт или парировать ответный удар. После соответствующего обучения он может стать специалистом, но вы не такие или, надеюсь, не станете такими. Вы претенденты на звание рыцаря Ордена и со временем станете защитниками народа Калибана». «Прекрасные слова, правда?» — сказал Немиэль, опускаясь на скамью для отдыха и вытирая лицо льняным полотенцем. «Конечно, прекрасные», — согласился Захариэль. «И за сотню раз повторений, что я их слышал, не стали хуже». Урок был посвящен приемам защиты при бою с мячом на близкой дистанции, и после тренировки тела обоих мальчиков заблестели от пота. Их давнее соревнование по-прежнему продолжалось с переменным успехом, но в последнее время Немиэль стал понемногу вырываться вперед. «Мастер Ромиэль очень любит цитировать изречение. Верно, и мне кажется, он считает всех нас похожими на Аттиаса, который записывает каждую услышанную цитату. «Что ж, пока мы учимся сражаться, я готов время от времени выслушивать одно и то же», — сказал Немиэль. «Надеюсь», — продолжил Захариэль, — «что к следующей схватке с великим зверем мы будем более подготовленными». Между ними воцарилось напряженное молчание. Захариэль в душе проклинал себя за упоминание о великих зверях. Эта тема каждый раз служила Немиэлю напоминанием, как его брат добился славы и общего признания, защищая товарищей до тех пор, пока не подоспел брата Мадис и не убил чудовище. А сам Немиэль тогда заработал только несколько дней лазарета. «Как ты думаешь, чудовище было разумным существом?» — спросил Немиэль. «Какое чудовище?» — откликнулся Захариэль, хотя прекрасно понимал, о чем идет речь. «Крылатое чудовище, которое напало на нас несколько лет назад». «Разумным?» — повторил Захариэль. «Мне кажется, это зависит от того, что ты понимаешь под словом «разумный». Да, я думаю, оно обладало определенным интеллектом. Я твердо в этом уверен. Но было ли оно по-настоящему разумным?» «Помню, брат Мадис говорил, что показателем разумности можно считать способность существа планировать что-то заранее или использовать логическое мышление для решения каких-либо задач. «А что думаешь ты, брат?» — настаивал Немиэль. «Ты считаешь то чудовище разумным или нет?» «Я и сам не знаю. Мне кажется, человеческому разуму слишком трудно понять логику нечеловеческого существа. Я могу сказать только, что я тогда чувствовал». «И что же ты чувствовал?» — спросил Немиэль. «Я ощущал себя мухой в паутине этого монстра». Захариэль продернул промасленный лоскут через дуло пистолета и стер все следы недавней стрельбы. Оружие стало бить немного влево, и его результаты из-за этого оказались в самом низу таблицы общих показателей. Когда Захариэль пожаловался на выявленный недостаток, рыцарь-оружейник просто посоветовал ему перед следующей стрельбой тщательнее вычистить пистолет. Оскорбительный намек привел Захариэля в ярость, но он все еще был претендентом и не имел права ответить полноправному рыцарю той же монетой. Вместо этого Захариэль вежливо поблагодарил рыцаря-оружейника и вернулся в спальню, где открыл ящик с принадлежностями по уходу за оружием и стал педантично чистить каждую движущуюся часть механизма. Однако он не ожидал от своего занятия никаких результатов. Захариэль подозревал, что недостаток обусловлен не остатками гари в дуле, а почтенным возрастом оружия, поскольку очень тщательно относился к уходу за доспехами и еще бережнее обращался с пистолетом. Оружейник посоветовал основательнее чистить пистолет, да? Спросил Намиэль, наблюдая, как брат с сердитым видом берет с кровати очередную деталь и начинает энергично натирать ее маслом. Можно подумать, я до сих пор плохо его чистил, бросил Захариэль. Кто знает, сказал Намиэль, а вдруг это поможет? Тебе известно, что я всегда содержу оружие в чистоте. Верно, но оружейнику виднее. Ты принимаешь его сторону? Его сторону? Переспросил Намиэль. С каких это пор встал вопрос о разных сторонах? Неважно, бросил Захариэль. Нет, продолжай. Что ты хотел этим сказать? Захариэль вздохнул и отложил в сторону казенник и щеточку, которая его чистил. Я хотел сказать, что тебе все это доставляет удовольствие. Какое удовольствие? Ты радуешься, что обошел меня на учебных стрельбах, ответил Захариэль. Так вот, что ты думаешь, братец. Ты считаешь, что недостатки твоего оружия помогли мне выиграть? Нет, все не так, возразил Захариэль. Я только хотел сказать, нет, я все понял, перебил его Намиэль, поднялся с кровати и направился к выходу из спальни в центральный коридор. Ты считаешь, что превосходишь меня во всем? Теперь я это ясно, понял? Все совсем не так, снова повторил Захариэль, но его брат с оскорбленным видом уже вышел из комнаты. Захариэль понимал, что надо бы пойти вслед за ним, но в душе был даже рад, что выплеснул раздражение, вызванное тем, как обрадовался брат его неудачи. Он постарался выбросить из головы мысли о произошедшей размолвке и продолжал чистить оружие, не поднимая головы, и стараясь заставить пистолет сверкать чистотой, не обращая внимания на постоянный шум в спальне. Захариэль заметил нависшую над ним тень и вздохнул. Послушай, Немель, заговорил он, извини, но я должен это сделать. Это может подождать, раздался звучный голос, и Захариэль поднял голову. В изножье его кровати стоял брат Амадис, облаченный в полный комплект доспехов и белый стихарь. На сгибе левой руки Амадис держал свой крылатый шлем, а черный плащ был переброшен через левое плечо. Захариэль уронил на одеяло пистолетный магазин и вскочил на ноги. «Брат Амадис, прости, я думал...» заговорил он. Тот отмахнулся от его извинений. «Оставь свой пистолет и пойдем со мной». Не дожидаясь ответа, рыцарь развернулся и шагнул к выходу из комнаты, провожаемый восхищенными взглядами всех претендентов. Захариэль одернул одежду и быстро направился к двери вслед за Амадисом. Воин шел довольно быстро, и мальчику пришлось поторопиться, чтобы его догнать. «Куда мы идем?» спросил он. «Тебе пора ближе познакомиться со структурой ордена», ответил брат Амадис. «Пришло время навестить лорда символа». «Лорд символ». Это, конечно, не было именем. Так назывался титул человека, ответственного за сохранение традиций ордена, и при мысли о вызове к старику, Захариэля терзали смутные опасения. Неужели он оскорбил лорда символа каким-нибудь непреднамеренным нарушением протокола ордена? Или позабыл о какой-то древней формальности, когда был представлен ему, и теперь все его шансы когда-либо стать рыцарем улетучились? Брат Амадис вел его вниз, в самое сердце монастыря. Их путь пролегал по темным катакомбам, пронизывающим скалу, на которой стояла крепость, мимо сумрачных погребов и забытых палат, мимо древних келей, все глубже и глубже под землю. Здесь было очень холодно, и Захариэль, шагая за братом Амадисом, видел, как его дыхание превращается в белые облачка пара. Рыцарь нес в руке зажженный факел, и его неровный свет отражался на блестящей поверхности тоннеля. Стены украшали искусно высеченные картины сражений древних героев, произошедших тысячи лет назад. Кто создал эти изображения, Захариэль не знал, но каждая сцена свидетельствовала о мастерстве резчиков, хотя теперь ими никто не любовался. Наконец тоннель вывел их в длинный гулкий зал со сводчатым потолком, залитый желтовато-оранжевым светом. Стены здесь были сложены из покрытых глазурью кирпичей, на которых отражался и свет факела, и огоньки тысяч свечей, образующих на полу широкие завитки спирали. Лорд-символ стоял в центре этой спирали, одетый в традиционный темный стихарь с поднятым капюшоном. Из складок одежды выглядывал меч с золотым эфесом, и скрюченные пальцы старика не отрывались от оружия. «Добро пожаловать, мальчик», — произнес лорд-символ. «Похоже, твои достижения дали тебе право глубже познать наш орден. Под этой скалой, мой мальчик, простираются глубокие пропасти и расщелины, давно позабытые находящимся наверху миром. Внизу погребены великие секреты и тайники, известные лишь немногим мудрецам. Конечно, тебе об этом ничего не известно, но тебе предстоит сделать первый шаг на пути познаний». «Я понимаю», — сказал Захариэль. «Ты ничего не понимаешь!» — воскликнул лорд-символ. «Только осознание начального пути может дать осознание того, что может произойти. А теперь начинай двигаться по спирали». Захариэль оглянулся на брата Амадиса. «Не смотри на него, мальчик», — сказал лорд-символ. «Делай так, как я говорю». Захариэль кивнул и зашагал по проходу между рядами свечей, двигаясь целенаправленно, но осторожно. «Хоть наш орден и не может сравниться по древности со многими другими рыцарскими сообществами Калибана, в его истории накопилось немалое количество обычаев. Я лорд-символ ордена. Ты понимаешь, что это означает?» «Понимаю», — ответил Захариэль. «Человек, назначенный на должность лорда-символа, должен охранять эти обычаи. Он следит за неизменностью ритуалов и дает советы по протоколу и проведению церемоний». «А имя, мой мальчик, ты знаешь мое имя?» «Нет, мой лорд». «А почему?» «Твое имя знать запрещено». «Почему?» Захариэль замялся. «Я не совсем уверен. Я знаю, что независимо от того, кто носит титул лорда-символа, всем запрещено произносить его настоящее имя, пока он носит эту мантию. И мне неизвестно, почему». «Правильно. Почему?» «Почему» — один из самых интересных вопросов, но его не слишком часто задают. «Где, когда, как и что они более, чем украшения?» «Почему?» «Вот самый важный вопрос. Или ты не согласен?» Захариэль кивнул, продолжая следовать виткам спирали. «Я согласен. У меня множество таинственных титулов. Мастер таинств, хранитель истины, владетель ключа или просто лорд-символ. Ты знаешь почему, мальчик?» «Нет, мой лорд, просто потому, что в Ордене было так всегда». «Точно», — согласился лорд-символ, «потому что в Ордене было так всегда. Ценность традиции в том, что она ведет нас, несмотря на то, что реальные причины могут быть позабыты. Верования и поступки, приемлемые для нас в прошлом, могут сослужить свою службу и в настоящем, и в будущем. Я уже больше двадцати лет занимаю эту должность, и хотя титул обычно дается орденам более почтенному рыцарю, избрали меня, надеясь придать этому званию новые силы. В мои обязанности, кроме всего прочего, входит и поддерживать существующие в Ордене обычаи в виде живых традиций и не допускать, чтобы они вырождались в закостеневшие реликвии». Захариэль внимательно слушал слова старика, и их гипнотический ритм заставил его замедлить прохождение спирали. Но завитки постепенно сужались, и вскоре ему придется предстать перед лордом-символом в кругу горящих свечей. «И все же моя роль полна противоречий», — продолжал лорд-символ. «Я занимаю в Ордене один из самых высоких постов, но в моих руках сосредоточена очень незначительная власть. Титул хранителя традиций Ордена во многом символичен. В таком случае, в чьих руках сосредоточена реальная сила Ордена? Отвечай быстрее, мальчик, пока ты не дошел до центра». Захариэль постарался сосредоточиться на, казалось бы, очевидном вопросе, а ноги продолжали неумолимо нести его к центру спирали. Наиболее явными кандидатами были Лев и Лютер, но затем он вспомнил слова, когда-то произнесенные братом Амадисом, и ответ мгновенно оформился. «Это рыцари-наставники, люди вроде мастера Рамиэля, это они поддерживают жизнь старых традиций». «Отлично», — похвалил его лорд-символ. «А в чем тогда заключается моя власть?» «В твоей близости к старшим мастерам Ордена», — высказал предположение Захариэль, «и в том, что твое мнение всегда будет выслушано теми, кто обладает реальной властью». «Очень хорошо», — одобрил лорд-символ, все еще не показывая лица, скрытого капюшоном. «Ты отвечал коротко, и это отлично. Ты бы удивился, узнав, сколько претендентов беспрестанно болтали во время прохождения спирали». «Я думаю, они нервничали», — сказал Захариэль. «Правильно», — согласился лорд-символ. «Нервозность часто побуждает человека говорить очень много, хотя более впечатляющим было бы знать цену молчанию и уметь им пользоваться. Твоя лаконичность создает ауру уверенности даже в тех случаях, когда ты ее не испытываешь, насколько я знаю». Это было действительно так, и на протяжении всего пути к центру зала у Захариэля сердце бешено билось в груди. Он боялся совершить ошибку, боялся оступиться и не выдержать испытания. Но его испуг то ли не был заметен, то ли ослабевшее зрение помешало лорду-символу определить состояние мальчика. Как бы то ни было, Захариэль счел нужным принять похвалу пожилого человека. «Благодарю тебя, лорд-символ», — сказал он, слегка поклонившись. «Если я и чувствовал уверенность, то лишь благодаря хорошей тренировке под руководством моего наставника». «Да, ты же один из воспитанников мастера Рамиэля. Это многое объясняет. Рамиэль всегда славился отличной работой, а тебе известно, что он учился у мастера Сориентуса, того самого, что тренировал и Лютера, и Льва». «Нет, мой лорд, этого я не знал». «Помни о традициях, мой мальчик, и изучай их. Знай и понимай наши обычаи, без них мы ничто». «Я постараюсь, мой лорд», — пообещал Захариэль. «Знаю, что постараешься, но вижу, у тебя еще остались вопросы, так?» «Наверное», — нерешительно сказал Захариэль, не зная, стоит ли обнаруживать свои сомнения. «Я не совсем понимаю, чего я достиг, проходя по спирали и отвечая на твои вопросы». «Для себя ничего», — ответил лорд-символ. «Но теперь мы больше знаем о тебе. На каждой стадии обучения претендентов мы решаем, продолжать ли тренировки, есть ли в ком-то из них признаки жизни, требующие особого внимания». «А я заслужил особое внимание?» Лорд-символ рассмеялся. «Этого я не могу тебе сказать, мой мальчик. Не мне это решать». «А кому?» — внезапно осмелев, спросил Захариэль. «Мне!» — раздался из тени звучный, полный силы и властности голос. Захариэль, обернувшись, увидел, как на свет вышел гигант в белом стихоре с капюшоном. Мальчик мог бы поклясться, что еще мгновение назад в том углу никого не было. Человек сбросил капюшон, и других представлений Захариэлю не понадобилось. «Мой лорд», — приветствовал он рыцаря, — «следуй за мной», — приказал Леон Эль Джонсон. Лорд-символ тотчас отступил в тень, а лев зашагал вдоль стены полукруглого зала. Когда он проходил мимо брата Амадиса, рыцарь почтительно склонил голову, но Захариэля охватили сомнения. После монолога лорда-символа о ценности традиций, он никак не мог выбрать, возвращаться ли ему по спирали или просто пересечь зал вдогонку за львом. Решение помог принять брат Амадис. «Захариэль, тебе лучше поторопиться. Лев не любит, когда его заставляют ждать, особенно в такую ночь, как эта». «А какая это ночь?» — удивился Захариэль, уже направляясь вслед за львом. «Ночь откровений», — ответил рыцарь. Гадая, что бы это значило, Захариэль прошел мимо Амадиса и бросился догонять льва, уже поднимавшегося по ступеням, по которым они лишь недавно спустились. Лев ничего не говорил, только уверенно шел наверх по тщательно вырубленным в скале переходам и винтовым лестницам, через естественные пещеры и пустынные залы. С каждым шагом он поднимался все выше и выше, и если брат Амадис вел Захариэля в глубины крепости, лев, казалось, поднимает к самым небесам. После долгого подъема Захариэль запыхался и чувствовал, как устают ноги, но лев, несмотря на скорость и длительность пути, ни разу не задержался, а его дыхание оставалось все таким же размеренным. Наконец они оказались в узком цилиндре из изогнутых кирпичей, на тесной винтовой лесенке, по которой едва мог пройти такой широкоплечий воин, как лев. Еще через десять минут Захариэль ощутил дующий сверху прохладный ветерок, насыщенный ароматами леса. Значит, они уже поднялись почти до самого верха. Наконец призрачный свет луны блеснул на стенах, и измученный долгим подъемом Захариэль оказался на вершине башни, открытой площадке над крепостью-монастырем, окруженной по периметру каменными зубцами. Эта башня не могла служить целям обороны, поскольку была слишком тонкой и высокой, чтобы на ней разместились хоть сколько-нибудь значительные силы, зато идеально подходила для зоркого часового или звездочета. Ночь выдалась ясной. Небо над головой Захариэля нависало черным безупречным куполом, усеянным тысячами мерцающих огоньков. Он смотрел на созвездия и ощущал глубокую умиротворенность, прогнавшую усталость. Захариэль решил, что это чувство рождено удовлетворением. Много лет он напрягал всю свою волю и каждую жилку своего тела в надежде стать рыцарем, и сегодня, может быть, он стал на шаг ближе к осуществлению своей мечты. «Как хорошо смотреть на звезды», — заговорил лев, наконец нарушив длительное молчание. «В такое время как это, человеку необходимо проверить крепость стержня своей жизни. Я понял, что нет лучшего места, чем здесь, под звездами, чтобы оценить свой стержень». Лев улыбнулся, и его улыбка показалась Захариэлю ослепительной. Он понимал, что лев пытается настроить его на непринужденный лад, но Захариэль не мог говорить с ним, как с любым другим человеком. Джонсон был слишком велик, и его присутствие производило сильное впечатление. Нельзя было игнорировать его необычную природу, как нельзя игнорировать ветер и дождь или постоянную смену дня и ночи. В облике льва присутствовало нечто, напоминающее стихийную силу природы. Леон Эль Джонсон воплощал в себе все возможные мечты человека. Он был образцом совершенства для человеческого рода и мог служить примером новой расы людей. «Очищение лесов вступило в финальную стадию, Захариэль. Ты знаешь об этом?» «Нет, мой лорд, я думал, что кампания продлится еще некоторое время». «Вряд ли», — сказал лев, слегка нахмурив брови, но было ли это проявлением изумления или просто задумчивости, Захариэль не смог понять. «Согласно нашим самым точным оценкам, осталось всего около дюжины великих зверей, но никак не больше двух десятков. И все они обитают в Северной чаще. Мы прошли все остальные районы Калибана и очистили их от зверей. Остались только дебри Северной чащи». «Но это означает, что кампания почти закончена?» «Почти», — кивнул Джонсон. «Она продлится самое большее еще три месяца. А потом Калибан будет свободен от великих зверей. Кстати, тебе известно, что Амадис просил включить твое имя в анналы Ордена, указав на тебя как на помощника в уничтожении одного из последних чудовищ. По его словам, это было очень грозное существо. Хоть его все же убил Амадис, ты можешь гордиться своим участием в битве. Ты спас жизни многих своих братьев». «Но не всех», — ответил Захариэль, вспомнив, как страшно кричал Паллиан, когда клыки монстра разрывали его тело. «Я не смог спасти всех. К этому должен быть готов каждый воин», — заметил Лев. «Как бы искусно ты не вел свой отряд, кто-нибудь из твоих товарищей все равно может погибнуть». «Я и сам не погиб только по счастливой случайности», — сказал Захариэль, исключительно благодаря везению. «Хороший воин всегда сумеет воспользоваться представившимся шансом», — сказал Лев, по-прежнему глядя в небо. «Ты должен приспосабливаться к меняющимся условиям боя. Вся война построена на удачу, Захариэль. И для того, чтобы победить, мы должны быть готовы использовать любые появившиеся возможности. В сражении со зверем ты проявил инициативу. Более того, ты проявил мастерство точно так, как определяют это понятие изречения, как излагается в нем наша конкретная цель. Нам неведомо, какие тайны хранит в себе Вселенная и какие испытания предстоят в будущем. Мы можем лишь прожить свои жизни с полной отдачей, постоянно развивая в себе единственную добродетель, стремление к совершенству во всех областях. Если предстоит война, мы должны стать непревзойденными воинами. Если наступает мир, мы должны обладать соответствующими знаниями. Человеку не подобает мириться со второй ролью. Наша жизнь коротка, и мы должны прожить ее достойно». Снова наступила тишина. Лев смотрел на звезды в ночном небе, Захариэль молча стоял рядом. «Интересно, что такое звезды?» Вдруг спросил Лев. «В древних легендах говорится, что вокруг них есть тысячи, а может и миллионы планет, таких же, как Калибан. И говорят, одна из них – Терра. Тебе не кажется странным, что любому рожденному на Калибане ребенку знакомо название Терры? Мы привыкли считать Терру началом и источником нашего общества, но если верить легендам, мы оторвались от этого источника много тысяч лет назад. А вдруг легенды лгут? Что если Терра – всего лишь миф, сказка, придуманная нашими прародителями, чтобы объяснить наше появление в космосе? Вдруг все легенды наших предков нас обманывают?» «Это было бы ужасно», – ответил Захариэль. Он ощутил дрожь и решил, что ночь становится прохладнее. «Люди принимают существование Терры как должное. Если выяснится, что все это выдумано, мы начнем сомневаться во всем. Мы утратим наши якоря. Мы не будем знать, чему верить». «Это верно. Но с другой стороны, мы обретем свободу. Мы не будем ощущать груза ответственности перед прошлым». «Нашими границами станут только настоящее и будущее. Возьми, к примеру, нынешнюю кампанию против великих зверей. Ты, Захариэль, еще молод и не можешь себе представить всех язвительных возражений, угроз и обвинений, обрушившихся на меня после первого объявления планов кампании. И я не раз убеждался, что корни этого противодействия растут из некоторых старых обычаев, давно переживших свою полезность. Традиции – хорошая вещь, но не в тех случаях, когда они превращаются в оковы, мешающие нашему дальнейшему движению вперед. «Если бы не Лютер и его превосходный ораторский дар, я сомневаюсь, что план моей кампании был бы одобрен. И даже сегодня мы сталкиваемся со многими подобными проблемами. Религиозные фанатики и отсталые консерваторы противодействуют каждому нашему шагу, не принимая во внимание ценности планов и продвижения вперед. Они всегда ссылаются на прошлое, на традиции, как будто наше прошлое настолько преисполнено славы, что мы должны навеки сохранить создавшееся положение. Но меня не интересует прошлое, Захариэль. Я думаю только о будущем». Лев снова замолчал. Стоя возле него, Захариэль гадал, что мог бы ответить лорд-символ на такое попрание традиций. А может, это еще одно испытание, чтобы определить, будет ли он молча соглашаться со всем, что говорит лев, или выступит в защиту старых обычаев. Он рассматривал льва и замечал странную напряженность в его взгляде на звездное небо. Казалось, что Джонсон в одно и то же время любит и ненавидит мерцающие звезды. «Иногда мне хочется уметь стирать прошлое», — снова заговорил лев. «Я хотел бы, чтобы легенд о Терре не было, чтобы у Колебана не было прошлого. Взгляни на человека без прошлого, и ты увидишь свободную личность. Всегда легче строить, если начинать с нуля. А потом я снова смотрю на звезды и понимаю, что слишком тороплюсь. Я смотрю на небо и гадаю, что там, как много неосвоенных земель, как много новых проблем, каким бы ярким и полным надежд было наше будущее, если бы мы могли странствовать среди звезд. «Такие вещи кажутся мне невозможными», — сказал Захариэль. «По крайней мере, пока». «И ты прав», — согласился лев. «Но что, если звезды сами придут к нам?» «Я не понимаю». «Правда?» «И я тоже», — признался лев. «Но такими ночами, когда звезды светят особенно ярко, мне снится золотистый свет, в котором на Калибан спускаются звезды и небеса, и они делают наш мир лучше». «Звезды спускаются на Калибан?» — переспросил Захариэль. «И что бы это значило?» Лев пожал плечами. «Кто знает. Я чувствую, что должен знать смысл этого сна, но каждый раз, как только мне кажется, что между золотистым светом и мной существует какая-то связь, он исчезает, и я снова остаюсь в темноте». Потом он тряхнул головой, словно прогоняя остатки своего сна. «В любом случае, звезды для нас недосягаемы, так что нам самим предстоит строить будущее на Калибане. Но даже если с этой стороны наши возможности ограничены, ничто не должно заслонять нашего предвидения. Если нам предстоит ограничиться Калибаном, если доступ к звездам невозможен, значит, мы превратим наш мир в рай». Лев широким жестом обвел рукой темные окрестности ночного леса под стенами Алдоруха. «Вот здесь будет наш рай, Захариэль», — заявил Лев. «Здесь мы построим светлое будущее. Компания по уничтожению великих зверей — это лишь первый шаг. Мы положим начало золотому веку. Мы перестроим мир заново. Не кажется ли тебе, что это благородная цель?» «Кажется, мой лорд», — благоговейным шепотом ответил Захариэль. «Стоит ли эта цель того, чтобы посвятить ей наши жизни?» — спросил Лев. «Я задаю этот вопрос здесь и сейчас, поскольку ты еще молод, Захариэль, а будущее надлежит строить молодым. Ты подаешь большие надежды. В тебе есть все качества, чтобы стать достойным сыном Калибана, крестоносцем, не только в уничтожении чудовищ, но и любого другого зла, грозящего нашему народу. Тебе нравится такая цель?» «Да, мой лорд», — ответил Захариэль. «Хорошо, я рад. Я буду приглядывать за твоим продвижением в ближайшие годы, Захариэль. Как я уже сказал, ты подаешь надежды, но, думаю, я слишком надолго отвлек тебя от своих обязанностей». Лев наклонил голову, словно прислушиваясь к долетавшим из леса звукам. «Мне тоже пора возвращаться. Длительное отсутствие не приведет ни к чему хорошему. Мой долг в ордене предписывает не только укрепление братских уз, но и выработку мудрых и хитроумных военных планов». В следующее мгновение лев пропал, растворился в башне, словно призрачная тень. В его неожиданном исчезновении не было ничего удивительного или неестественного. Привычка двигаться скрытно появилась у Леона Эль-Джонсона с раннего детства, иначе он не смог бы в одиночку выжить в лесах Калибана. После ухода льва Захариэль снова взглянул на звезды. Некоторое время он обдумывал его слова, размышляя о звездах, о терре, о необходимости построить на Калибане лучший мир. Захариэль думал обо всех этих вещах и сознавал, что под предводительством таких людей, как Лютер и Лев Эль-Джонсон, орден не может не преуспеть в достижении утопического будущего. Захариэль верил в льва. Он верил в Лютера. Вместе эти два рыцаря, два гиганта, могли изменить Калибан только в лучшую сторону. Он был в этом уверен. Как уверен в том, что получил наивысшее благословение фортуны, какое только может надеяться получить человек. Никому не дано выбирать эпоху своего рождения, и в то время, когда большинство людей с трудом приспосабливались к условиям, отличным от условий жизни их отцов, Захариэль чувствовал себя счастливым. Он понимал, что родился в эру великих и важных перемен, в такое время, когда человек может стать частью общего дела и посвятить свои усилия, свои идеалы и надежды достижению грандиозных целей. Захариэль не мог предугадать, что готовит ему будущее, не мог прочитать по звездам свое предназначение, но он не испытывал страха. Ему казалось, что вселенная таит в себе множество чудес. Он безбоязненно смотрел в будущее. Глава шестая Крестовый поход против великих зверей продолжался еще целый год, и в конце концов на Колебане остался последний оплот чудовищ. Густые, темные и опасные заросли северной чащи, куда до сих пор не входил ни один из рыцарей ордена и его союзников. Отчасти это объяснялось трудностью организовать в непролазных дебрях полноценную систематическую охоту. Большая часть северной чащи так густо заросла, что оказалась практически непроходимой для всадников, и даже отважные воины Вороного Крыла заходили туда не иначе, как по приказу своих мастеров. В северной чащи встречались и селения, но они представляли собой тщательно укрепленные деревни за высокими стенами, построенные на возвышенностях или в низинах между гор. Поселения в тех местах были редкими, и их разделяли значительные расстояния, а люди влочили свой жребий, даже не пытаясь как-то улучшить тяжелую и опасную жизнь. Но сказать по правде, основной причиной нежелания рыцарей крестового похода вступать в северную чащу, была давняя неприязнь между орденом и братством волка. Это рыцарское братство, известное своими учеными и обширными библиотеками, многие годы энергично противилась идее кампании по уничтожению великих зверей, и выступала против Лютера и Леона Эль Джонсона. Это было единственное сообщество рыцарей, которое не только голосовало против освобождения лесов от чудовищ, но и отказалось подчиниться воле большинства после того, как решение было принято. Более того, рыцари волка вели себя крайне агрессивно и угрожали организовать свою контркомпанию против ордена и его союзников. В конце концов, Лютер добился компромисса. Детали соглашения не раскрывались, и неизвестно, какие были сделаны предложения, но рыцари волка удалились в свою горную твердыню в северной чаще и не противодействовали ордену. В течение десяти лет рыцари волка из своей крепости наблюдали за победоносным шествием кампании Джонсона. Калибан постепенно, область за областью, освобождался от великих зверей. С течением времени мечта Джонсона стала сбываться, и мысли народов Калибана обратились к рассвету обещанного золотого века. Теперь Джонсон и его союзники подошли к самым границам северной чащи, давнему убежищу рыцарей волка и единственному району Калибана, где еще обитали великие звери. Орден готовился вступить в северную чащу, и конфликт казался почти неизбежным. В тренировочном зале группа вооруженных мечами претендентов образовала защитный круг, выставив клинки наружу. В центре круга, спиной к спине, стояли Захариэль и Немиэль, а второй отряд воспитанников окружил их и готовился к учебной атаке. Брата Мадис, наблюдавший за тренировкой претендентов ордена, расхаживал поодаль, заложив руки за спину. Те претенденты, которые составляли круг атакующих, были на год-два моложе защищавшихся, и оружием им служили деревянные мечи. Хоть их клинки и не были заточены, на каждом имелась свинцовая полоса, так что удары могли стать довольно болезненными. «Вы тренируетесь уже не первый год», — произнес Амадис, обращаясь к младшим воспитанникам. «И знаете силу оборонительного круга, но его символическое значение вы еще не постигли. Кто из круга может сказать этим ребятам, почему мы сражаемся таким способом?» По обыкновению первым ответил Немиэль. «Стоя в кругу, каждый воин способен защищать своего соседа слева, это классический оборонительный строй, используемый при значительном численном превосходстве противника». «Правильно, Немиэль», — одобрил Амадис. «А зачем нужен внутренний круг?» На этот раз отвечал Захариэль. «При наличии внутреннего круга оборона намного эффективнее, такова старинная боевая доктрина Калибана». «Верно», — снова согласился Амадис. «Идея двух концентрических кругов неизменно была на вооружении всех крупных рыцарских сообществ Калибана. Внутренний круг, направляющий и координирующий действия воинов наружной обороны, предотвращает возникновение разрывов. А теперь атакуйте!» Младшие воспитанники бросились в нападение на своих старших товарищей, щедро рассыпая колющие и режущие удары деревянными мечами. Мальчики в оборонительном круге отражали удары противников с мастерством, достигнутым за годы постоянных тренировок, но атакующих было втрое больше, чем защитников, так что некоторые выпады все же достигали цели. Захариэль смотрел, как с хирургической точностью разворачивается битва. Они с Немиэлем, все время оставаясь спиной к спине, поворачивались в кругу и своими ударами предотвращали любые возможности возникновения бреши. Стук и лязг мечей продолжался десять минут, но в оборонительном круге не появилось ни малейшей трещины. Амадис выкрикнул имена убитых, и те захромали в сторону от сражавшихся, ощупывая ссадины и ушибы и испытывая немалый стыд, а оборонительный круг снова замкнул линию. Захариэль наносил удары младшим воспитанникам, грозившим прорвать оборону, и Немиэль за его спиной тоже не отставал. Схватка продолжалась еще пятнадцать минут, но круг защитников держался все так же стойко. Затем Амадис объявил конец боя. В напряженной схватке, требующей большого напряжения сил, и Немиэль, и Захариэль насквозь промокли от пота. Биться столько времени с такой интенсивностью было всегда тяжело, но сражение во внутреннем круге буквально изматывало. Брат Амадис подошел к измученным воспитанникам. «Теперь вам должно быть понятно, насколько усиливается оборона при наличии внутреннего круга. Помните об этом, когда настанет время отправляться на бой, и вы никогда не проиграете. Возможно, это звучит банально, но поодиночке мы слабы, а вместе сильны. Каждый из вас рано или поздно столкнется с врагами, и если вы не сможете безоглядно доверять своему брату, вы пропали. Братские узы имеют значение только в случаях, когда они крепки, как железо. Стоит только на мгновение усомниться в поддержке своих товарищей, круг в тот же миг разорвется, и вы погибнете. Разойдись!» Воспитанники поднялись с каменного пола тренировочного зала и разошлись, поднимая на ходу полотенца, ощупывая уставшие и изрядно побитые руки и ноги. Немиэль рукавом вытер со лба пот. Схватка была напряженной, и никто не допускал ошибок. Захариэль, слишком уставший, чтобы отвечать, слабо кивнул. «Он здорово нас гоняет», продолжал Немиэль. «Как ты думаешь, нам и вправду скоро предстоит вступить в бой, а?» «Кто знает», наконец ответил Захариэль. «Все может быть. Сегодня к вечеру должны прибыть представители рыцарей волка, и если все, что я слышал, правда, нам действительно скоро грозит война». «С братством волка?» спросил Аттиас, подошедший с неизбежным блокнотом в руке. «Так я слышал», — кивнул Захариэль. «Ты записал все, что говорил брат Амадис?» — спросил Немиэль, заметив приближающегося Элиота. «Все», — кивнул Аттиас, «за исключением пары слов». «Если бы ты больше практиковался с мечами, а не с книжками, ты бы успешнее отражал атаки», — заметил Элиот, но в его словах не было и намека на злобу, а только дружеская насмешка. «А если бы ты был не таким толстым, то успешнее уклонялся бы от ударов». Мальчики рассмеялись знакомым шуткам, совершенно не сердясь друг на друга. Прошел уже год после нападения крылатого чудовища, и они переросли детскую вражду, когда-то разделявшую их, а совместно пережитые испытания сплотили этих четверых и укрепили дружбу. Аттиас превратился в миловидного высокого и широкоплечего парня, на руках и ногах у него от постоянных тренировок бугрились крепкие мускулы. Элиот все еще был самым крупным и самым сильным из них, а в его массивном теле давно не осталось ни капли жира, но он по-прежнему оставался самым медлительным из четверых. «Нет, серьезно, вы считаете, что у нас может начаться война с рыцарями Волка?» – спросил Аттиас. «Я не знаю, все может быть», – уклончиво ответил Захариэль, уже жалея, что поднял эту тему. Брат Амадис рассказал ему, что в крепость Алдарух направляется лорд Сартана из Братства Волка с намерением выразить протест Ордену за нарушение границ Северной Чащи. Хотя никто не просил Захариэля держать эти новости при себе, поделившись с друзьями, он чувствовал себя чуть ли не предателем. «Захариэль, Немиэль, быстро приведите себя в порядок, и через 15 минут я жду вас в своей комнате. Полная форма, стихарь, оружие и церемониальное одеяние». Мальчики удивленно переглянулись, затем уставились на брата Амадисы. «Сэр», – спросил Немиэль, – «что происходит?» Лев пожелал, чтобы лорд Сартана увидел в круглом зале наших лучших претендентов, а это вы двое. А теперь поторопитесь и не тратьте время попусту. Пошевеливайтесь!» Захариэль и Немиэль остановились у края возвышения круглого зала и беспокойно переминались с ноги на ногу. Несколько минут назад они вслед за братом Амадисом вошли внутрь и ощущали такое сильное беспокойство, что даже не оценили представившийся случай пройти через западные монастырские врата. Для рядовых членов были предназначены входы в верхней части зала, ведущие на галерею, а входить через монастырские врата имели право только старшие рыцари. В обычных случаях претенденты и все остальные, ниже рангом, чем полноправный рыцарь, входили сверху и рассаживались там на каменных скамьях, но в сегодняшнем случае вождями ордена было дано специальное разрешение. Коридоры и залы Алдаруха кипели бурной деятельностью, и маленькая группа на своем пути встретила немало рыцарей и слуг и претендентов, спешивших куда-то по срочным поручениям для подготовки к прибытию лорда Сартаны. В самом круглом зале от самых дверей были вывешены очищенные от пыли церемониальные знамена, а боевые, отмеченные красными полосами, заменены на флаги с символами братства и содружества, напоминавшие о легендарном прошлом. Каменные скамьи вокруг центральной площадки уже заполнялись рыцарями в парадных одеяниях, но других претендентов, кроме тех, кто сопровождал старших рыцарей, не было. — А что, этот Сартана и впрямь такая важная личность? — спросил Немиэль едва слышным шепотом, помня об отличной акустике зала. — Наверное, — кивнул Захариэль, — он один из самых старших рыцарей Братства Волка. — А я думал, что они уже почти вымерли, разве нет? — Нет, — ответил Захариэль, хотя их число по сравнению с прошлыми веками значительно сократилось. — А что с ними произошло? Захариэль мысленно обратился к разговору между Сенешалями, услышанному им в первые годы после вступления в Орден. Они выступали против кампании по освобождению Калибана от великих зверей и удалились в свою крепость, пока Орден с союзниками очищала леса. Я слышал, что значительная часть рыцарей Волка и претендентов, увидев, насколько успешно продвигается поход, отступились от Братства и присоединились к Ордену. — Они покинули своих братьев? — удивился Немиэль. — Так говорят, — подтвердил Захариэль. И мне думается, для Братства Волка тогда наступили тяжелые и безрадостные времена, поскольку поток претендентов сократился до малой горсточки. Через несколько лет перед рыцарями Волка возникла реальная угроза сокращения численности до такой степени, что Братство могло перестать считаться настоящим рыцарским Орденом. — Как печально, — сказал Немиэль, — оказаться на грани забвения не в славной битве или героической гибели, а из-за того, что твои взгляды устарели. — Не торопитесь списывать их со счетов, — сказал Брат Амадис, наклонившись над мальчиками. — Силы загнанного в угол зверя проявляются с удвоенной энергией. — Брат Амадис, у меня есть вопрос, — обратился к нему Немиэль. — Да? — Говори, только поскорее. Лорд Сартана вот-вот появится. — Мне кажется, я понимаю, почему мы здесь оказались, — заговорил Немиэль. То есть, я думаю, это немного дерзко демонстрировать лорду Сартане претендентов Ордена. Амадис усмехнулся. — Ты очень проницателен, юный Немиэль. — Так зачем они это сделали? — Это хороший вопрос, и я постараюсь тебе ответить. По всей вероятности, лорд Сартана приехал сюда не для того, чтобы уладить разногласия. Я думаю, Лев и Лютер решили устроить молчаливую демонстрацию нашей силы, которая не слабеет с годами. И если заставить лорда Сартану понять, что он не может нам противостоять, он легче согласится на присутствие наших воинов в Северной чаще, — сделал вывод Захариэль. — Что-то вроде того, — согласился Амадис. — А теперь помолчите, церемония начинается. Захариэль обернулся к восточным монастырским вратам. В них торжественным шагом входили две шеренги знаменосцев с наброшенными на головы капюшонами. Они разошлись и с мрачной серьезностью стали огибать зал, пока не образовали вокруг возвышения кольцо стягов. Знаменосцы установили древки в специальные углубления в полу, а сами преклонили колено и опустили головы, приветствуя входящих вождей ордена. В зал вступили Лев и Лютер, величественные в своих черных доспехах и развивающихся белых мантиях, пришпиленные к наплечникам бронзовыми фибулами. Лев, как обычно, возвышался над Лютером, но Захариэлю казалось, что они оба высечены из одного и того же прекрасного материала. Лицо Льва выражало суровую торжественность. Лютер, как обычно, выглядел открытым и доброжелательным, но в напряженной линии рта и прищуренных глазах чувствовалась настороженность. Все собравшиеся на скамьях рыцари ордена, при виде предводителей, встали и ударили кулаками по нагрудным пластинам доспехов, оглушительным стуком приветствуя своих героических братьев и выражая уважение лучшим из лучших. Льва и Лютера сопровождали старшие рыцари ордена, включая лорда символа и нескольких боевых рыцарей, искусных в управлении многочисленными армиями. Похоже, это было не просто молчаливой демонстрацией силы, а выражением откровенной военной угрозы. Рядом с Лютером шел воин в сверкающих бронзовых доспехах и длинном плаще из волчьих шкур. Череп и верхняя челюсть зверя венчали его шлем, а передние лапы свешивались на грудь поверх наплечников. Значит, этот могущественный воин с лицом, на котором время прочертило глубокие морщины и висячими серебристыми усами и есть лорд Сартана. Его серые глаза прикрывали тяжелые веки, а все лицо выражало крайнюю агрессивность. Он слишком хорошо понимал неприкрытую демонстрацию мощи ордена. Лорда Сартану сопровождали три воина в плащах из волчьих шкур с такими же длинными усами, выглядевшие старше старейших рыцарей ордена. Воины дошли до центра зала. Лев поднял руки, прося тишины, и рыцари тотчас подчинились. Захариэль, взволнованный присутствием такого количества старших братьев, бросил взгляд на Намиэля. А лев, повернувшись к лорду Сартане, протянул ему руку. «Я приветствую тебя в круглом зале, где брат встречается с братом независимо от ранга и положения, где все равны. Добро пожаловать, брат!» Эти слова показались Захариэлю абсолютно невыразительными и лишенными всякого чувства, словно лев, произнося их, перемешивал с пеплом. Лорд Сартана определенно придерживался такого же мнения, поэтому проигнорировал протянутую руку. «Я просил о личной встрече, лорд Джонсон, а не об этом!» «Лорд Сартана, в Ордене придерживаются принципов искренности», — произнес Лютер примирительным и успокаивающим тоном. «У нас нет секретов, и все деяния открыты». «Тогда к чему эта откровенная театральность?» — воскликнул Сартана. «Вы считаете меня простаком, которого может поразить этот парад рекрутов и старших рыцарей?» «Это не театральное представление», — возразил лев, — «а напоминание о твоем статусе в братствах Калибана». «О моем статусе?» — повторил Сартана. «Так вы согласились на эту встречу просто, чтобы меня унизить?» Лютер шагнул между двумя воинами, намереваясь рассеять враждебную атмосферу и не допустить, чтобы в ход пошло оружие. «Мои лорды», — произнес Лютер, стараясь говорить рассудительно и спокойно. «Подобные слова недостойны нас. Мы собрались здесь, чтобы все могли убедиться в честности и справедливости наших суждений. Давайте покажем, что между нами нет никакой лжи». «Тогда поговорим о том, как ваши воины нарушили заключенный между нами договор», — сказал Сартана. «Нарушили договор?» — раздраженно переспросил лев. «О каком договоре идет речь? Никаких соглашений между нами не было». «Много лет назад нам были даны гарантии», — продолжал Сартана. «Ты, Лютер, когда приехал в нашу крепость, заверил нас, что Джонсон твердо обещал держать своих воинов подальше от Северной Чащи. Но, как мы оба знаем, дела обстояли совсем не так». «Да», — согласился лев, не скрывая гневных ноток в голосе. Захарель подивился, что человек еще не сломался перед лицом такой угрозы. «Твои люди вырезали группу моих охотников. Люди вместе с семьями были уничтожены полностью вооруженными рыцарями, а единственного выжившего в этой бойне отправили назад с растерзанными телами товарищей. Эти люди пришли, чтобы составить карту пограничных ущельей Северной Чащи. Эти пограничные районы твоей территории кишат великими зверями», — бросил лев. «Чудовища до сих пор разоряют наши земли. Только в одном городе Эндриаго от лап такого монстра погибли почти две сотни человек. Пришло время покончить с этим и уничтожить последних великих зверей». Захарель заметил, что при упоминании Эндриаго Амадис сильно напрягся, а его пальцы сжались в кулаки. «Вы вольны очистить от великих зверей весь остальной калибан», — резко ответил Сартана. «Но Северная Чаща и земли Братства Волка должны остаться неприкосновенными. Нам было обещано, что наши территории останутся последним прибежищем, и великие звери смогут жить там в покое. Это обещание имело силу договора. Послав своих людей в Северную Чащу, ты стал клетвопреступником!» «Не говори глупости», — заявил Лев. «Не было никаких обещаний оставить в покое великих зверей в Северной Чаще. Какой смысл так поступать? Какая была бы польза от уничтожения монстров по всему калибану, если оставить район, где они найдут убежище?» «Нет, с нашей стороны не было никаких нарушений. Это рыцари Волка убили воинов Ордена, а все остальное, все вымыслы и ложные обвинения — лишь неуклюжая попытка с твоей стороны оправдать свои действия». «В таком случае ты вступаешь на путь войны, Лорд Джонсон», — произнес Сартан. «Если для освобождения калибана от чудовищ потребуется война, значит так тому и быть», — сказал Лев, и Захарель уловил в его голосе оттенок удовлетворенности, словно он с самого начала решил подталкивать Сартану к войне. «Я не остановлюсь на полпути в очищении калибана от великих зверей», — продолжал Лев. «А если твои воины попытаются мне помешать, мы справимся с ними. В твоем Ордене осталось не так много рыцарей, и некоторые из них годами не вылезали из библиотек. Неужели ты считаешь, что сможешь меня остановить?» «Вероятно, нет», — ответил Сартана. «Тогда почему выступаешь против?» «Потому что ты в своем маниакальном стремлении к разрушению не остановишься до тех пор, пока весь калибан не окажется под твоей пятой. Рыцари волка не желают становиться твоими подданными, а теперь, если эта пародия на обсуждение закончена, я ухожу и возвращаюсь к своим братьям». Не ожидая слов прощания, лорд Сартана резко развернулся и вышел из круглого зала, сопровождаемый своими спутниками в волчьих шкурах. После столь дерзкой выходки в зале воцарилась звенящая тишина, и рыцари Ордена беспокойно переглянулись, словно ища у соседей подтверждение грандиозного значения слов, сказанных Джонсоном и лордом Сартаной. Они внезапно оказались на пороге войны с братством волка. Брат Амадис шагнул вперед и первым нарушил молчание, обратившись ко льву. «Лорд Джонсон!» — воскликнул Амадис. «Правда ли то, что я услышал? Великий зверь напал на Эндриага!» В первый момент Захариэлю показалось, что лев не услышал вопроса, но после нескольких долгих мгновений молчания он обернулся к Амадису. Лицо льва как будто окаменело, и по спине Захариэля, при виде застывшей на нем воинственной маски ярости, пробежала дрожь. Затем, словно солнечный луч, скользнул по лицу льва, и мстительный гнев рассеялся, сменившись глубоким сочувствием. «Боюсь, что это правда, брат Амадис», — ответил он. «Мы только вчера получили известие. Великий зверь погубил множество людей Эндриага, но никто не мог сказать, что за чудовище бродит в тех лесах». «Лорд Джонсон, я родился в Эндриага», — сказал Амадис. «Я должен отомстить за гибель своих соотечественников». Лев кивнул, одновременно прислушиваясь к шепоту Лютера, а Амадис опустился на одно колено. «Лорд Джонсон», — торжественно произнес он, — «я объявляю вызов зверю из Эндриага». Впоследствии Захариэль всегда вспоминал об этом как о самом чудесном моменте своей жизни. Нельзя сказать, что в последующие годы он был обделен славой. Нет, это далеко не так. Он получит свою долю побед. Он добьется признания, и друзья будут ему рукоплескать. Он удостоится похвалы льва. Он познает все это и многое другое. И все же события, пережитые на родном колебании в дни, предшествующее появлению императора и его ангелов, останется самым знаменательным. Оно произошло во времена до сошествия ангелов, когда Захариэль был молодым человеком, стоящим на пороге зрелости. Возможно, решающую роль как раз сыграл его возраст, и события тех дней оставили в памяти самые яркие впечатления. В то время ему еще оставалось две недели до пятнадцатого дня рождения, и молодость наложила особый глянец на его воспоминания. Этот факт каким-то образом придал его поступку большее значение, сделал его более запоминающимся. Еще не перешагнув порога зрелости, он пережил ужасы и преодолел трудности, после которых не выживал и не мог выжить ни один человек. Один определенный момент отделял это событие от всех последующих моментов его жизни. Он еще не стал ангелом, он еще не стал Астартес, все это делало его действия более значительными. Одно дело, когда в таких обстоятельствах добивается успеха сверхчеловек, и совсем другое, когда то же самое выполняет обычный воин, особенно если учесть, что он едва миновал половину второго десятка лет своей жизни. Возможно, в этом было что-то еще. Возможно, он дорожил этими воспоминаниями из-за того, что они наиболее ярко показывали его характер. После трансформации в ангела, большинство событий тех дней, когда он был человеком, смазались в памяти, стали расплывчатыми и невыразительными. Впереди его ждали тысячи событий, и весьма важных, о которых он в конце концов забывал. Он с трудом мог вспомнить лица своих родителей и сестер, друзей детства. В его памяти отпечатаются другие моменты, относящиеся к тому времени, когда он станет ангелом, словно после перехода через мост от человека к сверхчеловеку, он навсегда распрощается с тем, что определяло его прошлую, человеческую жизнь. Какой бы ни была причина, эти особенные дни навсегда ярко запечатляются в его памяти. Он пронесет воспоминания через столетия, как одно из немногих важнейших событий своей юности. В некотором роде воспоминания станет для него определяющим, поскольку поможет навсегда сохранить верность своим идеалам. Оно будет поддерживать его в те моменты, когда не останется никакой надежды. Он всегда станет видеть в нем смысл своего существования. Это будет началом его самопознания, зародышем его личного мифа. Когда-то он был человеком, когда-то он был рыцарем, когда-то он победил в славной битве и защитил невинного. Когда-то давно он охотился на монстров. Прошло почти пять месяцев с тех пор, как Амадис отправился на поиски зверя Эндриаго, и это время показалось Захариэлю вечностью. Он тосковал по веселому товариществу своего героя и почти утратил ощущение, что Орден ценит и одобряет его достижения и успехи. Несмотря на то, что мастер Рамиэль обладал несомненным талантом и опытом, он относился к Захариэлю точно так же, как и ко всякому другому претенденту, как и должно было быть. Но после того, как брат Амадис выделял его из всей группы, Захариэль никак не мог привыкнуть быть обыкновенным. В отсутствие брата Амадиса возобновилось давнее соперничество, и Захариэль, Немиэль, Аттиас и Элиат снова стали ссориться между собой, словно зеленые новички. Захариэль, хотя и старался изо всех сил, устал сдерживать желание Немиэля превзойти его абсолютно во всем. Он пытался сгладить постоянные насмешки брата, но его стремление преуменьшать его успехи вызывало в душе растущее чувство обиды. После визита в Алдарух лорда Сартаны значительная часть воинских сил Ордена была отозвана отблизящейся к завершению охоты на великих зверей и переброшена на противодействие новому противнику. В результате серии серьезных стычек рыцари Волка были оттеснены в крепость Сангрула, Кровавая гора, которая, по слухам распространившимся в монастыре, теперь оказалась в осаде. За обедом мальчики собрались вместе и стали обсуждать ход военных действий против рыцарей Волка и сетовать на свое положение претендентов, что не позволяло им участвовать в боях. «Я слышал, они начали сжигать свои поселения, чтобы рыцари Ордена не могли их захватить», сказал Элиот. «Верно», — подтвердил Аттиас. «Я сам вчера слышал, как мастер Рамиэль говорил об этом Сару Хадареэлю». «Зачем же они так упорствуют?» — удивился Немиэль. «Это глупо». «Не знаю», — ответил Аттиас. «Я только передаю то, что услышал». «Возможно, потому, что это законченные изменники и каждое мгновение их затянувшегося сопротивления новое пятно на чести Калибана». «Довольно резкое осуждение ты не находишь?» — спросил Захариэль. «Разве?» — возразил Немиэль. «Тогда почему Орден взял на себя труд прекратить их деятельность? А кто-нибудь задумывался, что лорд Сартана, возможно, но только возможно, говорил правду?» — спросил Захариэль. «Вдруг мы и впрямь нарушили данное обещание оставить их владение в покое?» «Мне приходила в голову эта мысль», — признал Немиэль. «Но какое это теперь имеет значение?» «Какое значение?» — повторил Захариэль. «Это очень важно, потому что мы, возможно, затеяли войну, исходя из ложных обвинений, войну, которая служит только нашим собственным целям. Разве это никого не волнует?» Ответом ему были равнодушные взгляды, и Захариэль, удивляясь реакции друзей, сокрушенно покачал головой. Затем заговорил Немиэль, слегка наклонившись над столом. Захариэль, история пишется победителями, а побежденные, кроме прочих горьких пилюль, должны будут проглотить и то, что все их жертвы были напрасными. Заявления Сартаны о словах Льва могут оказаться оскорблением или даже откровенной выдумкой, но летописцы Ордена никогда не станут записывать их, даже если бы они и были правдивыми. А летописцы Братства Волка? Уверен, за время осады они погибнут в своей крепости вместе с остальными рыцарями. «Как ты можешь быть таким равнодушным, Немиэль?» спросил Захариэль. «Ведь речь идет об убийстве таких же рыцарей». Немиэль покачал головой. «Нет, мы говорим об уничтожении врагов. А рыцари они или нет, это несущественно. Кто прав, кто виноват, в пожарах войны между Орденом и Братством Волка скоро забудется ее первоначальная причина. Ни одна война не сохраняется в памяти надолго». «Это грустно», — заметил Захариэль. «Такова природа человеческого существования», — сказал Немиэль, цитируя строку из изречений. «Жизнь личности — мимолетная капля в кровавых волнах истории». «Может и так», — тряхнул головой Захариэль. «Но на колебания эти волны мрачнее всех остальных». После окончания обеда претенденты разошлись по своим комнатам, чтобы собрать оружие для послеполуденной практики под неусыпным надзором мастера Рамиэля. Разговор за едой расстроил Захариэля. Особенно его удручала готовность, с какой рыцари Ордена по призыву Джонсона отправились на войну. Разве желание любыми способами избежать войны и предотвратить неизбежные потери людей не должно быть свойственно каждому мыслящему существу? Несмотря на свою молодость, Захариэль был достаточно умен, чтобы понимать неизбежность войны и убийства в некоторых случаях, но ему казалось, что война против рыцарей волка была развязана с ненужной и недостойной поспешностью. Он уже пристегнул к поясу пистолет и поднял свой зазубренный меч, как вдруг услышал далекий пронзительный сигнал трубы. Мелодичный напев из трех нот, повторяющийся снова и снова. Захариэль оглянулся на своих товарищей, собиравших оружие. Он понимал, что должен знать значение сигнала, но никак не мог его вспомнить. «Брат Амадис!» — воскликнул Элиад, и звуки трубы тотчас стали понятными. «Возвращение рыцаря!» — сказал Аттиас. Захариэль улыбнулся. Эта мелодия возвещала о возвращении рыцаря с охоты на великого зверя. Крестовый поход против чудовищ подходил к концу, и множество зверей уже были убиты, так что радостные ноты в эти дни звучали нечасто. Четверо мальчиков, совершенно не думая о наказании, грозящем за пропуск занятия по фехтованию и стрельбе, выбежали из комнаты. Стремление снова увидеть брата Амадиса в стенах крепости оказалось сильнее мелочных сожалений о нарушении расписания. Все вокруг тоже услышали призыв трубы, хотя как звук с высокой башни распространялся по всей крепости, оставалось для Захариэля загадкой. К въездным воротам уже бежали их товарищи-претенденты и даже несколько младших рыцарей, желавших первыми поздравить брата Амадиса с возвращением. Захариэль снова осознал, что соревнуется с Немиэлем, но его брат с торжествующей усмешкой уже опередил его на несколько шагов. Следом за ним мчался Аттиас, а Элиот в одиночестве замыкал их небольшую группу. Коридоры каменными спиралями вели их вокруг сторожевых башен, мимо бойниц, постепенно спускаясь на нижний уровень. Во дворе уже собралась большая толпа, но мальчики сумели протолкаться вперед, когда наверху раздался глухой металлический рокот. Массивные цепи вздрогнули, стряхивая накопившуюся пыль, и тяжелые рычаги, блоки и противовесы пришли в движение, открывая колоссальные створки мемориальных врат Алдаруха. Тяжелые дверные блоки из потемневшего дерева и бронзы, поставленные на металлические колеса, разошлись в стороны по смазанным рельсам. Внутрь с неба хлынул ослепительный свет, заливая каменную ограду эспланады и освещая мрачные своды монастырской крепости. Потревоженные открытием дверей пылинки заплясали в лучах сверкающими алмазами. Захариэль отчаянно пытался увидеть брата Амадиса, но из-за бьющего в глаза света не мог рассмотреть ничего, кроме темнеющей вдали кромки леса. Претенденты толкались вокруг него, тоже стараясь что-нибудь увидеть, но Захариэль и его друзья упорно оставались на месте, используя силу и откровенное упрямство. Наконец раздался чей-то крик, и Захариэль заметил в проеме ворот движение. Появился расплывчатый силуэт всадника, медленно подъезжавшего к крепости. Глаза немного привыкли к яркому свету дня, и сердце Захариэля сжалось от радости. Он отчетливо увидел и узнал брата Амадиса. Но при всей радости от возвращения героя внезапно возникло странное предчувствие беды. Амадис держался в седле явно из последних сил. Его стихарь сплошь покрывали пятна засохшей крови, а левая рука, очевидно сломанная, бессильно висела вдоль туловища. Бледное, обескровленное лицо темной полосой обрамляла сильно отросшая щетина, уже превращавшаяся в бороду. Конь выглядел не лучше своего всадника. На груди и боках виднелось несколько глубоких царапин, из гривы были вырваны целые клочья, хвост отсутствовал полностью, а глубокие раны на крупе свидетельствовали о жестокой схватке с каким-то ужасным противником. В глазах Амадиса плескались боль и обреченность, он слегка повернул голову, будто что-то искал. Рыцари бросились вперед, чтобы помочь раненому герою спуститься с коня. Их порыв нарушил торжественность момента, и при виде плачевного состояния героя вокруг раздались горестные возгласы. Людской поток унес Захариэля вперед, но на этот раз он и не подумал сопротивляться. «Разойдись!» раздался властный старческий голос. «Дайте ему побольше воздуха!» Захариэль увидел, как лорд-символ, пользуясь не столько своей силой, сколько высоким положением пробивается сквозь толпу и посторонился, чтобы подобраться ближе следом за ним. Через несколько мгновений он уже оставил друзей позади и оказался рядом с лордом-символом, опустившимся на колени подле упавшего раненого рыцаря. Амадис пытался что-то сказать, но на губах пузырилась кровавая пена, свидетельствующая о серьезном повреждении легких. «Не разговаривай!» посоветовал лорд-символ. «Это только причинит тебе боль». «Нет», — прохрепел Амадис. «Должен говорить». «Хорошо, парень, у тебя есть завещание?» Амадис кивнул. Захариэль, как ни был поражен косвенным предположением лорда-символа, что жить рыцарю осталось недолго, повидал уже немало ран, чтобы понимать, такие смертельны. Захариэль видел, что кровь на животе воина еще свежая и продолжает течь, а в открытой ране виднеются клубки внутренностей, которым рыцарь не дает вывалиться, придерживая их рукой. Свободной рукой Амадис дотянулся до пистолета и с трудом вытащил его из кожаной кабуры. «Захариэль», — позвал он. Лорд-символ поднял голову, торопливо махнул рукой мальчику, призывая того опуститься на колени рядом с рыцарем. «Немедли и слушай внимательно. Немногим дано услышать последние слова рыцаря ордена. А те, кто слушает завещание, принимают на себя обязательства перед умершим. Такова традиция». Захариэль кивнул, не отрывая взгляда от умирающего Амадиса, уже протянувшего ему свой пистолет. «Возьми его, Захариэль», — произнес Амадис. Его искаженное болью лицо постепенно разглаживалось под прикосновением смерти. «Он твой. Я хочу, чтобы ты им владел». «Я не могу», — возразил Захариэль, чувствуя, как в уголках глаз скапливаются слезы. «Ты должен. Я хочу, чтобы ты его взял», — выдохнул Амадис. «Это мое наследство, и я завещаю его тебе. вспоминай обо мне, когда будешь из него стрелять. Вспоминай, чему я тебя учил». «Я все исполню», — пообещал Захариэль и принял липкий от крови пистолет. Оружие показалось ему очень тяжелым, гораздо тяжелее, чем любое другое изделие из металла и дерева. Вместе с пистолетом он взял на себя ношу ответственности и долг перед его благородным владельцем. «Это хороший пистолет. Никогда меня не подводил», — добавил Амадис, едва справившись с кашлем. «Он и тебя не подведет, а?» «Не подведет», — подтвердил Захариэль и поразился внезапно наступившей тишине. «Проклятие! Я уже не чувствую боли. Это ведь не к добру, верно?» «Это означает, что конец близок», — ответил рыцарю лорд Символ. «Я так и думал», — кивнул Амадис. «Мерзкий зверь из Андриаго запустил в меня свои когти. Слишком большой. Колебанский лев. А я думал, что он был всего один». «Колебанский лев!» — воскликнул Захариэль. «Разве лорд Джонсон его не убил?» «Хотелось бы», — поморщившись, сказал Амадис. «Я бы не решился сейчас солгать. Я только хочу...» Последнее желание Амадиса так и осталось тайной. В следующее мгновение его глаза закатились, и губы шевельнулись в последнем вздохе. Захариэль опустил голову и, не скрываясь, заплакал по своему великому герою. Он обеими руками прижал к груди пистолет Амадиса, а в душе уже разгорался горячий гнев от мысли, что убийца рыцаря все еще жив и продолжает бродить по сумрачному лесу. Лорд-символ осторожно коснулся ладонью лица усопшего и закрыл погасшие глаза. «Так брат Амадис покинул наш орден», — с мрачной торжественностью произнес он. Затем он поднялся, положил одну руку на плечо Захариэля, а другой показал на отданный ему Амадисом пистолет. «Это не просто оружие, мой мальчик», — сказал лорд-символ. «Это оружие героя. Оно несет в себе возможности и могущества, которым не обладает твой собственный пистолет. Ты должен с честью носить его и не посрамить памяти героя, завещавшего его тебе». «Я не опозорю его памяти», — поклялся Захариэль. «Не сомневайтесь в этом, лорд-символ». Лорд-символ, услышав в его голосе жажду отмщения, прищурил глаза и покачал головой. «Не надо, мальчик», — предостерег он. «Горе утраты и гнев затмили твой разум. Не произноси слов, которые будет невозможно взять обратно». Но Захариэля не так-то легко было разубедить. Он выпрямился во весь рост и прижал окровавленный пистолет к груди. «Лорд-символ», — заговорил он, «я объявляю охоту на великого зверя из Андриага». «Тебе не надо было объявлять охоту», — сказал Немиэль. Это происходило за три ночи до того, как Захариэль должен был отправиться в путь. Последние два дня и две ночи, он собирался посвятить уединенной медитации и подготовке к путешествию, и его друзья, зная об этих планах, выбрали сегодняшний вечер для прощального ужина. Они приготовили еду и вино, а мастер Рамиэль дал специальное разрешение провести торжество в пещерах под Олдорухом. Ужин проходил при зажженных факелах, за длинным столом, перенесенным из жилой комнаты. Такое мероприятие соответствовало традициям Ордена. По словам лорда-символа, Захариэль в таком случае должен переродиться от одной жизни к другой и из юноши превратиться в мужчину. «Строго говоря, — пояснил тогда лорд-символ, — в таких случаях принято считать, что ты временно подвешен между жизнью и смертью, и пока не принято решение о твоем будущем статусе, твоя душа может странствовать по преисподней». Конечно же, его слова были сочтены суеверной чепухой, древней традицией, основанной на легендах и мифах. Но лорд-символ до сих пор придавал значение старинным обычаям, и Захариэль не мог не прислушаться к совету человека, принявшего последний вздох рыцаря Амадиса, а потому согласился на прощальный пир под землей. Несмотря на внешнее веселье и кажущееся легкомыслие, во всех обращенных к нему словах он ощущал оттенок скорби. Друзья не скупились на наилучшее пожелание, однако в их поведении сквозила откровенная грусть. Подобное состояние вызывало у него беспокойство, и в конце концов Захариэль понял, что они прощаются и не ожидают больше увидеть его живым. Никто не надеялся, что он не погибнет на такой охоте. «Захариэль, тебе надо было подождать», настойчиво твердил ему Немиэль. «Нельзя было объявлять охоту на зверя, погубившего Амадиса». «Но я это сделал, Немиэль», ответил Захариэль. «Ты не видел, как жизнь покидала рыцаря, а я видел». «А ты знаешь, что говорят обо всем этом старшие рыцари?» спросил Элиот. «Нет, не знаю, и не желаю знать. Я объявил охоту на зверя перед самим лордом-символом. Такой вызов невозможно взять назад». «А тебе не помешало бы знать», заметил Немиэль, многозначительно посмотрев на потолок. «Рыцари рассказывают о таких вещах. Они считают, что это высокомерие, и удивляются, как лорд-символ позволил тебе объявить охоту. Он-то должен понимать в таких вопросах. Это заведомо самоубийственное предприятие». «Немиэль, выражайся яснее», сказал Захариэль, кивая на свой кубок. «Вроде бы я достаточно разбавил вино, но все равно понимаю тебя с трудом». «Я говорю о звере, на которого ты объявил охоту», пояснил Немиэль, с трудом сдерживая раздражение. «Рыцари говорили, что это колебанский лев, один из самых опасных лесных хищников. Они сказали, что чудовище лишило жизни уже две сотни людей, и это в Северной чаще, где поселение можно отыскать с большим трудом». «Рыцарская охота не может быть легким испытанием, Немиэль», сказал Захариэль. «В ней мы показываем все, на что способны, и доказываем, что готовы принять рыцарство». «Никто не говорит о легком испытании, но это выходит за всякие рамки», упорствовал Немиэль. «Все в один голос говорят, что это чудовище достойно истинных героев вроде Льва и Лютера. Не сочти за обиду, братец, но ты не принадлежишь к их числу и никогда не станешь таким, как они. Для победы над подобным монстром у тебя недостаточно сил и опыта, точно так же, как и у меня и у любого из нас. Наверху уверены, что этот вызов полное безумие. Я понимаю, что ты страстно желаешь стать рыцарем, мы все этого хотим, но, по-моему, тебе следовало подождать менее опасного зверя. Никто бы тебя за это не осудил, и славы ты получил бы ничуть не меньше». Захариэль сердито тряхнул головой. «Дело вовсе не в славе, и мне наплевать, что скажут обо мне люди. Уж тебе-то следовало бы знать меня получше». «Да, я понимаю, но неужели ты сам не сознаешь, что твой вызов сплошное безумие? Я не преувеличивал, когда говорил, что это самоубийство. Ты соображаешь, что не справишься? Зачем ты вообще на это пошел?» «Я ждал этого долгие годы», медленно и отчетливо произнес Захариэль. «С того самого дня, когда меня зачислили в претенденты ордена, я мечтал об этом. А когда брат Амадис умер, я понял, что момент настал. Я больше не мог ждать. Кроме того, вспомни, что мастер Рамиэль говорил, «Вы не вольны выбирать зверя. Это зверь выбирает вас. Ты и сам должен помнить этот урок». Захариэль улыбнулся, давая понять, что он всего лишь шутит, чтобы разрядить обстановку. Но Намиэль не желал отступать. Он смотрел на брата с явным раздражением и чуть ли не обидой. Отец и Элиот сидели молча, понимая, насколько неблагоразумно было бы вмешиваться в спор между братьями. «Это не смешно, Захариэль. Тебя могло убить еще то, первое чудовище. Вспомни, я ведь был там, когда на нас напал крылатый зверь. Легко считать себя неуязвимым, когда ты одет в доспехе и вооружен моторизированным мечом и чудесным пистолетом. Но наше оружие и наша броня ничего не значат для великих зверей. К ним нельзя относиться легкомысленно. Это дело серьезное». «Я знаю», согласился Захариэль. «Не пойми меня неправильно, я сознаю все опасности предстоящей охоты. Я понимаю, насколько тяжелой она будет, но там, где ты видишь непреодолимую проблему, я вижу преимущество. Ты не хуже меня, знаешь, учение ордена. Все наши уроки с мастерами, все учебные бои и тренировочные сессии, все шуточные дуэли и турниры с самого первого момента после нашего прихода в крепость были обращены на одну цель – превосходство. Это единственное качество, имеющее смысл в жизни человека. Это единственное, что делает нас достойными рыцарства. Это главный идеал ордена. Тебе известно изречение, жизнь человечества должна подчиняться одной цели – достижению совершенства во всех его формах, как в личных качествах, так и в общественной жизни. Можешь не цитировать мне изречение, – огрызнулся Немиэль. Мастер Рамиэль накрепко вбил их в наши головы, и я знаю наизусть каждую его строчку. Тогда ты должен помнить и еще кое-что. Чтобы достичь и продемонстрировать превосходство, каждый должен преодолеть максимально тяжелое испытание. Только посредством сурового экзамена мы можем познать истинную силу своего характера. Вот чему учит орден – максимально тяжелое испытание, суровый экзамен. Вряд ли я последую его заветам, если откажусь от вызова и запасения, что охота окажется слишком опасной. Да, наши идеалы требуют этого, согласился Немиэль. Но надо быть реалистами. Если все разговоры рыцарей правдивы, это чудовище под силу одолеть только целому отряду опытных бойцов. Даже Лорд Джонсон, прежде чем убить Калибанского льва, был тяжело ранен. Такой вызов не для претендента. Может, ты и прав, признался Захариэль. Но после того, как брат Амадис отдал мне свой пистолет, я должен был принять и его вызов. Если мы начнем выбирать испытания из соображений их легкости или трудности, мы вступим на скользкий путь, ведущий к поражению. В любом случае, давайте не будем спорить. Решение принято, и изменять его уже поздно. Я вверяю себя своей судьбе. Лучшее, что мы можем сделать, это поднять бокалы и надеяться, что снова увидим друг друга. Захариэль встал и взял в руку кубок. «За завтрашнюю жизнь, брат!» произнес он. Немель примирительно улыбнулся и тоже поднял бокал. «За завтрашнюю жизнь!» повторил он, и в его глазах блеснули слезы. Глава седьмая «Тебе надо выбрать тропу, ведущую на восток», сказал лесник. Он пешком шел впереди по лесной стежке, а Захариэль на боевом коне следовал за ним. «Будешь ехать, пока не доберешься до маленькой поляны, сразу за деревом, в которое ударила молния. Оно обгорело, и ствол расщепился на две части ровно посередине, так что не пропустишь. Вот туда и направлялась пропавшая группа. Конечно, они, скорее всего, так и не дошли до поляны, иначе мы бы уже здесь смогли отыскать их следы». Лесника звали Нарел. Захариэля с ним познакомил лорд Демиэль, правитель Эндриаго, и вскоре после этого они уже миновали расколотые и укрепленные баррикадами ворота, покидая объятый ужасом город. Нарел был одним из лесников, живущих в замке и присматривающих за окрестными землями. Он оказался смелее своих товарищей и согласился проводить Захариэля на поиски чудовища. Точнее говоря, он взялся показать тропу, по которой вчера отправилась пропавшая группа мужчин и женщин, осмелившихся выйти за пределы стен, чтобы пополнить запасы дров и съестных припасов. «Люди говорили им, что они поступают безрассудно», продолжал Нарел. «Их предупреждали, что можно наткнуться на великого зверя, но что им оставалось делать? У каждого дома полно детей, и всех их надо кормить. А скоро уже наступит зима, и чтобы выжить, надо запасти много еды и дров. Здесь только так и живут. Кроме того, все они были хорошо вооружены, смельчаков набралась целая дюжина, и они рассчитывали, что в таком отряде им ничего не грозит. Но в этих лесах никогда нельзя чувствовать себя в безопасности, хотя, как я думаю, это не только из-за великого зверя». Нарел был вдвое моложе лорда Дамиэля, но, как быстро выяснилось, вдвое болтливее своего господина. Всю дорогу, провожая Захариэля по тропе, он непрерывно говорил. Лесник имел привычку болтать в полголоса и все время беспокойно поглядывать то на вершины деревьев, то по сторонам. Он явно нервничал, как будто ожидал, что чудовище может в любой момент выскочить из зарослей и броситься на путников. «Конечно, теперь и эти ребятишки останутся без еды», сказал Нарелл, в двадцатый раз проверяя, есть ли заряд в его шомпальном ружье и взведен ли курок. «Им придется голодать, пока кто-нибудь не приютит сирот, но только не я. Я сочувствую несчастным детишкам, но у нас с женой полно своих голодных ртов. Можешь мне поверить, это целая трагедия. Каждый раз после нападения чудовища остается все больше и больше сирот. В последний раз, как говорят, погибли сто восемьдесят человек. Значит, опять осталось полно детей, лишившихся отца или матери». Захариэль вполне понимал тревоги лесника. Из его рассказов выходило, что почти все последние жертвы великого зверя, по крайней мере, те, кто жил в Эндриаго, были ему знакомы. А кое-кто даже приходился родственникам. Учитывая изолированность поселения и широкие родственные связи обитателей Калибана, такая ситуация не могла показаться необычной. Каждый из жителей Эндриаго в результате нападения пришедшего из леса хищника потерял или соседа, или родственника, или члена семьи. За то недолгое время, что он провел в замке, Захариэль осознал, насколько силен страх, поселившийся в этих стенах. Он не смог отыскать ни одного человека, будь то мужчина, женщина или ребенок, кто не испытывал бы ужаса перед великим зверем. Жители Эндриаго осмеливались выйти из городских стен только в случае крайней необходимости, а после того, как Захариэль осмотрел многочисленные и глубокие отметки клыков и когтей на воротах замка, он был вынужден признать, что их страх вполне оправдан. Чудовище превратило жителей в пленников, заключенных между укреплениями замка, и этот факт, вместе с воспоминаниями о смерти брата Амадиса, еще больше укрепил решимость Захариэля покончить со злобным существом. Так не могло больше продолжаться. Как говорил Нарел, смену времен года остановить невозможно. Подступает зима. Вскоре жители Эндриаго окажутся перед трудным выбором. Чтобы пережить лютые зимние месяцы, необходимо пополнить запасы продовольствия. Им придется или принять мучительную смерть от голода и холода, или выйти за ворота, рискуя нарваться на разъяренного хищника. Несколько ушедших вчера мужчин и женщин уже сделали свой выбор. Для них все уже закончилось, но оставалось еще целое поселение, чье существование висело на волоске. Если позволить чудовищу и дальше безнаказанно бродить по лесу, если никто его не выследит и не убьет, в лесах вокруг Эндриаго разыграется еще немало трагедий. Будет еще больше горя и еще больше сирот. Зверь похитил уже слишком много жизней, и ни одно сообщество не может позволить себе бесконечно долго терпеть подобную ситуацию. Груз ответственности, давивший на плечи Захариэля, становился невыносимым. Если ему не удастся убить великого зверя, на кону окажется не просто его жизнь, а существование всего Эндриаго и живущих там людей. «Ну вот, пожалуй, и все», сказал Наррел. «Как ты помнишь, я не обещал сопровождать тебя до самого конца. То есть, я бы мог, но у меня есть жена и дети. Ты ведь понимаешь, правда? Мне надо за ними присматривать». «Я понимаю», ответил Захариэль. «Отсюда я и сам смогу найти дорогу». «Тогда все в порядке», кивнул Наррел. Лесник повернулся, намереваясь отправиться назад в Эндриаго, но прежде чем уйти, через плечо оглянулся на Захариэля. «Я желаю тебе безопасного пути сквозь тьму, Захариэль из Ордена. Пусть хранители тебя направляют и оберегают. Можешь не сомневаться, сегодня вечером я совершу для тебя жертвоприношение. Рад был познакомиться». С этими словами он зашагал прочь и больше не оглядывался. Захариэль после ухода Наррелла проехал еще немного и вдруг понял, что прощальные слова лесника не выходят у него из головы. Было очевидно, что Наррел не надеялся на то, что юный воин останется в живых. Лесник не произнес ни одной из обычных в таких случаях прощальных фраз. Он не упоминал о завтрашней жизни или о чем-либо подобном, вместо этого, избрав довольно любопытное напутствие, пожелал Захариэлю безопасного пути сквозь тьму. Он попросил хранителей направить его и оберегать. И еще он пообещал совершить жертвоприношение. На Колибане такие слова не говорили человеку, с которым надеялись встретиться снова. Это было не благословение, а прощание. Согласно общепринятым здесь представлением о смерти, после гибели человека его душа спускалась в подземный мир и странствовала по спиральной тропе, которая, в зависимости от его прижизненных поступков, могла привести либо в преисподнюю, либо к порогу возрождения. Отсюда и прощальные слова Нарла. Они были позаимствованы из общеизвестного погребального обряда, где в процессе церемонии от имени усопшего читалась молитва с просьбой к стражам потустороннего мира позаботиться о его дальнейшей судьбе. Захариэль не таил обиды на лесничего. Он не сомневался, что у того были самые добрые намерения. На Колебане почти не имелось больших городов, но даже по его стандартам Эндриаго было весьма захолустным поселением. В таких местах старые обычаи очень крепки. По представлениям самого Нарелла он оказал большую честь Захариэлю, стараясь облегчить ему странствие в потустороннем мире, которое, без сомнения, предстояло совершить всякому, кто окажется лицом к лицу с великим зверем. Но Захариэль считал, что лесник понапрасну растрачивал свое красноречие. Такие вопросы редко обсуждались, по крайней мере открыто, но в обществе Калибана существовали и другие религиозные представления. С одной стороны, на планете имелась традиционная религия, все еще очень популярная как среди простого людо, так и в кругу немногочисленных фанатиков из числа знати. В этой религии сочетались элементы культа предков и мистические народные воззрения, восходящие к древним познаниям первых колонизаторов планеты. Приверженцы этой религии верили, что леса Калибана населены духами-хранителями, особую роль в ней играли мрачные невидимые ангелы, которые время от времени вмешивались в людские дела, преследуя свои собственные, никому неведомые и загадочные цели. Однако это не означает, что хранители во тьме единственные сверхъестественные существа на колебании. Последователи традиционной веры считали великих зверей злобными духами, принявшими материальную форму, чтобы приносить людям страдания и лишения. Учитывая все это, не было ничего удивительного, что отдельные жители и целое семейство нередко приносили жертвы хранителям во тьме, умоляя их вмешаться и усмирить и усмирить великих зверей. В отличие от верований народа, рыцарские ордена колебана придерживались более гностического креда. Они полностью отвергали вмешательство в жизнь людей сверхъестественных сил. Даже допуская существование таких существ, как духи и божества, они подвергали сомнению их прямое вмешательство в дела людей. Считалось, что побуждение и стремление сверхъестественных существ слишком чужды человеческому восприятию мира, и они вряд ли способны определить, когда требуется их помощь и в чем она должна выражаться. Философия рыцарских орденов утверждала, что единственной побудительной силой в развитии личности любого человека является его собственная воля, а не предполагаемое влияние потусторонних сил. В соответствии с этими положениями в различных сообществах уделяли внимание совершенствованию разума и физического состояния рыцарей, чтобы добиться соответствия идеалам превосходства, хотя представления об этих идеалах могли отличаться в разных орденах. Захариэль, после того, как провел много лет в ордене, впитал религиозные убеждения своих мастеров и принял их как свои собственные верования. Он не собирался спорить с людьми вроде Нарелла, но и вникать в их суеверия тоже не имел никакого желания. Хранители во тьме существовали только в мифах, и он не верил в оберегающих духов, милостиво охранявших человеческие души от каких-то теней. Захариэль верил только в силу человеческого разума. Деяния людей, подобных Лютеру и Льву, их кампания по уничтожению великих зверей, служили ему подтверждением того, что у человека есть право свободного выбора пути своего развития. Разум способен постичь мир и даже космос, и люди, если им представится шанс, всегда предпочтут помочь своим братьям. Захариэль был уверен, что все люди в сущности добры, и будь у них возможность, они из всех предложенных путей выберут самый лучший и светлый. Ни один человек не станет сознательно творить зло, если к этому его не принудят какие-либо обстоятельства. На дурные поступки могут спровоцировать голод, невежество или страх, но никто не станет следовать по пути зла, если есть другие возможности. Никто не может сознательно выбрать тьму, если есть возможность идти к свету. В конце концов, Захариэль выбросил из головы не предвещавшие ничего хорошего напутствие Наррелла, перестал размышлять о природе человечества и сосредоточился на предстоящей охоте. В этот момент его больше интересовали наставления лесника относительно дороги, а не вопросы человеческой судьбы и предназначения. Тот велел ехать на восток до обожженного молнией дерева и поляны за ним. Захариэль последовал этим инструкциям и воспользовался методом своих мастеров, позволявшим очистить мысли и обратить все духовные силы настоящую перед ним цель. Он подстегнул коня и тот перешел на рысь. Пришпуривая скакуна, Захариэль устремлялся навстречу своему будущему. Тропа оказалась достаточно протоптанной и Захариэль легко отыскал опаленное молнией дерево. Сразу за ним простирался лес замшелых стволов, стоявших словно ряды древних менгиров. Здесь начиналось царство сумрака и теней, и Захариэль начал понимать происхождение местных суеверий. Северная чаща давно считалась непригодным для жилья местом, из-за близости гор, где устраивали себе логово опасные хищники, из-за слишком бедной почвы, требующей неимоверных усилий, чтобы получить какую-то отдачу, и из-за того, что леса были слишком густыми, чтобы можно было передвигаться по ним относительно безопасно. Более того, это место пользовалось дурной репутацией и славилось необъяснимыми явлениями вроде загадочных огней в гуще леса или пропажи людей, которые через неделю-две возвращались к своим семьям, но постаревшими на целые десятилетия. Да, северная чаща хранила немало секретов, и Захариэль, как не крепился углубляясь в сердце леса, ощутил первое шевеление страха. Хоть он и поклялся себе ничего не бояться, оказалось, что страх просто притаился под слоями ненависти к зверю и горечи, вызванной кончиной брата Амадиса. Как просто было насмехаться над суевериями сельских жителей, находясь под защитой стен Эндриага, среди друзей и при ярком свете. И как легко одиночество и сумрак могли развеять всю решимость и самоуверенность. Захариэль проглотил страх и опять пришпорил коня, чувствуя, что скакун тоже боится этого места. Вокруг стояли такие старые, кривые деревья, каких он еще никогда не видел, вероятно, пораженные какой-то болезнью, поскольку из них повсюду сочился тягучий сок, наполнявший воздух запахом подгнивших фруктов. Деревья мелькали мимо по мере того, как Захариэль углублялся в северную чащу, и ему все время чудился невнятный шепот, словно последний вздох умирающего человека. Почва под копытами коня становилась все более влажной и болотистой, и корни деревьев почти полностью скрывались под сплетенными стеблями травы. Все дальше и дальше уходила взаросли тропа, и в душе Захариэля возникло ощущение пустоты, сосущая бездна холодила сердце и разум. Внезапно Захариэль почувствовал себя бесконечно одиноким. Дело было не в полном отсутствии людей, а в одиночестве души, абсолютной изоляции от окружающего мира. Ужасное ощущение сопровождалось осознанием собственной незначительности, и Захариэль едва сдержал жалобный крик. Каким надо быть высокомерным, чтобы считать, что находишься в центре спирали? Что за тщеславие верить, будто можешь оказать влияние на путь развития всего мира? Глаза наполнились слезами, а конь, не сознающий, какая мрачная тьма окутала душу его седока, уносил его все глубже в лес. Я не ничтожество, шептал Захариэль подступившей тьме. Я Захариэль из ордена. Тьма насмешливо глотала его слова, и прежде чем звуки могли вызвать хоть малейшую рябь на поверхности окружившей его бездонной пустоты, их подхватывал и уносил неощутимый ветер. «Я Захариэль из ордена!» закричал он в темноту. Слова опять растворились в безмолвии, но в этот раз энергичное восклицание на короткий миг заставило темноту покинуть его душу. Захариэль кричал снова и снова, сознавая опасность громких звуков во время охоты на опасного хищника, но еще больше, опасаясь безмолвной тьмы, грозящей завладеть его душой. Тропа все так же уходила а Захариэль продолжал громко повторять свое имя. С каждым шагом своего коня он все отчетливее чувствовал, что из земли сочется невидимая злоба и неуправляемая стихийная энергия, словно глубоко-глубоко под поверхностью колебана бьется готовый прорваться наружу грозный источник. Как сквозь построенную бобрами из глины и грязи плотину сочатся струйки воды, так и здесь, на поверхность мира, из глубины вырывалось нечто ужасное, что влияло на жизнь обитавших поблизости людей. Едва эта мысль успела оформиться в сознании Захариэля, как он почувствовал, что уже не один в лесу. Мягкое прикосновение к поводьям остановило боевого коня, и Захариэль жадно вдохнул глоток холодного воздуха. Он совершенно четко ощущал присутствие нескольких существ, скрывавшихся в тени под деревьями. Он знает, он чувствует это. Юноша не мог никого разглядеть, настолько глубоко эти существа скрывались во мраке между деревьями, и все же абсолютно точно знал, что они там. Они смотрят на него из темноты. Смотрят на него из темноты. Он видел движение краем глаза, но стоило повернуть голову и взглянуть прямо, как едва уловимые тени исчезли. Захариэль заметил не меньше пяти существ, но не мог с уверенностью сказать, сколько их всего. Убьем его, он уже поражен. Шепот порхал между деревьев, однако Захариэль знал, что эти звуки вылетают не из человеческого горла, вернее сказать, не принадлежат к миру, который можно исследовать пятью имеющимися чувствами. Он воспринимал ведущийся вокруг него разговор, и хотя слова, если это понятие можно применить к беззвучному обмену информацией, были ему совершенно незнакомы, он без труда различал их смысл. «Кто вы такие?» закричал он, стараясь придать голосу уверенности. «Перестаньте шептать и покажитесь!» Наблюдавшие за ним тени, при звуке его голоса отступили глубже под деревья. Возможно, они были удивлены, что он заметил их присутствие и слышит их почти беззвучное бормотание. «Он уже несет в себе порчу, лучше убить его сразу!» От такой угрозы рука Захариэля сама собой потянулась к мечу, но едва ощутимое прикосновение к мыслям предостерегло его от любых враждебных действий. «Не трать по напрасну силы, Захариэль Зордина! Ты не сможешь причинить нам вреда оружием этого мира!» Голос как будто раздавался в его голове, и Захариэль вскрикнул. На мгновение ему показалось, что говоривший находится прямо перед ним. «Кто вы такие?» Снова крикнул он, быстро восстановив контроль над своими чувствами и бросая по сторонам настороженные взгляды. Так никого и не обнаружив, Захариэль заставил коня развернуться на месте, а меч словно сам прыгнул ему в руку. «Покажитесь!» потребовал юноша. «Я уже устал от ваших глупых трюков!» «Хорошо!» Как только слово отпечаталось в его сознании, он сразу увидел одно из загадочных существ. Из темноты за деревьями появилась фигура всего нескольких футов ростом, с головы до пят, закутанная в грубый балахон с низко надвинутым капюшоном. Темнота внутри капюшона казалась еще более плотной, чем та, что окружала Захариэля, и он совершенно отчетливо понял, стоит увидеть скрывающееся там лицо, и ему грозит неминуемое безумие. Руки загадочного существа были сложены на груди и полностью закрыты рукавами балахона. В его походке сквозило странное подобострастие, хотя в поведении не было ничего похожего. «Кто ты такой?» спросил Захариэль. «Ты есть хранитель во тьме?» «Эти слова вполне отражают нашу цель». «Цель?» «Какую цель?» снова задал вопрос Захариэль. «Общаться с вами в той манере, которую вы в состоянии воспринять. Чтобы понять этот мир, людям необходимо всему дать какое-либо название». «Людям?» переспросил Захариэль. «Это значит, что вы не человеческой расы, так?» «Правильно. Наша раса неизвестна большинству людей». «Так кто же вы?» «Это не важно. Важно то, чтобы ты покинул это место». «Я не могу», сказал Захариэль. «Я поклялся уничтожить зверя, который убил моего друга». «Существо, которое ты ищешь не здесь, хотя и неподалеку». «Ты знаешь, где он? Скажи мне». «Хорошо, но ты должен дать слово уехать и никогда сюда не возвращаться. Эти леса поражены, и людям здесь делать нечего». «Поражены? Чем поражены?» Миниатюрное существо покачало головой. «Нет, эти вещи не для людского ума. Ты и так слишком много узнал, да еще пытаешься вмешаться в дела, которые тебя не касаются». «Я не понимаю», вздохнул Захариэль. «Чем вы здесь занимаетесь?» «Мы члены братства, почти такие же, как и ты сам. Образуем группу, сдерживающую самое древнее зло». «Какое зло?» спросил Захариэль. «Великих зверей?» «Нет, это всего лишь внешние симптомы более опасной болезни. Я не стану называть это зло, достаточно сказать, что оно угрожает вашей расе и когда-нибудь приведет ее к гибели». При упоминании о величайшем зле у Захариэля похолодело сердце и в глубине души он понял, что существо говорит правду. В его словах слышалась мудрость веков и хотя это могло бы показаться невероятным, Захариэль чувствовал, что это создание прожило не одну тысячу лет. «А это зло, его возможно победить?» «Конечно, любое зло может быть побеждено». «Тогда позвольте я помогу вам его уничтожить!» воскликнул он. «Такое зло, как это, никогда не может быть уничтожено полностью. Его натиск можно сдержать на какое-то время, но пока в мире остаются люди, оно тоже будет существовать». «Как же уходи и никогда не возвращайся?» Захарель кивнул, но как бы не хотелось ему побыстрее выбраться из этого места, он не желал уезжать, не узнав хоть что-то еще о загадочных пришельцах. «А как вы здесь оказались?» Существо снова покачало головой, и Захарель заметил, что из-за деревьев показались еще двое, и их наружность и манера держаться были абсолютно такими же, как у первого. «Он задает слишком много вопросов, его раса славится своим любопытством, им придется за это поплатиться, надо бы его убить». Захарель понятия не имел, кто из них говорит, поскольку голоса перемешивались в его сознании и накладывались друг на друга словно струи воды. И хотя существа были малы ростом и в физическом отношении никак не могли бы с ним справиться, юный воин ничуть не сомневался, что они обладают непостижимыми силами и в состоянии прервать его жизнь с такой же легкостью, с какой человек задувает горящую свечу. «Почему вы хотите меня убить? Какое зло я вам причинил?» «Лично ты никакого, но твоя раса в целом угрожает погрузить галактику в бездну бесконечного страдания». Мысли бешено завертелись в голове Захариэля. Из слов существа следовало, что люди живут и за пределами Калибана, что человеческая раса населяет и другие звездные миры. Этот вывод привел его в сильнейшее возбуждение, а осознание того, что множество древних мифов оказались правдой, ударило в его голову прекраснейшим извин. Окрыленный этим, он поднял меч. «Я уже принес клятву ордену, что буду защищать его от всяческого зла, но теперь я клянусь еще и сделать все, что в моих силах, чтобы противостоять злу, о котором вы говорите». Он ощутил безмолвное одобрение таинственных собеседников и понял, что они распознали истинность его слов. «Очень хорошо, Захариэль из ордена. Мы принимаем твою клятву, а теперь тебе пора уходить». У Захариэля оставались еще тысячи вопросов к хранителям, но пришлось удовлетвориться искрами знаний, которые уже блеснули перед ним. Он вложил меч в ножны и развернул коня, а загадочные существа отступили под деревья. Фигуры хранителей уже сливались с лесным сумраком, но Захариэль припомнил слова, произнесенные одним из них, и в его голове возник еще один, последний вопрос. «Подождите!» закричал он. «Что вы имели в виду, когда говорили, что я уже несу в себе порчу?» Сначала ему показалось, что хранители не намерены отвечать, но за миг до того, как их силуэты окончательно растворились в лесу, из темноты прошелестело. «Не ищи способа открыть дверь, которая ведет к легкой власти, Захариэль из Ордена. Возвращайся к опаленному молнии дереву, и ты найдешь то, что ищешь». А потом они исчезли. Захариэль возвращался с легким сердцем. Свинцовый груз, давивший на его плечи всю дорогу вглубь северной чащи, с каждым пройденным обратно километром уменьшался. В этой части леса случилось нечто страшное, что-то настолько ужасное, что на колебан с другой планеты прибыли хранители, и теперь они присматривают за опасным участком. Остался ли источник зла на колебании или покинул его, оставив лишь свое эхо, Захариэль не знал и подозревал, что для него лучше будет и дальше оставаться в неведении. Он понял, что опасность, таящаяся в этом месте, куда серьезнее, чтобы угрожать всего лишь телу. Ему довелось приобщиться к тайному знанию, и если орден и мог чем-то гордиться по праву, так это способностью его членов хранить тайны. То, что стало ему известно, и то, во что он поверил, будет надежно сокрыто в его сердце, и никакие земные методы не заставят его выдать секретное знание. Захариэлю вспомнился разговор со львом на верхней площадке башни, и сомнения великого воина относительно существования Терры и других населенных людьми миров. Теперь Захариэль один на всем колебания мог ответить на этот вопрос, и эта исключительность вызывала в его душе бурное волнение. Обратный путь из темной глубины леса оказался гораздо легче. Конь легко ступал по уже знакомой дороге, без труда пробираясь сквозь путаницу трав и корней, обходя упавшие деревья. Даже сгустившийся здесь сумрак казалось немного приподнялся, и сквозь густо сплетенные кроны деревьев пробился теплый луч после полуденного солнца. Наконец густой подлесок раступился, началась протоптанная тропинка, и Захариэль улыбнулся, узнав следы своего коня, оставленные несколько часов назад. Лошадь без всякого понукания свернула на тропу, и он поехал под зелеными арками листвы к поляне с почерневшим от удара молнией деревом. Захариэль настолько углубился в раздумья, что зверь едва не настиг его врасплох. Грозное существо прыгнуло к нему, словно материализовавшись из воздуха. Зверь таился в тени за стволом древнего дерева на самом краю поляны. В первый момент, когда он пошевелился среди листвы, могло показаться, что ожила причудливо выгнутая скала. Захариэль мельком заметил устремившийся ему навстречу темный силуэт. Зверь оказался огромным и двигался с невероятной скоростью. Испуганный конь резко остановился и панически заржал. Захариэль, сильно натянув поводья от неожиданности, едва удержался в седле. Колебанский лев навис над ним. Еще мгновение, и зверь разорвет его на части. Глава восьмая. За один затянувшийся, исполненный страхомомент, Захариэль успел подробно рассмотреть строение тела, ринувшегося на него чудовище. Оно обладало широким мощным туловищем, но львиным его можно было назвать только из-за того, что существо передвигалось на четырех конечностях и имело гриву из растущих на затылке бронированной головы острых шипов. Каждую из лап закрывали блестящие полостины природного панциря, крепкого, словно камень, но в то же время пластичного, как мускулы. Из передних лап торчали похожие на кинжалы когти, а из верхней челюсти выступала пара клыков, словно огромные кавалерийские сабли. До этого момента Захариэль еще мог полагать, что после гибели многочисленных жертв люди были склонны преувеличивать опасность великого зверя, но в этот миг он понял, что был неправ. Он остался в живых лишь благодаря рефлексам, отточенным за долгие часы тренировок на стрельбище Холдоруха. Захариэль выхватил подаренный братом Амадисом многоствольный пистолет и выпустил очередь, целясь в грудь чудовища, как учили его наставники. Все выстрелы попали в цель, но казалось, что Лев даже не заметил ударивших в его толстую шкуру снарядов. Эти заряды обладали значительной разрывной силой, они были предназначены для того, чтобы взрываться внутри цели и могли остановить почти любое существо, даже таких ошеломляющих размеров. Но пули отскочили от львиной шкуры, и тварь едва ли заметила их удары. Великий зверь яростно зарычал и, взмахнув лапой, прыгнул. Удар пришелся по корпусу коня Захариэля. Когти с отвратительным треском переломали ребра и вспороли бок несчастного животного. Боевой скакун дернулся так, что Захариэль вылетел из седла и приземлился в грязь почти посередине поляны. Лошадь забилась в агонии, разбрызгивая горячую кровь. Из огромной раны вываливались клубки внутренностей. Пока внимание льва было приковано к первой жертве, Захариэль быстро вскочил на ноги. Он снова выстрелил из пистолета, еще один залп ударил в зверя, но лев занимался еще живой лошадью, и его страшные клыки отрывали куски мяса от конского крупа. Пластины брони пребывали в постоянном движении, снаряды при попадании в них выбивали искры и брызги с малоподобной субстанции, но не причиняли видимого вреда. Пистолет щелкнул в холостую, указывая, что Захариэль уже расстрелял весь магазин, и тогда лев испустил оглушительный рев, наполовину вопль, наполовину вой. Отступая от чудовища и изумляясь его непомерной силе, Захариэль торопливо перезарядил оружие. Лев медленно прошел по краю поляны. Его змеиные глаза, перечеркнутые вертикальными щелями зрачков, полыхали оранжевым пламенем, гриба шипов на голове и шее колыхалась от движения мышц, острый шип грозил смертью. Захариэль продолжал двигаться, обходя огромное чудовище по дуге. Утробный рык и потеки слюны из открытой пасти свидетельствовали о неутолимом голоде монстра, и Захариэлю пришлось сделать над собой усилие, чтобы не представлять, как жуткие клыки разрывают его тело. Хотя этот зверь был совершенно чуждым существом и казался порождением ночного кошмара, у Захариэля сложилось впечатление, что тот уставился в его сторону с выражением мрачного удовольствия. Пытаясь побороть приступ страха, он вспомнил крылатое существо, с которым сражался много лет назад, вспомнил свое описание ситуации, как охоты паука на муху. Сейчас ему казалось, что лев испытывает от охоты то же самое злобное наслаждение. Как если бы человек представлялся ему изысканной закуской, которой надо было сначала насладиться и только потом проглотить. Полученные на тренировках навыки предсказывали юноши держаться от льва на расстоянии и использовать пистолет, но рыцарский кодекс побуждал броситься на чудовище и встретиться с ним в ближнем бою. Захариэль не опускал пистолета, но одновременно обнажил меч и прикинул имеющиеся возможности. Считая поставленный магазин, у него в запасе имелось две полных обоймы. В сидельных сумках оставшихся напавшей лошади находились еще боеприпасы, но они оставались вне пределов досягаемости. Если не допускать ближнего боя, у него было двадцать четыре выстрела, чтобы убить чудовище. В обычных условиях этого хватило бы для уничтожения любого противника или любого другого существа на планете. Но великие звери Калибана не были обычными животными, и в их омерзительных телах воплотились самые худшие черты сразу многих хищников. На груди льва, там, где разрывались снаряды, выступила тягучая красная жидкость, но Захариэль не знал, кровь ли это или какие-то другие выделения. Даже в тех местах, где пули вырвали фрагменты брони, пластины сошлись вплотную. Внезапно лев с удивительной скоростью побежал к нему через поляну. Захариэль мгновенно отступил в сторону и описал мечом широкую дугу, готовясь отразить атаку чудовище. Подвижные зубья заскрежетали по львиному боку, в Захариэля полетели брызги крови. Лев зарычал и в прыжке повернулся, так, что задние едва упав, тот откатился в сторону, держа меч в вытянутой руке, чтобы не напороться на собственное оружие. Перед глазами сверкнули шипы из львиной гривы, тяжелые лапы ударили в то место, где он только что лежал. Захариэль ударил мечом, и его зубья рассекли пластины на шее чудовища. Из разрезанных шипов брызнула и зашипела на доспехах тягучая едкая кровь. Лев развернулся, перед Захариэлем разверзлась огромная пасть. Он рванулся в сторону, и мощные челюсти захлопнулись всего в нескольких сантиметрах от его тела. Захариэль не переставал атаковать, и выпустил в бок льва еще несколько пуль. И снова зверь не проявил никаких признаков боли или шока, по-видимому, совершенно невосприимчивый к ним. Тело Захариэля стало липким и скользким от пота, мышцы от плеч до самых лодыжек одеревенели от напряжения. В его доспехах имелись механизмы, предназначенные для облегчения движений и охлаждения, но они уже не справлялись с интенсивной нагрузкой при борьбе со львом. Жизнь Захариэля висела на волоске, и следующие несколько секунд должны были решить, доживет ли он до следующего заката. Время осторожных действий закончилось. Чтобы перевести дух, Захариэль несколько раз взмахнул мечом, сдерживая яростно ревущего зверя, а потом внезапно прыгнул вперед. Едва коснувшись земли, он перекувыркнулся через голову, вскочил на ноги, уже стреляя из пистолета Амадиса, и с воплем продолжал бежать навстречу льву. На долю секунды лев казалось замер от изумления, разинул пасть и испустил грозный рык. А потом они оба устремились навстречу друг другу и в одно мгновение сошлись вплотную. В непосредственной близости от чудовища у Захариэля закружилась голова. Что-то в этом существе вызывало тошноту и омерзение. Вокруг зверя распространялся густой запах гниения и даже как будто не запах а присущая монстру отвратительная аура аура заражающая все находящиеся поблизости предметы. Захариэлю казалось что эта омерзительная атмосфера просачивается сквозь мельчайшие трещинки его доспехов. Более того великий зверь казался раковой опухолью на сердце мира источником заражения который необходимо уничтожить. Ненависть придала юноше сил. Захариэль оказался совсем рядом с чудовищем. В последнее мгновение перед касанием он успел выпустить еще пару зарядов практически в упор. А потом когда лев уже взмахнул над ним когтистыми лапами проворно увернулся от удара и ударил мечом в широкую грудь монстра. Лев взревел от ярости широко раскрыв пасть. Захариэль снова поднял пистолет и послал несколько снарядов в зияющую глотку направив дуло слегка вверх. Меч наносил один удар за другим и жужжащие зубья пробили наружные слои львиной шкуры. Но в этот момент массивная голова монстра врезалась в Захариэля и тот покатился по земле с ужасом слыша как в его теле с треском ломаются кости. Юный воин сильно ударился а лев передними лапами встал ему на грудь вышибив из легких остатки воздуха. Острые и огромные как кинжалы когти пронзили пластины доспехов и кончики прорвали кожу и мышцы исторгнув у Захариэля пронзительный крик. Он чувствовал на себе колоссальный вес львиного тела голова чудовища оказалась всего в нескольких сантиметрах от него и густая едкая слюна закапала на лицо. Захариэль едва мог дышать но рука с пистолетом все еще оставалась свободной и Захариэль с близкого расстояния несколько раз выстрелил в живот монстра. Он услышал угрожающий треск и понял что сочленения доспехов не выдерживают. Лев стоял над ним и видел что его жертва лишена возможности двигаться и обессиленно а потому намеревался наблюдать замедленной и мучительной агонией под тяжестью мощных лап. Грудь Захариэля словно сдавливал железный обруч так что он почти не мог дышать. Львиные когти приподняли его с земли и приблизили к пасти. Чудовище явно собиралось перекусить его пополам. Из широко открывшейся глотки вырвалось зловонное дыхание настолько омерзительное что и представить трудно. В пасти сверкнуло два огромных клыка колоссальные органические клинки готовые уже через мгновение прервать его жизнь. Захариэль тщетно забился в когтях но те лишь сильнее впились в его тело и не давали повернуться. От злости и страха юноша закричал и ему представилось как ненависть к зверю зажигается в душе ярким шаром неудержимой энергией. Грозные клыки начали опускаться и он плюнул прямо в пасть льва. Захариэль закрыл глаза чтобы не видеть смертоносного орудия и вдруг ощутил как ненависть вырывается из груди ослепительным потоком света. И все остановилось. Даже с закрытыми глазами он мог видеть силуэт льва все его кости и внутренние органы открылись взгляду словно освещенные таинственным чистым солнцем. Он видел струящуюся по телу кровь, биение звериного сердца и потоки нечистой энергии давшие жизнь страшному существу. Изображение двигалось но не быстрее ползущего с гор ледника. Каждый удар львиного сердца сопровождался глухим раскатистым гулом словно ударял гигантский древний маятник. И клыки тоже двигались хотя Захариэлю потребовалось несколько секунд чтобы понять что они продолжают опускаться. В теле Захариэля болел каждый мускул каждый сустав. Грудь пылала огнем и он чувствовал как болезненный холод просачивается в кости и как течет сквозь него новая неведомая сила. Он посмотрел вниз и увидел собственный скелет и сосуды у себя под кожей. Как он и предполагал лапы зверя переломали несколько ребер и их зазубренные концы соприкасались друг с другом под прозрачным покровом доспехов. Захариэль поднес к груди зверя руку и она прошла сквозь контур тела словно прозрачная плоть стала непрочнее дыма. Заметив что все еще сжимает в руке пистолета Модиса открывший его обновленному взору все внутренние механизмы Захариэль мечтательно улыбнулся. Он приставил дуло пистолета к призрачному сердцу зверя. Затем открыл глаза и нажал на курок. Необычная смерть зверя вызвала резкий скачок реальности. Рука Захариэля так и оставалась погребенной в теле льва, его латная рукавица находилась глубоко в груди словно дополнительно вживленный орган. Челюсти чудовища захлопнулись, смертоносные клыки пробили на плечник и вонзились в плоть Захариэля. В тот же миг грудь льва лопнула. Разрывной снаряд полыхнул огнем в глазах чудовища и разбросал по поляне обрывки плоти. Из распоротого живота вывалились дымящиеся внутренности и обрушились на Захариэля. Тот застонал, ощутив на себе полный веса львиной туши и прокушенное плечо вспыхнуло, как от прикосновения раскаленного железа. Каждая клеточка его тела вопила от мучительной боли, но тяжелее всего приходилось грудной клетке и сломанным ребрам. Захариэль зажмурился и прикусил губу, но все же столкнул с себя тушу, перевалив ее на бок. В легкие рванулся воздух, но обломки ребер опять задели друг друга, вызвав новый всплеск боли. Клыки льва все еще не отпускали его доспехи и плечо, и боль казалась непереносимой. Бросив пистолет, Захариэль сделал глубокий вдох и завел руки по обе стороны от огромной головы чудовища. Несмотря на то, что глаза зверя уже погасли, ужасный вид поражал своей колоссальной мощью. Захариэль понимал, что противник наверняка мертв, но все же почти ожидал, что страшные челюсти вот-вот раскроются и закончат начатое. Надо было действовать как можно быстрее, и он с отчаянным криком решительно дернул голову монстра. Острые клыки выскользнули из тела, обогренные его кровью. Захариэль, освободившись от смертельной хватки, откатился в сторону. Из ран на плече хлынула кровь, и следующие несколько минут юноша потратил на то, чтобы снять поврежденные пластины брони и очистить ужасные проколы. Затем он как можно тщательнее обработал раны снадобьями, взятыми из седельной сумки растерзанного коня, и наложил тугие повязки. Как ни странно, боль сразу утихла, но Захариэль понимал, что это лишь шок, и вскоре она вернется с еще большей силой. Как только он принял все меры, чтобы помочь своему телу, он в изнеможении упал на колени и стал вспоминать, как сумел победить врага. Что за странная сила помогла ему увидеть чудовище в таком странном свете? Было ли это следствием его недавнего путешествия по лесу, подарком встреченных хранителей? Или это явление относилось к каким-то темным силам? Хранители сказали, что скверна уже коснулась его. Было ли это проявлением скверны? Как бы то ни было, объяснить он ничего не мог, и незнакомые способности пугали Захариэля больше, чем ярость колебанского льва. Он решил не доискиваться до происхождения странного явления и никому о нем не рассказывать. В древности на колебане люди сгорали на кострах из-за меньшие, а Захариэль не имел ни малейшего желания окончить свои дни в пылающем пламени. Наконец он, покачиваясь, поднялся на ноги и подобрал меч и пистолет. Согласно обычаям ордена, претендент должен был привезти со своей первой охоты какую-нибудь часть убитого противника в качестве трофея, но взрывы в животе и груди льва почти ничего не оставили от его туловища, кроме окровавленных ошметков. Осмотрев поверженное чудовище, Захариэль понял, что может принести в Андриаго, а потом и в Алдарух только одно — голову льва. Он поднял меч и принялся отделять голову от остатков туловища. Зазубренное механическое лезвие довольно быстро справилось с работой, поскольку теперь пластины хитиновой брони оставались неподвижными. Наконец голова отвалилась, и Захариэль повернулся к тропе, указанной ему лесником казалось целую вечность назад. Несмотря на боль и слабость от потери крови, юноша упрямо шагал по направлению к Андриаго, тащил за собой тяжелый клыкастый трофей и улыбался. Он воображал реакцию лорда Дамиэля и Нарыла. Захариэль не обижался на этих людей за их сомнения и почти полную уверенность в том, что чудовище возьмет вверх. Он просто был счастлив доказать обратное. Он выполнил все условия испытания. Он убил монстра и освободил жителей Эндриаго от ужаса и в то же время окончательно уверился в своих силах. Он доказал свои способности, доказал, что соответствует требованиям ордена и достоин стать рыцарем. Но самым важным было то, что он остался жив. Оглядываясь на голову зверя, он испытывал всепоглощающий восторг триумфа. Он прошел через суровое судилище. Цель охоты достигнута. Захариэль впервые в жизни чувствовал свое соответствие стандартам, которые сам себе поставил. Он никогда не поддастся самоуспокоению и всегда будет стремиться доказать собственную ценность. Он создан для испытаний и неважно есть ли у них название или нет. Всегда найдется еще одно чудовище, которое необходимо убить, еще одна битва, еще одна война. Он не сдастся до последнего биения сердца и никогда не позволит себе колебаться. Но в тот момент он чувствовал, что заслужил право гордиться собой и своим успехом. Захариэль покинул поляну и отправился в долгий путь к Андриаго. Глава 9 В Андриаго лорд Демиэль взамен растерзанной львом лошади подарил Захариэлю нового боевого скакуна. После недели так необходимого отдыха в замке плечо и ребра стали потихоньку заживать и как только радостные жители согласились его отпустить, Захариэль, уже способный двигаться без мучительной боли, с нетерпением отправился домой. Учитывая тот факт, что он уже проезжал этой дорогой, хотя и в обратном направлении, Захариэль знал, какие тропы выбрать и проделал путь до крепости монастыря ордена даже быстрее, чем ожидал. Через 38 дней после того, как он покинул Андриаго, на горизонте показались башни Алдаруха. На 39-й день юный воин подъехал к воротам. Последняя часть путешествия имела для него самое чем ближе он подъезжал, тем сильнее разгоралось в груди радостное волнение. Захариэлю не терпелось поскорее снова увидеться с Немиэлем и всеми остальными друзьями. Безусловно, ему еще предстоит встреча с экзаменаторами ордена и отчет об успехах в охоте, но при наличии такого трофея Захариэль не ждал никаких трудностей. Он предвкушал горячую дружескую встречу с товарищами, тем более, что никто из них, как ему было известно, не ожидал увидеть его живым. Сам он даже не мог представить подобного исхода. Жизнь казалась Захариэлю чудесной, и пережитые трудности и испытания только придавали ей еще больше радости. Он встретился в единоличной схватке с опаснейшим из хищников Калибана и выжил, и Захариэлю не терпелось поделиться своей радостью с друзьями. Он не мог знать, насколько печальными были недели его отсутствия в Алдарухе. Друзья считали его погибшим и скорбели по нему. Почти все они мысленно его похоронили. Тот факт, что, несмотря на все страхи и сомнения, Захариэль остался в живых, придаст его славе особый блеск в глазах ровесников, особенно тех, кто одновременно с ним вступил в ряды претендентов Ордена. Но перед возвращением в Алдарух Захариэль еще не знал всего этого. «Мы считали тебя мертвым!» возбужденно произнес Аттиас. Парень нес в руках сундучок с немногочисленными пожитками Захариэля и, подпрыгивая от волнения, шагал следом за приятелем, в руках которого была его свернутая постель. «Все так и думали! Все решили, что чудовище тебя убьет! Даже поговаривали о проведении погребальной церемонии! Вот было бы забавно, правда? Вообрази, ты возвращаешься и узнаешь, что твое имя уже высечено на мемориальных плитах в катакомбах!» Первый день после возвращения Захариэля в Алдарух уже клонился к вечеру. Несколькими часами ранее он проехал через главные ворота крепости и был встречен громкими возгласами и топотом. По всей видимости, слух о его приближении уже распространился по всему монастырю, поскольку за открывшимися створами он увидел громадную толпу. Въезжая во двор, он заметил и претендентов, и рыцарей, и слуг. Все собрались поздравить его с благополучным возвращением. Его появление вызвало оглушительный гомон. Этот момент окончания его первого приключения, момент радостного возвращения домой, когда он впервые ощутил себя равным остальным членам ордена, навсегда останется в его памяти. Немиэль тоже ждал его во дворе и первым бросился навстречу, чтобы заключить в крепкие объятия. Немиэль что-то торопливо говорил, его губы энергично двигались, но громогласные крики приветствий не давали разобрать ни слова. В конце концов, когда волнение немного улеглось, Захариэль, как положено, отрапортовал смотрителю ворот, и ему назначили время встречи с экзаменаторами ордена, а до тех пор ему было приказано покинуть комнату претендентов. Для тех, кто прошел испытание, но еще официально не был принят в ряды рыцарей, в малолюдном крыле крепости имелось несколько специальных комнат. «Ну вот и пришли», сказал Захариэль, открывая дверь своего нового жилища и заглядывая внутрь. Комната была пустой, согласно монастырским обычаям ордена, обстановка в ней была более в углу стоял топчан для сна, но больше из мебели ничего не было, даже стула. «Я надеюсь, они не продержат тебя здесь долго», пробормотал остановившийся рядом Аттиас. Захариэль, уже узнав, что мастер Рамиэль доволен успехами своего воспитанника, снисходительно усмехнулся. «Какой ты счастливый!» не умолкал Аттиас, хотя стал говорить заметно тише, почти шепотом. «Счастливый!» воскликнул Захариэль комнату взглядом. «Не иначе, как ты ослеп и не заметил, какая роскошь нас окружает!» «Аттиас, ты же видишь мою новую комнату и еще называешь меня счастливым!» «Я не о комнате», возразил Аттиас. Устав держать сундучок, он поставил его на пол кельи. «Я говорил о том, что ты охотился на одного из самых опасных великих зверей. Ты прошел испытания за рыцарство, и я счастлив за тебя, правда счастлив! Ты это заслужил! Тебя станут называть Сар Захариэль! Тебе предстоит участвовать в войнах и сражениях вместе с лучшими воинами ордена, вместе с героями вроде Лютера и Льва. Мастер Рамиэль может тобой гордиться, ты станешь рыцарем!» «И ты тоже, малыш», заверил Захариэль. «Я знаю, ожидание кажется тебе слишком долгим, но ты и не заметишь, как сам отправишься на испытания. Осталось подождать еще год-два, и все. Прилежно учись и настойчиво тренируйся, тогда не заметишь, как пролетит время». «В том-то и дело», покачал головой Актиас, «к тому времени, когда я стану достаточно взрослым, все изменится. Компания ордена по уничтожению великих зверей наверняка закончится, и ни одного чудовища не останется, а без великих зверей не будет никаких испытаний. Тогда невозможно станет заслужить звание рыцаря. Захариэль, ты совершил подвиг, который мне никогда не удастся повторить. Ты победил одного из великих зверей, а у меня такого шанса не будет». При этих словах лицо Актиаса выражало такое страстное сожаление, что, учитывая его молодость, можно было решить, будто у парня разрывается сердце. Актиас видел будущий мир, в котором человек больше не может стать рыцарем. Захариэль инстинктивно отвергал такое унылое представление о грядущем. Он всегда в глубине души оставался оптимистом и идеалистом. Когда его мысленный взор обращался к кампании ордена против великих зверей, он восхищался успехами рыцарства. Он был твердо уверен, что в недалеком будущем исполнятся все обещания Льва и Лютера, данные перед началом крестового похода. Глядя вперед, он видел перед собой мир и процветание Калибана. Видел окончание ужасов, видел конец страданий и нужды. Он видел лучшее завтра. Когда Захариэль заглядывал в будущее, он всегда видел лучший из миров. И это было его проклятием. «Ты так мрачно смотришь на вещи, мой друг», сказал Захариэль и ободряюще улыбнулся. «Я знаю, люди каждый день говорят, что кампания вот-вот закончится, но подозреваю, она продлится еще какое-то время. Я уверен, если убитое мною чудовище принимать за типичный образец, можно не сомневаться, великие звери не собираются сдаваться. Они будут драться за свои жизни зубами и когтями, как и всегда это делали. Так что от тебя сможешь не беспокоиться. Ты еще застанешь время охоты на великих зверей и успеешь стать рыцарем». В конце комнаты было окошко, выходящее на окраину леса, и Захариэль ощутил, как этот вид притягивает его взгляд. Как часто случалось в прошлом, он и сейчас ненадолго задумался над двойственной природой мира. С такого расстояния леса поражали своей грозной и мрачноватой красотой. А внутри эти живописные просторы давали приют существам из ночных кошмаров людей, одной из которых ему посчастливилось убить. Захариэль любил Калибан, но он не был слеп к его ужасам. Временами ему казалось, что они живут на планете, одновременно представляющей собой и рай, и ад. Конечно, связь с родным миром и его лесами была крепче, чем что бы то ни было в его жизни. Он безоговорочно любил свой мир, несмотря на все его недостатки. Ты знаешь, почему люди иногда называют нашу крепость скалой? Неожиданно спросил Захариэль. Вид из окна, открывавший лесные просторы, вдохновлял, и Захариэлю хотелось поделиться своими чувствами с Аттиасом и отвлечь парня от мрачных мыслей. Это и есть название крепости Алдарух, ответил Аттиас. На одном из древних диалектов оно означает скала вечности. Мастер Рамиэль говорит, что так изначально называлась гора, на которой мы сейчас находимся, а потом, когда основатели ордена решили построить здесь крепость-монастырь, они оставили имя горы и стали называть так и свой оплот. Это одна из причин, пояснил Захариэль, но есть другая. Подумай о названии Алдарух или Скала Вечности. У ордена имеются и другие монастыри, но этот был первым. Это наш духовный дом и источник всех наших начинаний, и основатели дали крепости «Они точно выразили то, что хотели построить. Это место наша твердыня Аттиас, это наш краеугольный камень, и пока стоит крепость, будут живы и идеалы ордена. Ты понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать?» «Думаю, да», кивнул Аттиас, мгновенно сосредоточившись. «Ты говоришь о том, что и после уничтожения великих зверей орден будет существовать и рыцарство никуда не исчезнет». «Правильно», подтвердил Захариэль. «Так что ты сам видишь, что нет никаких поводов грустить. Если тебе этого мало, взгляни на проблему с другой стороны. Наш долг состоит в том, чтобы защищать жителей Калибана от живущих в лесах хищников, и с исчезновением великих зверей наши обязанности не изменятся. Это же Калибан, здесь всегда найдутся какие-нибудь чудовища». Мастер Рамиэль первым поздравил Захариэля со званием рыцаря. Наставник хотел сказать что-то еще, но множество рыцарей обступили их со всех сторон и приветствовали нового члена ордена. В противоположность мрачной церемонии введения в орден, состоявшейся много лет назад, вступление в ряды рыцарей было отмечено с неподдельным весельем. Для любого человека такой момент имел огромное значение, и каждый был не прочь разделить торжество со своими друзьями. Множество рыцарей бросились поздравлять своего нового товарища, и из-под капюшонов стихарей на Захариэля смотрели веселые дружеские глаза. Он еще даже не успел понять, что происходит, как первые подошедшие рыцари стали его обнимать. Неожиданно смущенный, Захариэль ощутил, что его подняли над полом, а потом усилиями дюжины рыцарей он взлетел к самому потолку, затем начал падать, но те же руки, которые его подбросили, подхватили новоиспеченного рыцаря. Смех не утихал, и его снова подбросили в воздух. На этот раз Захариэль перевернулся и успел увидеть под собой калейдоскоп лиц. И все веселились, с некоторыми рыцарями он был знаком, но многие в его представлении оставались суровыми далекими силуэтами. Он заметил Льва, Лютера, Лорда Символа и Мастера Ромееля, и все они отвечали на его взгляды улыбкой или смехом. Из всех мгновений его жизни этот момент запомнился Захариэлю как самый странный и невероятный. Такова традиция, со смехом пояснил ему Лютер, когда немного позже они подняли кубки с вином. Это трамплин, мы поступаем так с каждым новичком, эх, но самым интересным было твое лицо. Торжество проходило в главном трапезном зале Алдаруха и к немалому облегчению Захариэля рыцари вскоре перешли к более прозаичным методам празднования и перестали его подбрасывать словно тряпичную куклу. В честь нового рыцаря был устроен торжественный обед, во время которого прозвучало немало тостов и поздравлений. Рыцари, которых до сих пор он в основном видел только издали, теперь дружески хлопали его по спине и называли своим братом. Захариэль не понимал, заслужил ли он такую честь, убив чудовище из Андриага, или подобным образом встречали всех новичков. В любом случае, такая реакция на его вступление в орден казалась ему почти чрезмерной. Торжество взволновало его еще и тем, что проходило в столь замечательной кампании. После окончания обеда, когда общее собрание разбилось на мелкие группы, его отыскал Лютер. Он, очевидно, счел важным, чтобы Захариэль в полной мере насладился всем происходящим. «Да, самым замечательным было твое лицо», повторил он, все еще посмеиваясь. Добродушный смех Лютера мгновенно прогнал остатки напряженности. «Правда, жаль, что ты не мог видеть себя со стороны. Сначала, когда тебя обступили, у тебя был такой вид, словно мы пытаемся тебя убить. А потом, когда до тебя дошло, что происходит, клянусь, ты выглядел еще более напуганным. В какой-то момент я даже подумал, что ты собираешься обмочить свои одежды. Хорошо, что этого не произошло, когда ты кувыркался в воздухе». «Это было так неожиданно», протянул Захариэль. «Я никак не мог подумать, что, что у нас есть чувство юмора», усмехнулся Лютер. Он поднес руку к глазам, делая вид, что вытирает навернувшиеся слезы. «Да, этого никто не ожидает, поэтому и выходит так смешно. Впрочем, я не шутил, называя этот обряд традицией. Конечно, о ней не услышишь от лорда символа или ваших наставников, но во многих отношениях обычай подбрасывать вновь посвященного рыцаря в воздух это такая же традиция, как и все, чему вас подвергали за все прошедшие годы. Мы называем этот обряд невидимым трамплином, можешь считать его противоядием для строгой церемонии первой инициации. Так мы принимаем новых членов в семью». «В семью? В орден», пояснил Лютер. «Вспомни, что говорил лорд символ во время церемонии инициации. Мы все братья, а братья не могут проводить все свое время, сидя кружком с самодовольным видом или жалуясь на несовершенство мира. Иногда нам требуется выпустить пар. Мы смеемся, шутим и разыгрываем друг друга. Мы ведем себя, как обычная семья. Посмотри вокруг, Захариэль. Каждый человек в этом зале готов с радостью отдать за тебя жизнь, и от тебя они ожидают того же. Колебан опасное место, и многим из нас может представиться случай пожертвовать собой ради братьев, но это не означает, что мы не можем позволить себе иногда повеселиться. Это помогает сохранить присутствие духа. Мы все любим шутки. И даже он? спросил Захариэль, переводя взгляд на льва, чьи голова и плечи возвышались над окружающими рыцарями. Аура задумчивости и отчужденности окружала этого человека, что издали было особенно заметно. Захариэль вспомнил разговор со львом на смотровой площадке крепости и понял, что ощущение его обособленности в окружении людей усиливается странным образом. Нет, здесь ты прав, признался Лютер. Мой брат склонен к одиночеству. Он всегда был таким, но это не из-за недостатка чувства юмора, скорее дело в обратном. Ты должен помнить, что он не только превосходный воин, он гений, его разум представляет собой слишком тонкий и сложный инструмент, и в юморе он проявляет себя с таким же блеском, как и во всех остальных видах деятельности. Когда брат шутит, его никто не понимает, его шутки слишком высоки и замысловаты для наших примитивных умов, они не попадают в цель. Лицо Лютера при взгляде на льва омрачилось мимолетной грустью. Захариэль, заметив облачко печали, почувствовал, что словно нечаянно коснулся глубоко личного горя. Но теперь он яснее ощущал сильнейшую связь между Лютером и Львом, так похожую на эмоциональную привязанность между ним и Немиэлем. И еще он понял, каким величием обладает Лютер, даже если это и не всегда очевидно для большинства окружающих его людей. Он обладал феноменальными талантами во многих областях и был не только превосходным воином и охотником, но и прирожденным лидером. После Леона Эль Джонсона Лютер был самым удачливым истребителем великих зверей на всем Калибане. В любую другую эпоху Лютера бы считали величайшим героем своего времени. Он давно стал неизменным любимцем жителей Калибана, отметивших его внутренние качества, такие как веселый нрав и холодная рассудительность во времена кризисов, а также величие его замыслов. Трагедия Лютера состояла в том, что он родился в одно время с человеком, с которым невозможно было сравниться. В тот день, когда он встретил Джонсона в лесу и решил приобщить к цивилизации, его собственная легенда была закончена. С того момента и до самой смерти он был обречен жить в тени льва. По мнению Захариэля, искренняя и непринужденная привязанность Лютера ко льву сильнее всего свидетельствовала о его высочайших качествах. Многие люди в его положении могли поддаться ревности и стараться преуменьшить успехи Джонсона. Но только не Лютер, он был совсем не таким. С поистине братской преданностью он направил все свои усилия на то, чтобы замыслы льва обрели всеобщую поддержку. Лютер нес такую ответственность за компанию по уничтожению великих зверей, как и Джонсон, но по мере того, как компания близилась к завершению, все почести доставались не Лютеру, а льву. И в этом человеке Захариэль не заметил ни капли горечи, поскольку Лютер, очевидно, смирился со своей ролью в истории быть вторым после своего брата. «Мой брат очень одаренный человек», сказал Лютер, все еще глядя на льва. «Как мне кажется, второго такого нет и никогда не будет. Я даже уверен, никто из ныне живущих не может с ним сравниться. А тебе известно, что он превосходный имитатор?» «Лев?» «Нет, я об этом не знал». «Он может воспроизвести голос любого существа на колебания, от охотничьего крика какого-нибудь хищника до брачных песен Тирингса. А еще у него превосходный голос. Он знает все старинные песни и народные мелодии колебана. Если бы ты услышал, как он исполняет «Леса моих отцов», на твоих глазах несомненно появились бы слезы. Насколько мне известно, он никогда не пробовал себя в сочинении собственной музыки, но можешь быть уверен, результаты творчества были бы потрясающими. Мой брат преуспевает в любом занятии, к которому прикладывают руки, и в этом его трагедия. «Какая же это трагедия?» опешил Захариэль. «Как можно называть трагедией успехи во всем?» «Ну, возможно, трагедия слишком сильно сказана», пожал плечами Лютер, снова оборачиваясь к Захариэлю. «Но ты должен помнить, что мой брат уникален, он никогда не рассказывал о своем происхождении. Для него это такая же тайна, как и для всех остальных. Можно подумать, что это не рожденный женщиной человек, как каждый из нас, а бог или полубог, сошедший на землю. Мой брат без всякой вины с его стороны обречен на одиночество. У него настолько быстрое и неординарное мышление, что даже я, хоть и знаю его уже много лет и должен бы привыкнуть к ходу его мыслей, не всегда успеваю сомнительно, продолжал Лютер. Не пойми меня привратно, мой брат любит колебан и любит орден, но иногда он, вероятно, чувствует себя великаном среди пигмеев, как в физическом, так и в умственном отношении. Лорд-символ говорит, что развитие интеллекта происходит лишь при условии свободного обмена идеями между равными личностями, но моему брату нет равных, по крайней мере, на колебане. Здесь, в ордене, он находит выход своей энергии, поддержку товарищей и цель в своей деятельности, он ощущает нашу привязанность, мы все пойдем за ним навстречу смерти, но для полноценной жизни этого недостаточно. Мой брат одинок, несмотря на окружающих его друзей и последователей, на колебане нет никого равного ему, и Лев остается самым одиноким человеком во всем мире. Я никогда не думал о нем с этой точки зрения, признался Захариэль. «Возможно, тебе и не следовало этого делать», сказал Лютер, качая головой. Он взял кубок и с преувеличенной серьезностью принюхался к вину. «Послушай, я каким-то образом умудрился превратить веселый праздник в унылую панихиду. Придется сказать виночерпию ордена пару слов насчет того, какие вина он выставляет на стол. Сегодняшние напитки, вместо того, чтобы веселить, настраивают меня на мрачные размышления, а кроме того, оставляют во рту неприятное послевкусие. Подумать только, ведь я подошел к тебе с единственной целью принести свои извинения за роль дьявола». «Роль дьявола? Вспомни первую церемонию посвящения, когда ты еще только пришел в орден», пояснил ему Лютер. «Все это является частью обычного ритуала. Тебе задавали вопросы три экзаменатора, и один из них все время пытался унизить тебя и подвергнуть сомнению все качества, необходимые для обучения. Этот экзаменатор должен отыскать недостатки в любых словах или поступках претендента на рыцарское звание. Его и называют дьяволом. Конечно, чисто символически, исходя из каких-то старинных суеверий. Наверное, лорд-символ мог бы рассказать тебе об этом подробнее. А я только хотел заверить, что в моем отношении не было ничего личного, я просто исполнял ритуальную роль, вот и все. Ее исполнитель каждый раз меняется, и лишь по чистой случайности в тот раз изображать дьявола выпало мне. Я никогда не сомневался в твоих способностях, наоборот, считаю, что ты должен стать самым лучшим и достойным из нас. Лютер, протянув руку, обхватил ладонью предплечье Захариэля чуть пониже локтя, и тот ответил ему таким же рукопожатием, традиционным для Калибана дружеским жестом. Я поздравляю тебя, сар Захариэль, произнес Лютер, глядя поверх его плеча на собравшихся рыцарей. А теперь мне пора пройтись по залу и переговорить еще с несколькими рыцарями. Перед тем, как уйти, он еще раз взглянул на Захариэля. Да, если тебе когда-нибудь понадобится совет, ты знаешь, к кому обратиться. Не стесняйся, приходи в любое время. Если у тебя появятся проблемы, я всегда готов выслушать. В тот вечер Захариэль успел поговорить и с мастером Рамиэлем, и с Немиэлем. Его брат, казалось, был очень взволнован тем, что Захариэль наконец стал одним из рыцарей ордена. Сам Захариэль, не испытывая особой тяги к алкоголю, лишь изредка отхлебывал вино из своего кубка, а вот Немиэль гораздо охотился на чудовище из Андриаго, Немиэль бросил вызов другому великому зверю, отправился в поход и, словно продолжая вечное соперничество с братом, вернулся в Алдарух за неделю до возвращения Захариэля. К тому времени, когда представилась возможность поговорить, речь Немиэля уже стала слегка невнятной, а разум был охвачен грандиозными видениями их с Захариэлем будущего. «Ты уже успел отличиться, братец», произнес Немиэль, дыша винными парами и не твердо держась на ногах. «Мы оба отличились, мы показали, на что способны, и это только начало. Настанет время, и мы поднимемся к самым вершинам ордена, ты и я, мы станем как Лютер и Лев, мы ведь с тобой братья, и мы вместе будем изменять этот мир». Мастер Рамиэль проявил большую сдержанность. Выражение его лица, как и всегда, осталось для Захариэля непроницаемым. После того, как Немиэль проковылял к ближайшему креслу, чтобы плюхнуться в него и тотчас заснуть, наставник подошел поздравить своего воспитанника. «Сар, Захариэль», заговорил мастер, «мне приятно видеть тебя в нашем кругу, но только помни, после того, как человек становится рыцарем, начинается самая трудная работа. До сих пор ты был всего лишь мальчиком, стремящимся стать мужчиной и рыцарем. Теперь тебе предстоит научиться нести обе эти тяжелые ноши». Больше Ремиэль ничего не сказал и тотчас отошел, оставив Захариэля размышлять над его словами. Обдумывая значение высказывания наставника, Захариэль ощутил, как в его душе возрастает беспокойство, гораздо большее, чем легкая тревога, вызванная словами мастера. Все свои силы и помыслы он направлял на то, чтобы стать рыцарем, и вот теперь ощущал гнетущее чувство неудовлетворения, словно бы что-то осталось незаконченным. Он добился воплощения своей детской мечты. Какие новые помыслы теперь будут определять его жизнь? Этим же вечером, чуть позже, Захариэль поговорил и с лордом символом. Старый рыцарь, изрядно навеселе, был настроен на лирический лад и обратился к теме различий и рангов членов ордена. Беседа началась с обсуждения серьезности обетов, соответствующих званию рыцаря, но потом, по инициативе лорда символа, превратилась в дискуссию об иерархии ордена и высших чинов братства. Теперь многие считают, что после того, как Джонсон станет новым гроссмейстером, на должность нового лорда символа больше всех остальных подходит мастер Рамиэль. Я думал, что это всего лишь слухи, удивился Захариэль. По крайней мере, о том, что Лев будет гроссмейстером, я не знал, что они подтвердились. Да ну! Рассеянно воскликнул лорд символ и смущенно моргнул. После нескольких секунд молчания его лицо прояснилось. Я, кажется, разоткровенничался. При моем положении это непростительная ошибка. Он вздохнул. Я еще более стар, чем сам предполагал. И нет никаких способов заставить молодого человека позабыть о том, что он однажды услышал. Да, ты прав. Официального подтверждения еще нет, но решение принято, мы просто пока его не объявляем. Джонсон станет новым гроссмейстером, а Лютер его заместителем. Что до меня, то через пару дней я оставлю свой пост. Честно говоря, я не имею представления, кого выберут на мое место, но мастер Рамиэль был бы хорошим кандидатом, как ты думаешь? Очень может быть, согласился Захариэль. Я думаю, он будет хорошим лордом символом. Да, будет, но все эти сведения пока еще только для твоих ушей, Захариэль. Не стоит умножать грехи старика и болтать об этом направо и налево. Это лишь поставит меня в неловкое положение и даст руководителям ордена повод считать, что от меня надо было избавиться давным давно. Я могу на тебя рассчитывать? Абсолютно. Даю слово, что я никогда и никому не проболтаюсь о нашем разговоре. Отлично, кивнул лорд символ. Я рад видеть, что ты ценишь мое доверие. Он долго осматривался по сторонам, наблюдая слабыми глазами за весельем и разговорами рыцарей. Затем, не прощаясь, развернулся, намереваясь покинуть собрание. Захариэлю пришла в голову странная мысль, что лорд символ похож на старого медведя, уходящего в чащу, чтобы умереть. Орден в хороших руках, сказал лорд символ, обернувшись через плечо перед тем, как уйти. С такими людьми, как Джонсон, Лютер, мастер Рамиэль и молодежь вроде тебя, я уверен, братство будет процветать еще не один десяток лет. Сомневаюсь, что я сам проживу так долго, но я все равно рад. Нашему поколению пора уступить дорогу молодым, и это обычное дело. Я без страха смотрю в будущее. Это была последняя беседа с человеком, который занимал пост лорда символа в то время, когда Захариэль вступил в Орден. Строго говоря, он и виделся с ним в последний раз. Спустя несколько дней будет объявлена охота на очередного великого зверя, обитающего поблизости от одного из селений Северной Чащи под названием Брагин. Бывший лорд-символ, уже снявший с себя полномочия, обратился к правлению ордена с прошением позволить ему принять вызов. Его желание будет удовлетворено, и старый рыцарь ранним утром, когда почти все еще будут спать, тихо покинет крепость Алдарух. Больше его никто никогда не увидит. Кто-то потом скажет, что он погиб, преследуя великого зверя, другие будут утверждать, что еще на подступах к Северной Чаще на него напала стая хищников, с которыми старик не смог справиться. Истинные причины его гибели никто не узнает, но после исчезновения рыцаря в катакомбах Алдаруха ему отведут почетное место. Это будет небольшое пространство, скальная ниша полуметровой высоты и всего треть метра глубиной. Вполне достаточно, чтобы доставить урну с прахом или костями старика в том случае, если его тело будет обнаружено. И резчики Ордена высекут его имя на мемориальной скале Ордена. Но все это в будущем. Захариэль еще не мог ничего знать, как не мог знать, что больше никогда не увидит Лорда-символа, вернее, именно этого Лорда-символа. Высокая должность в Ордене будет занята другим человеком, и его личность тоже станет тайной для окружающих. Но всему этому еще только предстоит произойти. А пока рыцари Ордена пили вино и веселились, и Захариэлю для полного утверждения оставалось только получить подтверждение звания рыцаря из уст льва. «Этот вечер знаменателен для нас обоих», сказал Лев Эль Джонсон. «Ты стал рыцарем, а я узнал, что вскоре стану новым гроссмейстером Ордена». «Нашим гроссмейстером?» переспросил Захариэль. Учитывая данное лорду-символу обещания, он был так удивлен, что Джонсон счел возможным делать подобную информацию достоянием широкой общественности до официального объявления, что не находил слов. «Я поздравляю». «Захариэль, не притворяйся удивленным», посоветовал ему Джонсон. Он не выглядел несердитым, неразочарованным, однако увлек Захариэля в сторону от остальных рыцарей в один из уединенных уголков большого зала. На лице великого воина играли тени и отблески свечей, и Захариэль вдруг с изумлением понял, что ни разу не видел Джонсона при свете дня. Выпитое вино делало свое дело, и веселье постепенно затихало, так что когда Лев направился в его сторону, Захариэль понял, что его участие в праздновании близится к завершению. «Давай не будем делать вид, что ты этого не знаешь», сказал Лев. «Я нечаянно услышал часть твоего разговора с лордом символом. Хоть я и не собирался подслушивать, но я обладаю превосходно развитыми чувствами, особенно острым слухом, почти сверхъестественным. Я слышал, как лорд символ ненароком раскрыл секрет, и я знаю, что тебе известно о моем назначении на пост гроссмейстера». «Я прошу прощения», пробормотал Захариэль, склоняя голову. «Я узнал об этом почти случайно. Клянусь, я бы никому не стал рассказывать». «Все в порядке, Захариэль», прервал его Джонсон. «Я доверяю твоей сдержанности и знаю, что в этом нет твоей вины». «Кроме того, этот секрет уже достаточно хорошо известен всему Калибану. Люди часто забывают о моем превосходном слухе. За последние несколько дней я слышал, как не меньше трех дюжин разных людей обсуждали мое предполагаемое назначение, будучи уверенными, что я нахожусь достаточно далеко». «Тогда позволь тебя поздравить, мой лорд», произнес Захариэль. «Позволяю», усмехнулся Лев. «И принимаю твои поздравления, хотя с практической точки зрения новая должность мало что изменит в моей жизни». «Гроссмейстер ордена, это должно быть очень важно», заметил Захариэль. «О, могу тебя заверить, что я с гордостью точно такой же. А как насчет тебя? Ты ощущаешь себя по-новому, став рыцарем?» «Конечно». «И в чем же это проявляется?» Захариэль на мгновение замялся, не зная, как определить свои ощущения. «Я польщен и горжусь, что мой успех удостоился всеобщего признания», ответил он. «Все это хорошо», сказал Лев. «Но ты остался все тем же Захариэлем, что пересек определенную черту, но это не изменило твою сущность. Не забывай об этом. Человек может украсить себя любыми званиями, но этот наряд не может изменить его личность, его сознание и его амбиции. Неважно, какой на тебя возложен громкий титул, лишь бы ты сам оставался настоящим, Захариэль. Понимаешь меня?» «Думаю, что понимаю, мой лорд», ответил Захариэль. «Надеюсь, что каждый из нас с легкостью может забыть об этом». Лев с заговорщеским видом наклонился к уху Захариэля. «А ты знаешь, что мы с тобой вступили в братство, к которому больше никто на колебания не сможет присоединиться?» «Как это?» воскликнул удивленный и смущенный Захариэль. «Мы единственные воины, которым довелось победить колебанского льва. Все остальные, пытавшиеся это сделать, погибли. Когда-нибудь ты расскажешь мне, как тебе удалось добиться успеха?» Значительность победы над чудовищем отозвалась в сердце Захариэля заслуженной гордостью. История успеха Джонсона в борьбе с монстром была хорошо известна на колебании и даже увековечена в одном из оконных витражей круглого зала, но Захариэлю ни разу еще не приходило в голову, как именно тот уцелел в бою с таким уникальным чудовищем. «Я опольщен разделить с тобой братство, мой лорд», сказал Захариэль и слегка поклонился. «Это братство навсегда будет состоять только из меня и тебя, Захариэль», добавил Лев. «Других таких зверей на колебане больше нет, да и все остальные великие звери почти истреблены, и в нашем мире их никогда не будет. Какая-то часть моей души склонна печалиться по этому поводу. Подумай сам, полное истребление, безвозвратное уничтожение рода. Это же великие звери, они способны только убивать, так почему же мы не должны их уничтожать? Они точно так же поступили бы по отношению к нам, если бы не рыцарские братства». Верно, почему они так поступают? Это проявление зла или просто их образ жизни? Захариэль мысленно представил себе зверей, против которых сражался. «Я не знаю, являются ли они воплощением зла, но каждый раз, когда я сталкивался с ними, в их глазах было желание убивать, а не просто животный голод. В этих зверях есть что-то неправильное». «Ты очень проницателен, Захариэль», сказал лев. «В этих зверях действительно есть что-то неправильное. Я не знаю, что это такое, но они совсем не похожи на других существ, таких как лошади, лисы или люди. Это какие-то отклонения, отвратительные ошибки, произошедшие с каких-то ранних форм жизни, но до сих пор не вымершие. А ты можешь себе представить, что значит быть одним из таких созданий, идти по жизни и знать, хотя бы на примитивном, зверином уровне, что ты совершенно один и другого такого никогда не будет. Подумай, как это должно сводить с ума. И звери перестали убивать только ради утоления голода, их собственная уникальность довела их до безумия. Поверь, Захариэль, мы делаем им одолжение, обрывая их жизни. Захариэль кивал и прихлебывал вино. Речь Джонсона так его увлекла, что он боялся вставить слово. В голосе лидера таилась какая-то странная меланхолия, словно он пытался уловить какие-то далекие, ускользающие воспоминания. Но затем грусть внезапно исчезла, как будто лев спохватился, что слишком неосторожен. Безусловно, кое-кто будет огорчен, что ты убил последнего из колебанских львов, сказал Джонсон. Например, Лютер. Сар Лютер, почему? Джонсон рассмеялся. Он всегда стремился убить льва, а теперь у него не осталось ни единого шанса. Вечеринка еще продолжалась, и она удалась на славу. Захариэль радовался обществу других рыцарей. Ему нравилось, что он может смотреть на этих людей как на равных, и это вызывало ощущение признания и причастности. После разговора с Леоном Эль Джонсоном он вернулся к своим товарищам, и вскоре разговор коснулся войны против Братства Волка. Все пришли к общему мнению, что война близка к завершению, и окончательный разгром мятежного ордена произойдет в самом близком будущем. Он наслаждался превосходной едой и вином, а также выражением глаз мастера Рамиэля, не скрывавшего гордости за своего воспитанника. Но наибольшее удовольствие ему доставляла общая атмосфера праздника, поскольку юный рыцарь понимал, что в жизни часто выпадают подобные моменты. Ими стоило дорожить и наслаждаться, а потом сохранить в памяти на будущее. Глава десятая «Война ужасающе красива», писал на страницах своих созерцаний рыцарь, поэт и философ Ауриас. Она в равной мере захватывает и страшит. Человек, однажды заглянувший в лицо войны, никогда ее не забудет. Война оставляет в наших душах неизгладимый шрам. За время обучения Захариэль не раз слышал эти слова. У его наставника, мастера Ромеэля, это изречение было одним из любимых. Старик в своих стараниях превратить группу претендентов из зеленых юнцов в рыцарей ежедневно повторял по памяти эти короткие и емкие фразы. Цитаты стали такой же неотъемлемой частью тренировок, как стрельба по мишеням из пистолетов или учебные поединки на мечах. Те, кто проходил обучение под руководством мастера Ромеэля, нередко говорили, что они вооружены не только традиционными для всех рыцарей пистолетами и зубчатыми мечами, но и прекрасными словами. И тем не менее, как бы часто не слышал Захариэль эти слова, он никогда до конца не понимал их значения, вплоть до последних дней войны против рыцарей Волка. Он выехал из темного леса на своем боевом коне и первым впечатлением было, что ночное небо перед решающей атакой ожило пламенем. Весь предыдущий день Захариэль присматривал за травосеками, рубившими строевой лес для осадных машин на нижних склонах горы. После окончания этой работы уже в сумерках он возвращался в лагерь, ожидая, что там все спокойно, а вместо этого обнаружил, что его товарищи, рыцари ордена, готовятся к взятию вражеской крепости. Далеко впереди, на горной вершине, возвышалась крепость монастырь рыцарей Волка, окруженная высокими серыми стенами, состоявшими на них воинами, и со всех сторон ее оцепляли замкнутые концентрические линии осады рыцарей ордена. Сама крепость представляла собой шедевр военной архитектуры, но взгляд Захариэля приковывал к себе колоссальный огненный спектакль, разворачивающийся в небе по мере усиления артиллерийской дуэли, возникшей между двумя армиями над нейтральной землей. Вверху разгорались сполохи пламени самых разных цветов и оттенков. Захариэль увидел короткие зеленые и оранжевые штрихи трассирующих снарядов, плавные разводы багряного огня зажигательных бомб и желтые дымные шары пушечных выстрелов. Яркий горящий гобелен закрыл все небо. Захариэль никогда не видел ничего подобного. Зрелище показалось ему одновременно устрашающим и прекрасным. «Ужасающая красота!» прошептал он всплывшие в памяти при виде ошеломительной расцветки неба слова Ауриаса. Красочное зрелище казалось таким совершенным, что нетрудно было позабыть о том, какую оно представляло опасность. Те самые снаряды, что так великолепно освещали небеса, при попадании в цель несли мучения и смерть многим несчастным душам. Бесспорно, война полна противоречий. Позже он поймет, что в этой небесной картине не было ничего необычного, но это была его первая осада, других он еще не видел. Полномасштабные воины случались на Калибане нечасто, и обучение рыцарей сводилось в основном к ближнему бою, а не проблемам осады крепостей. А с пришествием Льва рыцари Калибана почти не выступали друг против друга, по крайней мере не в систематических военных действиях. Обычно все конфликты, затрагивающие вопросы чести или оскорблений, решались путем обычных ритуальных поединков. Здесь же перед глазами Захариэля разворачивался конфликт, в котором два рыцарских ордена были готовы бросить значительную часть своих сил в решающую битву, а такое происходило не в каждом столетии. «Эй, ты!» окликнул кто-то его сзади. Захариэль обернулся и увидел одного из военачальников ордена, ответственных заведения осады. Рыцарь направлялся к нему с самым грозным видом и из-под капюшона сверкал разгневанный взгляд. «Наступление вот-вот начнется! Почему ты не на позициях? Назови свое имя, сар!» «Прошу меня извинить, мастер!» откликнулся Захариэль, кланяясь в седле. «Я сар Захариэль! Я только что вернулся с нижних мастер!» «Значит, ты не из-за трусости остался позади. Теперь я это понимаю. Какому отряду меченосцев приписан?» «Я должен сражаться в отряде сара Хадариэля, мастер, на западных подступах». «Они сменили позицию», сказал рыцарь и нетерпеливо ткнул в линию окопов справа от Захариэль. «Перед атакой были передвинуты под южную стену. Найдешь их где-то там. Оставь своего коня по пути у конюхов и поторопись, парень. Война не будет тебя ждать». «Я все понял», ответил Захариэль и спешился. «Благодарю тебя, мастер». «Ты меня отблагодаришь, когда исполнишь свой долг в сражении», проворчал рыцарь и отвернулся. «Дело предстоит нелегкое. Мы слишком долго здесь просидели, а значит мерзавцы волки выражение невольного уважения. ты думаешь, что видишь настоящую стрельбу, подожди, пока не поступит приказ штурмовать стены». Тем не менее, пока Захариэль пешком пробирался к своей линии окопов, бомбардировка заметно усилилась. Вражеские пушки из-за дальности не имели возможности вести прицельный огонь по позициям ордена, но их снаряды падали достаточно близко, чтобы осыпать ближние окопы осколками. Захариэль вскоре оказался на передовой линии осады и тотчас услышал пронзительный виск снарядов, а затем по его доспехам застучала шрапнель. Броня сделала свое дело, защитив от ранений, но Захариэль не мог удержаться от вздоха облегчения, когда наконец увидел над ближайшими окопами довольно потрепанное боевое знамя Сара Ходориэля. Он быстро спрыгнул в траншею. Темно, и черные доспехи обступивших его рыцарей слабо поблескивали отраженным светом. «А вот и ты, братец!» раздался голос Намиэля, едва Захариэль приземлился. Опущенная решетка шлема искажала голос, но Захариэль безошибочно определил насмешку в словах брата. «А я уж подумал, не счел ли ты за лучшее вернуться домой и оставить всю славу тебе?» парировал Захариэль. «Брат, ты бы должен знать меня лучше». «Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь», возразил Намиэль. Несмотря на скрывавшее лицо брата шлем, Захариэль по голосу определил, что Намиэль улыбается. «Правда, я достаточно хорошо тебя изучил, чтобы знать, что ты запыхался, спеша в лагерь с того самого момента, как начался обстрел, и можешь меня не обманывать, слава здесь ни при чем, это твое чувство долга». Намиэль большим пальцем ткнул в передний край окопа и пригласил Захариэля пройти с ним. «Идем, братец, давай посмотрим, куда заведут тебя твои идеалы». Остальные восемь рыцарей этого отряда уже стояли у передней стенки траншеи и осматривали открытое пространство между линией осады и вражеской крепостью. Как только Захариэль приблизился, вспышки взорвавшегося снаряда осветили их короткими сполохами огня. Все воины были одеты так же, как и сам Захариэль и имели при себе пистолеты и мечи с подвижными зубьями. Все носили доспехи черного цвета и стихари с капюшонами, отмеченные эмблемой ордена, направленным вниз мечом. В традициях ордена было сохранять стихари рыцарей в идеальной чистоте, но Захариэль с удивлением заметил, что воины в окопе с ног до головы заляпаны грязью. «Брат, твоя одежда слишком чистая», заметил обернувшийся к нему сар Ходариэль, тоже стоявший неподалеку. «Разве тебя никто не предупредил?» «Лев издал приказ, по которому нам надлежит испачкать свои стихари, чтобы не представлять собой отчетливые цели для вражеских стрелков, когда начнется атака». «Извини, мастер», ответил Захариэль, «я ничего не знал». «Не расстраивайся, парень», пожал плечами Ходариэль, «теперь ты знаешь, я бы на твоем месте поторопился, приказ о наступлении вот-вот поступит, и тогда тебе вряд ли захочется оставаться единственным воином в белой накидке, оказавшимся в гуще ночного наступления». Сар Ходариэль снова повернулся к крепости противника, а Захариэль поспешил последовать его совету. Расстегнув пояс, он поднял руки и стащил стихарь через голову, а потом окунул одеяние в жидкую грязь, собравшуюся на дне окопа. «Я всегда говорил, что у тебя оригинальное мышление», заметил Немиэль, пока Захариэль снова натягивал теперь потемневший стихарь. «Все остальные потратили не меньше десяти минут, чтобы накидывать на себя несколько горстей грязи, и только ты додумался снять одежду я очень понимаю, как этот поступок согласуется с твоей склонностью обдумывать проблему со всех сторон. Ты просто завидуешь, что сам до этого не додумался», также насмешливо откликнулся Захариэль. «Если бы ты догадался первым, не сомневаюсь, ты бы объявил это величайшим достижением в науке ведения войны с тех пор, как люди начали разводить боевых скакунов». «Ну, естественно, если бы так поступил я, это свидетельствовало бы о работе ума», сказал Немиэль. «Вся разница в том, что мои отличные идеи рождаются в результате глубоких размышлений и предвидения, а что касается тебя, то это просто слепая удача». Они рассмеялись, но Захариэлю показалось, что смех был реакцией на испытываемое обоими напряжение, а не на юмор Немиэля. Это была знакомая игра, продолжавшаяся с самого детства, когда они во всем старались превзойти друг друга, и в томительные минуты перед наступлением оба рыцаря автоматически ее продолжали. Такие игры свойственны только братьям. «Они выдвигают вперед осадные машины», сказал Немиэль, наблюдая за постепенно разворачивающимся наступлением. «Теперь уже недолго, скоро получим сигнал, а потом мы окажемся в самой гуще». Словно в ответ на его слова вражеская артиллерия удвоила усилия, и ночное небо разгорелось еще ярче. Когда гул выстрелов стал оглушительным, Захарель убедился, что Немиэль был прав, и наступление начинается. Впереди, на нейтральной территории, между траншеями осаждающих и стенами вражеской крепости, медленно поднимались по склону три анекола. Названные так за сходство с колебанским животным, которое скрывалось от хищников в броне, напоминающей скорлупу ореха, они представляли собой укрытие на колесах, снабженное мощной броней, для защиты находящихся внутри людей от вражеских снарядов. Передвигающийся только лишь усилиями дюжины спрятанных внутри воинов, Аникол был невероятным и длительным и громоздким сооружением, используемым при осадах. Единственное его преимущество, способность отражать снаряды, давало возможность экипажу подобраться достаточно близко к вражеским стенам, чтобы заложить взрывчатку и пробить бреши. По крайней мере, так утверждала теория. Захариэль внимательно следил за продвижением Аниколов, как вдруг из крепости протянулась яркая дуга и снаряд пробил броню передового Аникола. В один момент осадное орудие исчезло, поглощенное колоссальным взрывом. Удачный выстрел, заметил Немиэль, отводя взгляд от ножен на поясе Захариэля. Вероятно, они случайно угодили в самую слабую точку корпуса, но остальные два им подбить не удастся. Хотя бы один наверняка доберется до цели. Вот тогда настанет наша очередь. На южную стену крепости нацелен основной удар атаки. Как только Аникол проломит стену, мы первыми сможем воспользоваться этим преимуществом. Все яйца в одну корзину, произнес Захариэль. Нет, далеко не так, возразил Немиэль, качнув головой. В то же самое время у восточной, западной и северной стен начнутся отвлекающие маневры, чтобы разделить силы рыцарей волка и лишить их резервов. Но это еще не самая большая хитрость. А в чем состоит самая большая хитрость? Чтобы сильнее запутать врага, отвлекающие атаки будут отличаться от главного наступления. У восточной стены используют «Умно», кивнул Захариэль. «Им ни за что не определить, где намечено главное наступление». «И это еще не все», продолжил Немиэль. «Угадай, кто будет возглавлять атаку на ворота в северной стене». «Кто?» «Леонель Джонсон», ответил Немиэль. «Серьезно?» «Абсолютно серьезно». Оба все еще продолжали следить за медленным продвижением двух оставшихся анеколов. «Мне не верится, что Лев поведет нападение на северные ворота. Это ведь всего лишь отвлекающий маневр, а ему надлежит возглавлять атаку». «В этом-то и состоит главная идея», сказал Немиэль. «Когда рыцари волка увидят его на северной стороне, они решат, что это и есть главное направление. Основные силы будут сосредоточены на том участке, поэтому атака получит грандиозное преимущество». «И все же это огромный риск», все еще сомневался Захариэль. «Без участия Льва кампания против великих зверей ни за что не состоялась бы, и он возвышается над остальными воинами Калибана по меньшей мере на две головы. Даже если вражеские снайперы его не обнаружат, северное наступление может захлебнуться из-за численного перевеса противника. Вряд ли Орден переживет утрату Льва, а может и весь Калибан». Скорее всего, те же самые возражения высказывались на военном совете, когда Лев изложил свой план, прошептал Немиэль, придвинувшись к самому уху Захариэля. Но как ни старался он говорить тише, братьям приходилось кричать, чтобы быть услышанными на фоне непрекращающейся стрельбы. Говорят, что больше всех противился сар Лютер, Джонсон предложил ему возглавить главное наступление, но сначала Лютер сражался плечом к плечу со львом, чтобы сейчас позволить ему в одиночестве участвовать в самом опасном сражении. Он настаивал, что его место, как и всегда, рядом, пока смерть не заберет их обоих. Если ты, лев, погибнешь, значит и я погибну вместе с тобой. Вот как сказал Лютер. Ну, теперь я точно знаю, что ты это все выдумал, перебил его Захариэль. Как ты можешь знать, что сказал сар Лютер, тебя же там не было. Ты просто повторяешь чьи-то разговоры и слишком сильно их приукрашиваешь. Все это только лагерные слухи. Да, лагерные слухи, согласился Немиэль, но из надежного источника. Я слышал это от Вараэля. Знаешь его? Он тоже учился у мастера Рамиэля, только годом раньше нас. А он обо всем узнал от Елтуса, который подслушал разговор Синишали и знакомых с человеком, который присутствовал на совете, когда все это произошло. Они говорили, что между Львом и Лютером разгорелся жаркий спор, но в конце концов Лютер уступил желанию Льва. Я почти жалею, что он это сделал, сказал Захариэль. Не пойми меня превратно, Лютер великий воин, но когда я узнал, что буду участвовать в штурме крепости, то надеялся сражаться под знаменем Льва. Он всех вокруг заражает своей энергией и нет более высокой чести, чем идти в бой рядом с ним. Я надеялся, что сегодня так и случится. Не расстраивайся, братец, всегда остается завтра, успокоил его Немеэль. Теперь мы, рыцари Калибана, а поход против великих зверей еще не закончен, не говоря уже о войне с братством Волка. Рано или поздно нам выпадет шанс сражаться рядом с Лордом Джонсоном. Тем временем команды Аниколов на нейтральной полосе уже установили заряды и подожгли фитили, а потому поспешно покинули свои укрытия и бросились к траншеям. Появление на открытом пространстве бойцов противника вызвало усиленный огонь артиллерии и Захарель увидел, что по пути к безопасным окопам полегло около половины людей. А сам он в ожидании шеи. Результат превзошел все его ожидания. Двойной взрыв на несколько мгновений заглушил остальные звуки, земля под ногами вздрогнула и оба Аникола, оставленные у стены крепости, исчезли среди взметнувшихся языков пламени. Когда рассеялся дым и улеглась поднятая в воздух грязь, стало ясно, что Аниколы выполнили свое дело. Наружная стена крепости почернела и треснула в двух устоял, а второй после взрыва обвалился, открыв брешь. Приготовить оружие, приказал Хадариэль своим воинам. Мечи наголо и хватит прятаться в безопасности. Никакой пощады врагам. Это не турнир и не соревнование. Это война. Или мы возьмем крепость, или погибнем. Третьего не дано. Ну вот, брат, заговорил Намиэль, пришло время испытать твой необычный меч. Захариэль кивнул, не обращая внимания на плохо скрытую зависть, промелькнувшую в голосе брата при упоминании о мече. Он инстинктивно коснулся ладонью оружия. Эфес и Гарда не представляли собой ничего примечательного, простой металл и кожаная навивка на бронзовом навершии, а вот лезвие, лезвие было особенным. По приказанию лорда Джонсона оружейники ордена взяли один из клыков, убитого Захариэлем льва и сделали из него меч. Клинок отливал перламутрово белым цветом, словно бивень, а его кромка была такой острой, что с одного удара рассекало и дерево, и металл. Меч получился длиной в руку Захариэля, то есть короче обычных мечей, но недостаток размера с лихвой восполнялся превосходными качествами. Перед походом к крепости рыцарей волка, лев лично преподнес это оружие Захариэлю, тот вспоминал о братстве, в котором состоял лишь с гроссмейстером ордена и о котором Джонсон говорил в торжественный вечер после посвящения. Лютер и остальные рыцари поздравили его, но Захариэль не мог не заметить завистливого взгляда на Миэля. Наконец прозвучал горн из рога Сирингса. Долгий протяжный звук призывал рыцарей на поле боя, и Захариэль обнажил меч под восхищенными взглядами товарищей по отряду. «Вот и сигнал!» воскликнул Хадариэль. «В атаку! В атаку! Вперед! За Льва и Лютера! За честь ордена!» Десятки рыцарей вокруг них уже покидали свои укрытия и устремлялись вперед. Захариэль услышал, как сотни голосов подхватили боевой клич Хадариэля и окопы мгновенно опустили, а воины побежали к вражеской крепости. В тот момент, когда он перепрыгивал храншеи, Захариэль услышал в общем хоре и собственный голос. «Ты хотел творить историю!» закричал бегущий рядом Немиэль. «Сегодня нам представился такой шанс!» Затем и Немиэль присоединился к общим выкрикам, гремевшим на нейтральной полосе. «За Льва! За Лютера! За Орден!» И все вместе они устремились к пролому. По прошествии времени летописцы Ордена занесут этот день в Анналы как поворотный момент в истории Калибана. Разгром рыцарей Волка будет назван подвигом во имя прогресса человечества. Мудрость Леона Эль Джонсона будет высоко оценена, как и отвага Лютера. Летописцы прославят белые стихари рыцарей Ордена и то, как они сверкали под лунными лучами, когда воины, пренебрегая опасностью, устремились на штурм вражеской крепости. На самом деле все происходило немного иначе. Захариэль впервые попробовал вкус войны, впервые участвовал в массовом столкновении двух противостоящих армий в бою не на жизнь, а на смерть. И Захариэль боялся, но пугала его не смерть. Жизнь на колебании всегда представляла опасность, и это развивало в душах его сынов склонность к фатализму. Его с самого детства учили, что жизнь имеет ограниченный ресурс и в любой момент может быть прервана. К восьми годам он несколько раз сталкивался со смертью. При обучении в Ордене уже после первого года от претендентов требовалось умение пользоваться настоящим оружием и боеприпасами. Частью тренировок была и охота на разных лесных зверей, включая пещерных медведей, мечезубов, смертокрылов и других хищников. Под конец обучения, чтобы доказать свою зрелость, он прошел самую сложную проверку боевого мастерства, победив самого опасного из хищников калибанского льва. Он сразился с великим зверем и победил его, заслужив звание рыцаря. Но война сильно отличалась от всех прежних боев. Когда охотник преследовал зверя, независимо от его статуса, это представлялось своего рода дуэлью, взаимным испытанием сил, опыта и хитрости человека и хищника. В подобном случае Захариэль хорошо знал своего противника. Война, напротив, оказалась совершенно безликой. По пути к вражеской крепости, в строю со своими товарищами-рыцарями, Захариэль понял, что может погибнуть на поле боя, так и не увидев своего убийцу. Он может умереть и даже не узнать лица своего врага. Это казалось ему странным, и именно это отличало войну от охоты. Он всегда предполагал, что погибнет лицом к лицу со своим убийцей, будь то великий зверь, какой-нибудь другой хищник, или даже рыцарь. Возможность умереть от снаряда, опущенного неизвестным противником, была страшна. Едва не лишившись присутствия духа, Захариэль на мгновение ощутил, как ужас ледяными пальцами стиснул сердце. Он не собирался поддаваться. Он был сыном Калибана, он был рыцарем ордена, он был человеком и испытывал страх, но не отступал перед ним. В программу обучения рыцарей входили и ментальные упражнения для укрепления духа в критических ситуациях. И Захариэль обратился к ним. Он стал вспоминать цитаты из изречений, книги, лежавшие в основе всех учений ордена. Он вспомнил мастера Рамиэля, его прямой взгляд, казалось, проникающий во все потаенные уголки души. Он представил себе, как разочаровался бы пожилой рыцарь, если бы услышал, что Захариэль уклонился от исполнения своего долга. Время от времени Захариэлю казалось, что вершиной человеческой храбрости является способность просто переставлять ноги и продолжать двигаться в одном направлении, когда каждая клеточка его тела требует развернуться и бежать в другую сторону. Даже на бегу к пролому во вражеской стене Захариэль видел, как зажигательные снаряды, плюясь огнем, падали с неба и взрывались в гуще наступавших рыцарей. Он слышал крики и пронзительные вопли раненых и умирающих, заглушавшие весь остальной грохот. Он видел, как воины, объятые пламенем, катались по земле и тщетно размахивали руками, а потом исчезали из поля его зрения, чтобы за его пределами встретить смерть. По словам оружейников, каждый комплект доспехов когда-то был способен уберечь рыцаря от любого воздействия окружающей среды, но те дни давно миновали. При достаточно близком взрыве зажигательного снаряда от жаркого пламени, проникающего через броню, неизбежно грозила мучительная гибель. Десятки рыцарей уже нашли свою смерть. Еще больше воинов кричали от боли и падали с тяжелыми ранениями. Наступление замедлилось. Редактор субтитров